Глава двадцать четвертая Тарталья вылез из машины и стал наблюдать, как Уайтман, двигаясь по черепашке, втискивает Мондео, на немыслимо крохотный пятачок свободного пространства уперил над каналом. День клонился к вечеру, скоро стемнеет. К счастью, дождь лить перестал, но в воздухе густо висела влага и начал набирать силу ветер. Последний раз Тарталья приходил сюда много лет назад, в самый разгар жаркого лета, когда впервые приехал в Лондон. Он прошел с гидом по пешеходной тропе вдоль всего Ридженс-канала от маленькой Венеции до Кэмдонского шлюза. Тарталья смотрел через перила. Единственное, что изменилось, сейчас на горизонте выселись сверкающие высотки офисных зданий, выросшие в районе Паддингтона. Под ними полоска общественных садов, примыкающая вплотную к пешеходной дорожке и к каналу. Позади темнел большой треугольник воды, там сходились три канала и называлось это место пруд Браунинга, в честь поэта Роберта Браунинга, некогда жившего напротив него. По одну сторону пруд окружало несообразные мишанины домов в стиле 70-х, а по другую над каналом красовались ряды нежно-кремовых вилл в неоклассическом стиле, ценой во много миллионов фунтов их обрамляли изысканно постриженные живые изгороди. Жильцы такого шикарного квартала вряд ли ожидают обнаружить на пороге своего дома труп. Тарталья заметил в окнах нескольких человек, они наблюдали за суетой внизу. К Тарталье присоединился Уайтман, и они направились к огороженной части дороги, рядом с которой была припаркована труповозка. Показали удостоверение констеблю из местного полицейского участка и спустились по крутым скользким ступеням к пешеходной тропе и каналу. Внизу лестницы Тарталья остановился, оглядел воду и прислушался. Кроме шума ветра, свистящего между ветвями деревьев, ему было слышно только гоготание гусей, доносящиеся с маленького островка, расположенного посередине пруда. Даже летом вода в пруду была тревожно-непрозрачная, коричнево-зеленая, а сейчас, под темнеющим небом, да еще вблизи, она смотрелась настоящей отравой, и Марк посочувствовал ныряльщикам, которым пришлось выуживать труп. У берега на якоре стояли две длинные узкие лодки, одна – плавучий кукольный театр, а другая – жилой дом. Сразу за ними тропа была перегорожена, там, рядом с пустым туристическим катером, установили небольшую палатку судмедэкспертов. У палатки, сбившись грубкой, болтали полицейские, водитель фургона и его напарник прихлебывали то ли кофе, то ли чай из дымящихся чашек. Полицейские, как предположил Тарталья, офицеры из местного отдела расследования убийств. Когда Тарталья с Уайтманом подошли, от группы отделился молодой полицейский в коротком темном плаще и назвался «Детектив-сержант Грант, сэр». «Мы выудили труп, сэр, несколько часов назад. Из-под речного трамвая он указал на туристический катер». «Это молодая девушка?» – спросил Тарталья. Грант кивнул, ее винтом зацепило. Он указал на корму катера. Труп, видимо, пробыл в воде недолго. С ним сейчас работает доктор Блейк. Удачно, что на вызов приехала Блейк. И Тарталья был благодарен ей, что она подсуетилась, чтобы на место преступления вызвали именно его. Он поднырнул под полок палатки, оставив Уайтмана с Грантом снаружи. Тело лежало уже прикрытое простыней, готовое к отправке в морг. Блейк стояла на коленях рядом, что-то диктовала в микрофон. Подняв глаза, она улыбнулась Тарталье. «Рада, что ты уже приехал. Я как раз заканчиваю. Я получил твое сообщение, что и у этого трупа срезана прядь волос». Блейк кивнула и медленно, точно от стояния на коленях у нее задеревенели ноги, поднялась. «В точности так же, как и у двух последних. Вот почему я настояла, чтобы сразу же вызвали тебя. Правда, есть существенное отличие. Девушка избита и, насколько я могу судить, без досконального осмотра изнасилована. К тому же зверски». «Изнасилована?» Действительно, прежде он никогда удивленный Тарталья поскреб подбородок. Как правило, убийца действует примерно по одному сценарию. Бывает, конечно, что жестокость преступления идет по нарастающей, как было, например, у Майкла Бартона. Преступник начинает совершать ошибки, а в результате следует арест. Однако Марк никогда не слышал, чтобы образ действия преступника, его моду с операнди, менялся так внезапно и круто. В случае с другими жертвами Тома не было и намека на подобную жестокость, не говоря уж о каких-то формах сексуального надругательства. Тарталья пришел в полное недоумение. «Как думаешь?» — вопросительно взглянула на него Фиона. «Может, тут действовал имитатор?» Тарталья покачал головой. Об отрезанных прядях волос никто не знает. Это одна из немногих деталей, которая не просочилась в прессу. Как, по-твоему, долго девушка пробыла в воде? Не очень долго, определенно меньше суток. Часов примерно около двенадцати. Она была уже мертва, когда упала в воду. Точно пока сказать не могу. Надо проверить, сколько воды у нее в легких. А вот досталось ей здорово. И я надеюсь, учитывая, сколько на теле повреждений, нам удастся заполучить ДНК преступника. «Кольцо на пальце есть?» — спросил Тарталья, вспомнив детали убийства других девушек. «Только золотой крестик на шее. Больше никаких драгоценностей на ней не было». Тарталья опустил глаза на труп. От всей души жалея, что мертвые не могут говорить. Вероятно, кольцо слетело во время борьбы или соскользнуло уже потом в воде. Возможно так же, что никакого кольца вообще не было. Может быть, убийца все же не том? Что-то тут не стыкуется. А ты уверена, что волосы срезали специально? Может, их каким-то образом случайно срезало винтом? Блейк покачала головой. Некоторые повреждения на теле действительно посмертные и нанесены винтом. Но на голове повреждений нет. Только на лице несколько синяков от ударов, полученных жертвой незадолго до смерти. Тарталья помолчал, пытаясь разгадать шараду. Блейк, понимая, что не убедила его, добавила, «Если бы волосы за что-то зацепились, их вырвало бы с корнем, но их срезали острым лезвием, в точности так же, как и у тех двоих, которых я осматривала. Иначе я и вызывать бы тебя не стала. Хочешь убедиться?» Тарталья покачал головой, верю на слова. «Значит, тут все же орудовал Том. Как-то все загадочно и странно. Другим своим жертвам он не наносил никаких увечий. Чего вдруг теперь сотворил такое? С психологической точки зрения это абсолютно непонятно. Это уж тебе голову ломать, пожалуй, плечами Феона. Я могу отвечать только за то, что обнаружила. «Позвоню тебе, как только проведу тщательный осмотр тела». Тарталья кивнул и уже собрался уходить, как Феона тронула его за руку. «Марк, погоди!» — попросила она, стягивая перчатки. «Я вот что хочу сказать. Ты был вчера прав. Когда говорил про меня, я имею в виду, мне нужно во всем разобраться». И требовался хороший пинок под зад, чтобы до меня дошло. Поколебавшись, она добавила «Спасибо, что был честен». Тарталья улыбнулся, ему стало легче. Слава богу, она не сердится. Извини, если чересчур резко высказался. С унылой улыбкой Феона покачала головой. «Заслужила. Мы по-прежнему друзья». Он кивнул, хотя эти друзья опять резанули ему ухо своей фальшью. Не понимает он этого эвфемизма. Да ладно, чтобы Феона не подразумевала, он решил не держать на нее зла. И чтобы не брякнуть ничего лишнего, о чем позже придется пожалеть, Тарталья выскочил из палатки и направился к Уайтмену и Гранту, занятым разговором на пешеходной дорожке. «Известно, кто она?» Спросил он у Гранта. «Есть версия, что девушка-испанка по имени Иоланда Гарсия работала прислугой в семье Эверетт в Паддингтоне. Они сообщили о ее исчезновении, когда она вчера вечером не вернулась домой. Описание внешности сходится. Вчера? Время прекрасно увязывается с тем, что мне только что сообщила доктор Блейк», заметил Тарталья. Он повернулся к Уайтмену. «Позвони Сэм. Пусть сейчас же встретится с семьей. Соберет о девушке информацию и точно установит ее личность. Если убитая жила в Паддингтоне, то далеко ехать ей не пришлось. И еще подскажи Сэм, пусть проверит, не оставила ли девушка предсмертные записки». Когда Уайтмен ушел выполнять поручение, Тарталья повернулся к Гранту. «У нас есть информация, куда она заходила?» Насколько он помнил, этот канал тянется почти на две мили. Какой смысл тратить время и заставлять людей прочесывать весь берег, стучаться в каждую дверь, разыскивая свидетелей, пока неизвестно где произошло убийство? Грант отрицательно покачал головой. «Течения тут почти нет, так что, полагаю, это случилось где-то неподалеку. Поговорите с капитаном катера, он прям-таки ходячий энциклопедия по всем этим каналам». «А записи с видеокамер есть?» «Я уже переговорил с человеком из управления водного транспорта, а они предоставят нам все материалы, что у них имеются. Правда, на этой части канала видеокамер не так уж много. Поступали сообщения о том, что вчера столкнули в воду человека». «Нет», — вновь покачал головой Грант, — «такой удачи нам не подвалило. Вчера же холодно было, все попрятались по домам. А капитан где?» «Видел его недавно в плавучем кафе. Вон там. Он пил чай с домашним кексом». Грант мотнул головой в направлении баржи, стоявшей на приколе у берега канала. Дико злился, что ему не разрешают увезти катер и отправиться домой, пока мы все не закончим. Тарталья ухмыльнулся. «Жизнь тяжелая штука, что и говорить. Ему бы попробовать заняться для разнообразия нашей работенкой». Эда Салливана, капитана туристического катера, Тарталья нашел в кафе. Тот сгорбился в углу над чашкой горячего чая. Лет под пятьдесят худой, жилистый, с короткими, темными, уже сидеющими волосами и нисходившим даже зимой загаром человека, который проводит большую часть жизни под открытым небом. После того, как Тарталья твердо несколько раз повторил ему, что еще какое-то время нельзя будет отвезти катер обратно в Кэмдон, Салливан смирился с судьбой и, вольготно развалившись на стуле, приступил к рассказу. «Я как раз под мостом проходил, вон там, и тут заглох мотор». Начал он, отпивая чай и указывая в окно на небольшой мост, перекинутый у начала Риджинс-канала. Открыл я люк, чтоб глянуть, что это там с винтом. А как сунулся, сразу наткнулся на что-то мягкое и немного ворсистое, что ли, ну, типа мокрого ковра. Никак мне не удавалось эту штуковину сбросить, вот и пришлось пустить катер дрейфовать по течению к берегу, вон туда. Там я вылез и осмотрел все как следует, а как стал шарить крюком под мостиком, так наткнулся на ногу. Тут я и позвонил вам, в полицию. Он отхлебнул еще глоток чая. У меня на борту была целая гульба русских, высыпали все на берег и давай щелкать фотоаппаратами, можете поверить, варвары и садисты. Как можно смаковать смерть ближнего? Едва от них избавился. И у них еще хватило наглости требовать назад свои деньги. Хотя до места назначения мы практически дошли. Столько и осталось через мост этот чертов пешком перейти. Еще скажите спасибо, что никто не всучил нам иск за нервные переживания. Инспектор сочувствованно покивал головой, хотя его в поведении людей давно уже ничто не удивляло. Вы сказали, тело находилось под мостиком? Уточнил Тарталья, ни черта не смысливший в катерах. Салливан кивнул. Посмотрите туда, по левому борту в конце, он указал на корму, мостик расположен над моторным отделением. На нем стою я и веду катер. А тело заклинило под мостиком между корпусом и винтом. Заметив недоумение на лице Тарталья, Салливан добавил. Вот, глядите. И, вынув из кармана ручку, нарисовал схему на бумажной салфетке. С минуту Тарталья изучал рисунок. Спасибо. Да, теперь понятно. Он вгляделся в обветренное лицо капитана, удивляясь, что того как будто совсем не тронуло случившееся. Вы такой спокойный. Может, у вас шок? Вам нужна помощь? Салливан беспечно махнул рукой. Насчет меня не переживайте. Мне не впервой. Вот как. Капитан равнодушно кивнул. Когда я на драге работал, на одном из оксфордских каналов, тогда тоже винтом труп зацепило. Как потом оказалось, какой-то бедолага студент кувыркнулся с велосипеда в воду, да и утонул. Совсем недолго на дне пробовал, до того, как попал под винт. Мне консультации у врачей предложили, всякое такое, но со мной все было в порядке. Такие случаи нельзя принимать близко к сердцу, правильно? Иначе все нервы в клочья истреплешь, и в психопата превратишься. Это точно, согласился Тарталья, очень довольный, что Салливан не потрясен и не взволнован, даже элементарного любопытства не проявил, не поинтересовался, как девушка оказалась в воде. Без сомнения, посчитал, что это еще один несчастный случай. Вы сказали, мотор заглох, когда вы проходили под мостом. Как считаете, девушка там и упала в воду? — Не обязательно, — пожал плечами Салливан. Ее сначала мог зацепить и другой катер. Не исключено, что и наш какое-то время тащил. Мы от Кэмдона шли и вполне могли подхватить ее где-то по курсу. Тарталья устала, безнадежно встряхнул головой в тщетной попытке уразуметь, что к чему. Блейк утверждала, что труп в воде пробыл недолго. Разложение лишь чуть затронуло его. А значит, тело должно бы лежать на дне канала, а не плавать на поверхности? — Объясните мне, пожалуйста, мистер Салливан, вот что. Как винт мог зацепить тело, лежащее на дне канала? — Наверняка между дном канала и днищем катера достаточный слой воды. Не задевает же катер дно. Салливан кинул на него снисходительный взгляд. Будто давно привык к людям ни черта не смыслящим, ни в катерах, ни в каналах. Вот катер, так, ткнул он в схему на салфетке. Вот его ватерлиния. Он пририсовал ее. Тут руль, видите? А вот это мостик и винт, об которых мы говорили. Каналы тут глубиной не больше шести футов, а кое-где даже помельче. У современных катеров драфт невелик. Драфт перебил Тарталья. Осадка. Современные суда проплывают над всякими препятствиями без проблем. Но старый катер, вроде моего, или драгона, который я работал в Оксфорде, они сидят в воде куда глубже. И получается не такой уж большой зазор между днищем катера и дном. Когда катер плывет, вода под ним сильно бурлит. Особенно в местах узких и огражденных, ну, как под мостом. Понятно. То есть вы всколыхнули труп, когда проплывали над ним? Салливан кивнул. Всякий мусор, коряги там всплывает и цепляется за винт. Мне частенько приходится останавливаться и очищать его. Еще чертовски повезло, что сломались мы не в туннеле Мэйда. Там темно и нет пешеходной дорожки. В старые времена матросам приходилось спускать лошадей поверху, а самим ложиться на крышу баржи и отталкиваться ногами. А когда выходили из туннеля, снова впрягали лошадей. С улыбкой прибавил он. Вот там не хотелось бы мне застрять. А уж тем более с этими русскими вампирами, да еще и трупом в придачу. — Вы уж точно, мистер Салливан, знаете катера и каналы, как свои пять пальцев. Может, рискнете высказать догадку, где все-таки вы подхватили труп? Салливан улыбнулся, польщенный, что у него просит совета. — Моя догадка. Заметьте себе, всего только догадка, в воду девушка упала, вблизи от того места, где мы ее обнаружили. Это вероятнее всего. Только не надо меня арестовывать, если потом выяснится, что свалилась она где-нибудь в Лаймхаусе. А не могли бы вы сказать поточнее? Обещаю, что не арестую, если ошибетесь. Нам крайне важно выяснить, где она упала. Задумчиво покивав, Салливан допил чай и с удовлетворенным вздохом отставил чашку. — Ладно. Предположим, понадобилось какое-то время, пока ее затянуло под катер, да еще, может, протащило часть пути, прежде чем зацепило винтом. Получается, свалилась она как раз перед туннелем Мэйда, по восточную сторону от него, где-то поблизости от района Лиссон-Гроув. Найти адрес семьи Эверетт не составило для Донован труда. Жили они в двухэтажной квартире в огромном новом типовом доме поблизости от Поддингтонского вокзала, всего минутах в десяти ходьбы от маленькой Венеции. Их звонок был зарегистрирован сразу после полуночи, и Джуди Эверетт как будто ничуть не удивилась, когда Донован сообщила ей, что найден труп девушки, похожий по описанию на Иоланду. — Неужели? Вы меня прям убиваете. Деловым тоном отозвалась Джуди, пытаясь впихнуть ложку розовой пористой массы из маленькой банки в ротик младенца, тот восседал на высоком стуле, не выказывая ни малейшего энтузиазма. Глядя на кушанье в банке, Донован ничуть его в том не винила. Джуди Эверетт высокую, нескладную, с буйной гривой каштановых волос и здоровой, до блеска отмытой кожей, похоже, вообще мало волновала окружающая действительность. Она спокойно восседала посреди просторной светлой кухни, где царил невообразимый бедлам, листки бумаги и цветные фломастеры валялись по всему полу, раковина стонала под грузом немытой посуды, даже стол заполонили кастрюли и тарелки со всяческими объектами. — Я сразу поняла, когда Иоланда не вернулась домой, с ней что-то случилось, — продолжила Джуди, поворачиваясь к Донован, уперев руку в бедро. — Она всегда возвращалась задолго до полуночи. Такое у нас в доме правило, и прежде девушка никогда его не нарушала. — Долго она у вас жила, миссис Эверетт? — Ну, месяцев пять. — Стало быть, вы хорошо ее знали? — Да не особенно. Она оставалась для меня настоящей загадкой. Обычно у меня возникает полное взаимопонимание с девушками, которые у нас живут. Правда, надолго у нас не задерживается ни одна, но я всех их успевала полюбить. Они вообще-то становились как члены семьи, и я до сих пор поддерживаю с ними связь. А Иоланду вы не любили? Джуди покачала головой. — Притворяться не могу. Она тяжко вздохнула. — Господи, как ужасно, если это Иоланда. Теперь я чувствую себя такой виноватой, что не любила ее. Понимаете, вроде ничего плохого в ней не было. И смышленая она была. Никогда ничего не приходилось объяснять ей дважды. Но Иоланда не из тех, кому сразу проникаешься симпатией. С моими двумя мальчиками она, правда, управлялась хорошо, а для меня это самое главное. Снова вздохнув, Джуди потерла лицо рукой и нахмурилась. — Если это и правда она, то прямо не знаю, как я скажу Алексу. Это мой старшенький, ему пять лет, он к ней очень привязался. Как думаете, она была несчастна? Если честно, пожалуй, плечами Джуди понятия не имею. Иоланда всегда была такой серьезной. У нее напрочь отсутствовало чувство юмора. Или это мне казалось из-за того, что английский она только осваивала, и думать так о ней несправедливо. С обязанностями своими, как я уже говорил, она справилась хорошо. Так что жаловаться мне не на что. А что там у нее внутри творилось, я знать не знаю. Лицо у малыша раскраснелось, из носа текло, он выплюнул последнюю ложку еды и принялся стучать по подлокотнику креслица с замурзанным пухлым кулачком. Наскоро оттерев ребенку рот, а заодно и лежащий перед ним под нос какой-то не первой свежести кухонной салфеткой, Джуди сунула ему в руку детский паильник, по всей вероятности соком. Ребенок пососал немного, а потом начал размахивать им в воздухе, как победитель чемпионата футбольным кубком. А до вас, Иоланда, у кого-то еще работала? Нет, она только что приехала в Англию и никого тут не знала. Почти никуда не ходила, только на уроке английского. Мне было ее жалко, но что я могла поделать? Я ведь ей не мамочка. Я работаю четыре дня в неделю, у меня нет времени опекать еще и прислугу. И с семьей хлопот хватает, пусть уж сами о себе заботятся. Джуди говорила слегка обиженным тоном, и Донован показалось, что она все-таки чувствует себя немножко виноватой, что не проявляла большего интереса к Иоланде. Вспомнив, что рассказывали о Мэрион Спир, Сэм посочувствовала Иоланде. Сама Донован родилась и выросла в зеленом пригороде Лондона Туйкнами. Здесь она чувствовала себя своей, рядом была семья, близкие, друзья. Но даже ей Лондон порой казался таким суровым и холодным, что ее охватывало чувство одиночества. А каково же приходится человеку, приехавшему сюда из другой страны, который пытается начать тут новую жизнь в одиночку, без всякой поддержки? У Иоланде был доступ в интернет, осведомилась Сэм. Малыш швырнул поилку на пол, Джуди наклонилась, подняла и, не ополоснув, протянула сыну. Нашим компьютером ей пользоваться не разрешалось. Напомню, иногда она ходила в местную библиотеку, отправляла мейлы домой. «Когда вы в последний раз видели Иоланду?» уточнила Донован, беря себе на заметку. «Если погибшая девушка действительно окажется Иоландой, надо проверить библиотечные компьютеры». Вчера она поила мальчиков чаем, было это около половины шестого. Сейчас Алекс пьет чай у друга, Джуди взглянула на часы. «Кстати, скоро надо бежать, забрать его домой. Я не отниму вас много времени», — миссис Эверетт. «Но мне требуется знать хотя бы приблизительно, в котором часу Иоланда ушла из дома». Джуди призадумалась, сложновато ответить. «Домой с работы я пришла около шести. Принялась за хозяйство сама, потому что это был ее свободный вечер. Позже я и Иоланду не видела. Обычно она сидит у себя в комнате и смотрит телевизор. Даже когда у нее свободный вечер, мы поставили телевизор в комнате прислуги, чтобы им было чем заняться. Так они вечерами не крутятся рядом с нами». «Значит, вы не слышали, когда она ушла?» «Нет, она всегда ходила по дому тихонько, как мышка. Наверное, ушла, когда я купала сыновей». «Точно не скажу, стены в нашем доме такие толстые». «А в какое время купали?» «Около семи. Однако она могла уйти и позже. Я даже и не заметила, что Иоланда ушла, пока не вернулся с работы Джонни. А он вернулся около восьми». Малыш снова швырнул паильник на пол и расплакался. Джуди подхватила мальчика на руки, пристроила себе на бедро и вытерла носик мятой салфеткой, которую извлекла из рукава кардигана. «Что еще вы хотите узнать?» «Теперь нам требуется подтверждение, что девушка это действительно Иоланда. Не знаете, у нее есть родственники в Англии?» Джуди помотала головой. «Вся ее родня в Испании. Приехала Иоланда откуда-то из севера Испании, из Приморья. Откуда точно, к сожалению, не помню. Попробую разыскать адрес или номер телефона, если вам нужно». Она взглянула на маленький письменный стол, утонувший под морем книг и бумаг. «Да, это потребуется, если окажется, что погибшая девушка на самом деле Иоланда. Как думаете, ваш муж сумеет прийти на опознание?» «Боюсь», — скрипучо рассмеялась Джуди, — «идти придется мне. Джонни, как увидит покойника, мигом в обморок хлопнется. А я торопев, так что ко всякому привыкла. Я позвоню Алексу, пусть пока останется у друзей и матери. Возможно, она сумеет посидеть в стобе. Наверное, вам надо, чтобы я отправилась в морг немедленно?» «Конечно», — согласно кивнула Донован. «Чем скорее, тем лучше. Если это она, нам придется обыскать ее комнату, осмотреть вещи». Стобе на руках Джуди пошла проводить Донован до двери. «Если это Иоланда, вы расскажете мне, как все произошло?» «Мы пока еще и сами не знаем», — уклончиво ответила Донован. «А вы, случайно, не нашли никакой записки?» «Вы имеете в виду предсмертной?» Джуди растерянно взглянула на Сэм. «Я гляну еще раз у нее в спальне. Когда я заходила туда вчера, ничего такого не заметила. Иоланда даже до свидания не сказала, когда уходила. Вы думаете, она могла покончить с собой?» «Нам и это пока неизвестно, миссис Эверетт. Прежде всего требуется установить личность погибшей». Глава двадцать пятая Тарталья оставил Уайтмена у канала ждать подкрепления из Барнса и местных патрульных. Когда полицейские подтянутся, Дэйв начнет поиски свидетелей в домах вдоль канала. Доверяя опыту Салливана, отправной точкой Тарталья определил восточную сторону туннеля Мейда. Он очень надеялся, что догадки капитана правильны. Расследование убийства редко, когда идет по плану. Даже в самых простых, на первый взгляд, делах происходят взлеты и провалы, самые неожиданные повороты и загогулины, а уж запутанных. Преступление на канале поставило Тарталью в тупик. Срезанная прядь волос означает, что убийца Том. Но почему он вдруг избил девушку? Почему при всей своей осторожности рискнул оставить свою ДНК? Чем дольше Тарталья ломал над этим голову, тем, казалось, дальше была разгадка. Утешала мысль, что и устил, пока ничего не получается. Он был уверен, первое, что она сделает, узнав о преступлении, кинется за помощью Кеннеди. Пройдет минута, самые большие пять после его звонка, думал Тарталья, и она, конечно, наберет номер Кеннеди. Что бы там между этими двумя ни происходило, но неразлучны они, прям как сямские близнецы. Вот уж для Кеннеди будет раздолье. Тарталья представил, как тот самоуверенно расхаживает по кабинету Стил, потоками изливая всякую бредятину с видом Господа Бога. Только чтобы спастись от его речей, Тарталью так и подмывало рассказать Стил о том, чему он стал свидетелем у ее дома. Но какой смысл? Он уже обкатал в голове все за и против, и понял, а она ни за что ему не поверит. Себе он признавался, что немного побаивается ее. Стил такая хладнокровная и бесстрастная. Корниш тоже не то что белый и пушистый, но, по крайней мере, хорошо знаком и потому предсказуем со всеми его мелкими чудачествами и глупно тщеславием. В сравнении с Кэролин он почти что обаяшка. Тарталья считал, что у Стил обаяния не больше, чем у робота. Он опасался ее непредвиденной реакции и до сих пор не выбрал подходящего момента рассказать, что узнала Донован от Николы Слейд о тайном любовнике Мэрион. По его мнению, с остальными жертвами Гарри Энджело связывала лишь тень подозрения. Но вот в убийстве, а не самоубийстве, Мэрион Спир, Тарталья не сомневался в этом, он точно фигурировал. Но Марку хотелось, чтобы сначала рассеялись густые клубы, высосанных из пальца домыслов Кеннеди, а уж потом он попробует убедить Стил позволить ему еще одну атаку на Энджело. Но пока неизвестны результаты вскрытия трупа, найденного в канале, нет смысла даже и пытаться. Очень хотелось бы верить, что новости от Фионы Блейк поступят в ближайшие 48 часов. Больше всего Тарталью тревожило, что он перестал полагаться на свою интуицию. Ему даже казалось, он лишился полицейского чутья. В деле все было так темно и запутано, и он снова, в который уже раз, от всей души пожалел, что рядом нет Кларка. Тот бы мигом сообразил, что к чему. И никто, кроме него. Больница Святой Марии находилась всего в двух шагах от Мэйдвейл, и Тарталья решил заскочить на удачу. А вдруг Кларк сумеет пообщаться с ним, а заодно недурно взять передышку от Барнса хотя бы до утра. Есть надежда, что к утру Кеннеди из участка уберется. Я думала, что если меня загипнотизируют, то я стану как робот и примусь откалывать нелепые номера. Показывают же в телешоу, призналась Донован. Да, это так, спектакль, усмехнулся Адам Залески. Люди, которых вызывают на сцену, то сбрасывают себе одежду, то прикидываются, будто они цыплята. А они так поступают, потому что им этого хочется. Я не могу заставить тебя сделать то, чего ты сама не желаешь. А они сидели за столиком в баре на первом этаже польского клуба, недалеко от офиса Залески в Южном Кенсингтоне. После второго сеанса гипнотерапии он пригласил Донован выпить. Адам произвел на Сэм впечатление, он ей даже понравился, и она не сумела ответить отказом. В конце концов, разве можно винить за то, что ей хочется иметь личную жизнь? У нее так мало возможностей познакомиться с человеком, который не работал бы в полиции. Зал с потолком высотой в 20 футов и огромными окнами, смотрящими на Империал Колледж, представлял собой экстравагантное смешение стилей. Тут и там угадывались вкрапления мода 60-х и 70-х, а рядом люстры, огромные зеркала в резных рамах и потусневшая позолота. Атмосфера навевала воспоминания об эпохе, давно прошедшей, пышной и была какой-то не совсем английской. Проглядывали кое-где и признаки убогости, коверы шторы отдавали дешевым отелям, словно в последнее время не хватало денег на поддержание высоких стандартов декора. Фоном звучали мягкие джазовые мелодии. Зал был заполнен почти до отказа, и говорили тут все по-польски. Если бы не вид из окна, то Донован легко могла бы вообразить, что она где-то за границей. Залезки уговорил ее выпить водки и заказал какой-то особый сорт, настоянный на рябине. Заплатить за себя он ей не позволил. Он тут на своей территории. Хотя годами Адам был ненамного старше Сэм, в его поведении присутствовал старомодный шарм, казавшийся Сэм очень привлекательным. — На первом сеансе я прекрасно осознавала, что ты говоришь, — призналась Донован. — Но сегодня я словно уплывала куда-то, слышала тебя будто во сне. А сейчас, чувствуя себя на редкость хорошо отдохнувшей, прям не верится. — Моя гипнотерапия немного напоминает погружение в транс, — объяснил Залезки. — Хотя на самом деле ты пребываешь в состоянии обостренного восприятия. Я обращаюсь напрямую к твоему подсознанию. Официант перенес на серебряном подносе две рюмки, полные прозрачной жидкости. Адам поднял рюмку и чокнулся с Сэм. — На здоровье? Что означает твое здоровье? — Твое здоровье. Прежде Сэм никогда не пила чистой водки и теперь опасливо сделала первый глоток. Водка оказалась ледяной, тягучей и совсем не противной, как она ожидала. Адам опрокинул рюмку одним махом. Вот как полагается пить водку. С улыбкой сказал он. — На первый раз я прощаю тебе ошибку. Донован отпила еще, покатала водку во рту, чтобы прочувствовать вкус во всей его полноте вкуснее, чем спиртное, которое покупаешь в супермаркете. Теперь она понимает, почему водка сама по себе удовольствие. — А зачем мне надо было надевать наушники, когда ты меня гипнотизировал? Я использую методику под названием нейролингвистическое программирование, сокращенно НЛП. Всякие научные подробности тебе ни к чему. А суть в том, что наушники позволяют максимально сосредоточиться, сконцентрироваться. Так что слышишь ты только мой голос и мои слова. И все-таки просто невероятно. Я сижу тут, пью водку, а мне ни чуточки не хочется закурить. Самое главное, чтобы ты на самом деле хотела измениться. Иначе гипноз не сработает. Донован, весьма довольная собой, отхлебнула еще водки. Если она избавится, наконец, от привычки курить, вот будет плюха этому скептику Тарталья. — Расскажи мне про клуб, — попросила она через минуту. Он давно существует? — Целую вечность. Основали его еще во времена Второй мировой войны. Тогда члены польского правительства, находившиеся в изгнании, встречались тут наверху. Клуб день от дня херел, пока Польша не присоединилась к ЕС. Клуб так и застрял в прошлом, зато его члены помолодели. В среднем лет на сорок. Знаешь, сейчас в Англии живет больше поляков, чем в Варшаве. Удивительно, до чего же Евросоюз изменил Лондон. Нахлынули тучи эмигрантов из Восточной Европы и других стран. Британцев, наконец-то, разбавили другими национальностями, что, по мнению Донован, было только к лучшему. Наслоение, взаимопроникновение культур, — одна из причин, от чего Сэм нравилось жить и работать в Лондоне. Одним последним глотком Донован осушила рюмку и спросила, — Ты часто сюда заходишь? Адам кивнул. Местечко, конечно, старомодное и немного нелепое, но мне здесь нравится. Позади есть терраса, там летом очень уютно. Я люблю опрокинуть рюмочку другую после тяжелого рабочего дня. — Кстати, о водке желаешь еще рюмочку? — предложил он, заметив, что ее уже пуста. — Рюмки такие малюсенькие, одной едва горло промочишь. — Да, пожалуй. Водка уже растеклась чудесным теплом в желудке, но Донован была уверена, что еще с одной сумеет справиться. — Тут полагается швырять пустые рюмки в камин? — Нет, — расхохотался Адам, — так только в кино делают или в России. Думаю, если ты отколешь такой номер, то у какого-нибудь древнего члена клуба случится инфаркт. Пусть уж рюмки унесут, как положено, — и он подозвал жестом официанта. — А это кто? — заинтересовалась Сэм, оглядывая многочисленные портреты на стенах после того, как официант забрал пустые рюмки и принял заказ. — Довольно-таки устрашающие на вид субъекты, верно? — Полагаю, все они поляки, но кроме актрисы Руллы Ленской я никого не узнаю. Вон те парни в беретах над стойкой и наверняка герои войны. Вряд ли в отборе картин следовали какой-то логике. К примеру, над камином в столовой висит огромный портрет герцога Кенского. А я сильно сомневаюсь, чтобы у него даже когда-нибудь горничная полька служила. Донован расхохоталась и, все еще рассматривая портреты, заключила — коллекция шикарная. Правда, не уверена, что я повесила хотя бы один такой портрет себе на стенку. Скорее всего, их клубу кто-то завещал. — Готов держать пари, это был сам художник, а старички в комитете из вежливости не отказались. — А что это за золотой орел в короне? — Это государственный герб Польши. Вообще-то орел должен быть белым. Когда к власти пришли коммунисты, корону с орла они сняли. Только тут, в клубе, он оставался в головном уборе. Принесли водку. — Повтори еще, как по-польски твое здоровье? — попросила Донован, поднимая рюмку. — На здоровее. Узалески тост звучал так красиво, Сэм повторила. В школе у нее особых способностей к языкам не было, но эти слова соскользнули с языка легко, без усилия. — Гораздо красивее, чем наше, будь здоров. Не говоря уж о тостах типа «пей до дна» или «ну», вздрогнули. Улыбаясь, добавил Адам. — Английский язык, на мой взгляд, слишком практичный и непоэтичный. Особенно, когда касается выпивки или любовных отношений. Донован почувствовал, что у нее зардели щеки то ли от водки, то ли от того, как он смотрел на нее, толком она не поняла. — Ты свободно говоришь по-польски? — Я родился и вырос в Англии, но дома мы всегда говорили по-польски. Адам допил водку и улыбнулся. — Теперь твоя очередь. — Одним глотком? — Окей, вот. Он наблюдал, как она опрокинула рюмку. Водка показалась ей еще вкуснее, хотя была ледяной и обожгла Донован горло. — Это называется зубровка, — пояснил он. — Настойная на траве зубра. — Хочешь попробовать еще лимонную? Очень вкусная. Хотя с тебя хватит. Водка с непривычки сильно удаляет в голову. Донован колебалась, ей еще предстояло готовить ужин для Клэр, а она даже в магазин не зашла. К счастью, почти у дома находится Теску, открытый допоздна. Не стоит, конечно, возвращаться домой на веселе. А какого черта? Так приятно сидеть с ним рядом. Сэм хотелось хоть еще чуть-чуть оттянуть неизбежный момент расставания. Окей, еще одну, а потом мне точно уже пора идти. Официант куда-то исчез. И залезки сам отправился к стойке заказать по последней. — Знаешь, а ты совсем не такая, какой мне представлялась женщина-полицейский, — заметил Адам, усаживаясь за столик через несколько минут с двумя рюмками. — Ну да, — расхохоталась она. — Правда, прежде я не был знаком ни с одной. Лично, во всяком случае. Раз только какая-то остановила меня за превышение скорости. — Отдел расследования убийств немножко отличается от дорожно-патрульной службы, — заметила Донован. — Очень надеюсь, что он не станет расспрашивать ее о нынешнем расследовании. — Могу себе представить. — А какое у тебя образование? — Как получилось, что ты стала работать в полиции? — У меня диплом по английскому языку, — пожала плечами Донован. — В наши дни толку от него никакого. Работать в школе, как мои родители, — это не по мне. Отец у меня лейборист, типичный читатель еженедельника «Ньюстейтсмен», и служба в полиции — единственная, чем я могла его удивить. — Ну, разве только что еще вступить в партию молодые консерваторы. Адам улыбнулся. — На самом деле, совсем не такая означает, что ты очень женственная и миниатюрная для полицейского. — В том смысле, что коротышка? — Нет, именно миниатюрная. — Ой, да ладно, меня это не колышет. Я вполне довольна тем, какая я есть. И, к счастью, сейчас в полиции нет ограничений по росту. Да и для того, чем занимаюсь я, не требуется ни выдающегося роста, ни особой физической силы. — Конечно, полагаю, работа детектива требует только хороших умственных способностей. — За тебя, Сэм, и успешное расследование. Улыбнувшись, Адам выпил водку и добавил что-то по-польски. — Что ты сказал? — Сказал. Ухмыльнулся он, что у тебя красивые глаза. Сэм почувствовала, что снова покраснела. Почему такие фразы всегда звучат гораздо красивее на чужом языке? Она вспомнила, как Джейми или Кёртис тащилась от русского языка в фильме «Рыбка по имени Ванда» — польский, оказывается, такой же сексуальный. Особенно, когда по-польски говорит Адам, у него не броская, но вполне приятная внешность, которая на женщин воздействует постепенно. Чем дальше, тем сильнее. Если он снимет унылые очки, а волосы станет носить чуть длиннее, то, пожалуй, обставит и тарталью. Ну и одеться ему тоже не помешало бы помоднее. Но ей даже нравилось, что он то ли безразличен к своей внешности, то ли просто не ведает, насколько хорош. Прости, мне следовало бы вести себя более профессионально. По-прежнему, улыбаясь, добавил Адам, ты ведь мой пациент. Слава богу, остался только один сеанс. Ты действительно считаешь, что мне больше никогда не захочется курить? Посмотрим. А обычно курса хватает. В пятницу по времени ты последняя пациентка, верно? Донован кивнула. Разреши пригласить тебя на обед после сеанса? Отпраздновать? Что ж, было бы чудесно. Пойдем в клуб. Сэм не хотелось показывать, что она обрадовалась приглашению, но это было так. Адам с улыбкой помотал головой. Поляки только и едят, что свинину, капусту да картошку. Нет, пойдем в заведение поприличнее. Предоставь выбор мне. Глава двадцать шестая. Кому? Кэролин Стилл, собака, мэтт, точка, полис, точка, ука. От кого? Том 837-920-ITIE-8785-собака-hotmail.com Моя дорогая Кэролин, ты скучала по мне? Я знаю, ты все время обо мне думаешь, и я тоже. Очень часто. Вряд ли ты можешь представить, какие картинки рисует мое воображение. Что в тебе есть, что так меня притягивает? Твои роскошные шелковистые темные волосы и белая-белая кожа? Я обожаю твои глаза, они у тебя как у кошки. А кошки такие чувственные, грациозные животные. Да нет, все гораздо сложнее. Дело ведь не во внешности, верно? В тебе есть нечто особенное. Тебе уже говорили? Уверен, что говорили. Я не так наивен, чтобы считать, будто я первый. Но никто не станет ценить тебя так, как я. И ты это знаешь, правда? Это заставляет тебя думать обо мне, заставляет томиться. Я любовник, которого ты всегда жаждала. Тот, кто никогда не оставит тебя. Мне прийти к тебе, хочешь? Ну, не буду нетерпеливым. Я не желаю подгонять события, чересчур спешить, если ты не готова. Но я знаю, все будет так хорошо, что я едва могу дождаться. Когда ты будешь лежать сегодня ночью одна в своей постели, закрой глаза и вообрази, что я рядом с тобой. Я бесподобный любовник, лучший из всех, какие у тебя когда-нибудь будут в жизни. Просто закрой глаза и дай волю воображению. И знай, что реальность окажется куда прекраснее. Тысяча поцелуев. Том, по скриптам, вы уже нашли маленькую Иоланду? В сравнении с тобой она ничто, пустое место. Стил уставилась на экран. Слова расплывались у нее перед глазами, подкатывала тошнота. Послание ее ошарашило. Она пыталась дозвониться до Корниша, но из офиса тот уже ушел, а домой еще не явился. И по мобильнику не отвечал. Она оставила ему сообщение с просьбой срочно перезвонить. Тарталья и Джонс уехали на задание, но с ними нет смысла и разговаривать, пока они не прочитают сообщения. К тому же Кэролин боялась, что ее подведет голос. Не хотела, чтобы они догадались, что она на самом деле чувствует. Упоминание имени Иоланда – еще один укол. Ее труп уже опознан. С ее родителями в Испании связались. Обыск в комнате Иоланда не обнаружил ничего стоящего. В отличие от предыдущих убийств, никакой предсмертной записки не нашли. Возможно, Том изменил сценарий или ему помешали. В местной библиотеке были изъяты и отосланы на экспертизу два компьютера. Стил почти не надеялась на новую информацию, не говоря уже о возможности связи с Томом. Слишком искусно преступник заметал следы. Пока до него невозможно было дотянуться. Кэролин встала, подошла к окну и выглянула на улицу. Уже темнело, люди спешили домой с вокзала с кейсами и пакетами в руках. В домах напротив уже загорелись окна, и там, где забыли опустить шторы, Кэролин видела милые домашние сценки. Играли дети, кто-то смотрел телевизор, готовил ужин, а кто-то только что вернулся с работы. У нее появилось ощущение, будто она находится далеко-далеко отсюда, и через телескоп наблюдает другой мир, не имеющий к ней никакого отношения. Каким-то образом Том умудрился ни разу не промахнуться. Как ему удалось? Неужели она так для него понятна, прозрачна, или настолько типично похожа на всех остальных женщин ее возраста и биографии? Или он всего лишь ткнул на удачу, а угодил в самое больное, или пообщался с кем-то, кто хорошо ее знает, Кэролин вздрогнула. Она чувствовала, Том подбирается все ближе, круги вокруг нее сужаются. Он играет с ней, забавляется. Но посмеет ли действительно явиться в реальной жизни? Может попросить Корниша представить к ней охрану? Или цель Тома только напугать? А она не сомневалась, Том предугадывал, что заденет ее заживое, что именно такова и будет ее реакция. Может, упивался властью, воображая себе ее душевное состояние. Такие мысли приводили Кэролин в ярость, но она чувствовала полнейшее бессилие. Сколько бы она ни старалась бороться со своими чувствами, сколько бы ни пыталась возвести стену безразличия вокруг себя, все было бесполезно. Ублюдку были прекрасно известны ее болевые точки. Чувствуя, что вот-вот расплачется, Кэролин подошла к двери, проверила, хорошо ли та закрыта, повернула ключ еще на один оборот. Рисковать она не желала. Упав в кресло, стала массировать виски, пока не стало больно. Боль отвлекла ее от тяжелых мыслей. Она не позволит себе расплакаться, не допустит, чтобы заметили ее слабость, но ей просто необходимо сейчас с кем-то поговорить, выплеснуть чувства. И есть только один человек, которому она может довериться. Кэролин сделала несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться, подняла трубку и настучала номер Кеннеди. Надеюсь, что голос ее не выдаст. — Так, значит, барахтаешься по уши в дерьме, Марк. Лицо Кларка расползлось в нелепой ухмылке. Он явно упивался тем, что Тарталья явился к нему за советом. — Очень мило, что ты за меня переживаешь. — Знаешь же, я никогда не искал легких путей. — Да уж, — тяжело вздохнул Кларк, — ты у нас разборчивый. И в лучшие времена таким был. Тарталья пристроился рядом с кроватью Кларка на маленьком жестком стуле, который ему пришлось притащить из холла. Сидячих мест для посетителей в палате предусмотрено не было. Кларк лежал на спине. Из капельницы в вену медленно сочилось какое-то лекарство, более утоляющее, предположил Тарталья. Ноги шефа все еще были закованы в громоздкий защитный каркас. В окружении множества визиток, цветов и корзинах с фруктами, нетронутых, так и запакованных в целлофан, Кларк, учитывая его состояние, конечно, пребывал в распрекрасном настроении. Еще недавно Кларк был большим, могучим мужчиной, а теперь здорово похудел, чуть ли не усох, и постарел лет, по крайней мере, на десять. Тарталья понадеялся, что потрясение от увиденного не слишком отчетливо читается у него на лице. Под простыней рядом с Кларком приткнулся большущий пушистый розовый медведь, на прикрепленной к шелковому банту карточке было написано «Милый Тревор, я тебя люблю». Странное зрелище. Кларк и игрушка. Это было бы ужасно смешно, когда бы не было так грустно, иначе Тарталья не удержался бы и сделал фото на мобильник, чтобы показать всей команде. Кларка перевели из отдельной палаты в общую, где стояло четыре кровати, одна из которых, правда, пустовала. Место Кларка было в дальней нише, у окна. Тарталья подумал было, может, задернуть вокруг кровати занавески для создания хотя бы видимости уединения. Впрочем, больной на соседней койке был не в счет, он громко храпел, а второй лежал в наушниках, сосредоточенно слушал радио, так что особого смысла в занавесках не было. — Так как, Тревор? — Поделись своим драгоценным мнением, — попросил Тарталья через минуту. Кларк молча уставился в потолок и притворился, будто усиленно соображает. Но Тарталью трудно было обмануть. Пока он в мельчайших подробностях пересказывал детали расследования, он прекрасно видел, как загорелись глаза у Кларка. Обычно шеф соображал сходу, редко, когда надолго задумывался. У него обычно случались вспышки интуиции или озарения. Все поражались точности его выводов. Можно было немедленно бросаться в погоню за преступником. А тут лежит, даже бровью не шевельнет, в кровати. Наслаждается, что держит Тарталью в напряжении. Да, кое-что не меняется никогда. Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы они установили тут ширму. — Остачертел мне этот вид из окна, — произнес Кларк с трудом. Речь его была невнятна, и говорил он гораздо медленнее, чем до аварии. Раньше слова вылетали у него изо рта, как из пулемета. Тарталья подумал, что, может, все-таки зря он пришел сюда. Не надо было будоражить Кларка своими проблемами. — Удивительно, как эта Солен еще не соорудила ширму. Она для тебя готова в лепешку расшибиться. Кларк чуть улыбнулся. Да, везучий я, сукин сын, верно? Получил от судьбы гораздо больше, чем заслуживаю. — И ты кончай мотаться. Найди себе такую же хорошую женщину, как моя. — Слушай, Тревор, хорош дурака валять. Говори, что думаешь. Кларк медленно повернул голову, взглянул на него. — В смысле, про Кэролин Стилл? Хватит дразнить меня. Я же тебя знаю, как облупленного. Давай, выкладывай. — Да ладно, ладно. С незначительной проблемкой Кэролин Стилл мы разберемся чуть позже. Что я хрендеридумаю? Ну, кроме того, что я любого готов убить, только бы раздобыть сигарету, и что я тоскую по этой забаве с оранжевым огоньком, не знаешь почему, еще я думаю, что ищешь ты не в том месте. — Ты уверен, Тревор, что ты в сознании? Я могу забежать в другой раз. — И думать не смей, — пробурчал Кларк. — Работа, да еще солен. Вот и все, что держит меня на плаву. Выдержав паузу, он причмокнул губами. — Говорю же, где-то ты неверно истолковал факты. Дал маху, короче. — Тогда скажи мне что-то, чего я не знаю сам. — Вот он, закон подлости в действии. Надо же мне было разбиться, как раз когда возникло такое занимательное дельце. Вздохнув, Кларк похлопал огромной лапищей тарталью по колену. — Очень приятно, что ты заглянул проведать меня. А я тут все гадал, как вы там без меня. Он на минутку замолчал, готовясь, и сказал, что же, давай начнем с Мэрион Спир. — Ты абсолютно прав, что связал ее с остальными. Услышав мнение Кларка, тарталья почувствовал облегчение. — Здорово, что Кларк, самый умный из них всех, не считает, будто он спятил. — Но веских мотивов для этого вроде как нет. — Да есть, есть. И ты сам это знаешь. Но если желаешь, чтобы я тебе напомнил или поубеждал тебя, то слушай. Девушка упала с высоты. Она подходит под нужный тип личности. Только не вешай мне на уши дерьмо, как это любит делать Кеннеди. Болтать он гораздо, чепуховину всякую впаривать, но ты же сам распрекрасно знаешь, он задницы от локтя не отличит. Гребаный тупица и трепач. Помолчав, Кларк продолжил. — Скажи мне вот что. С какой бы стати милая, симпатичная девушка, ну, вроде Мэрион Спир, вдруг бросилась с крыши парковки. У нее была ее мамочка, имелась достойная работа, и был любовник. Пусть даже и дерьмовый псих, но она-то про то не знала. Может, он ее бросил? Может. Может, у нее вся душа перевернулась, и она задумала порешить себя. Но из того, что ты сказал, думаю, выбрала бы она другой способ, где требуется меньше смелости. Ну, таблетки там, что-нибудь не такое кровавое. К тому же порядочные девушки вроде нее, с такими мамами, они непременно оставляют предсмертную записку. Она была единственным ребенком. И логично предположить, что не совершила бы она последнего шага, не объяснив своей дорогой мамочке, почему. Ну и кто же, по-твоему, герой-любовник? — Ставлю. И много. Слабо улыбнулся Кларк. — Что это, Том? Как у тебя все просто получается? Поморщившись от боли, Кларк медленно покачал головой и ответить сумел не сразу. Это ж тебе не ракету проектировать. Я просто окинул обстоятельства свежим глазом, и все. Чем должна была помочь тебе стил? — Отстраниться и сделать заключение. Отстраняться у нее здорово получается. Это точно. С заключениями похуже. Кларк вздохнул. — Сэм отлично поработала. Молодец, что не проворонила бывшую соседку Спир. Передай это девочке от меня. Он с трудом пожал руку Тарталье. — Очень я по всем вам скучаю, знаешь. Тарталье сжал зубы, изо всех сил стараясь не показать, как ему грустно. Он все гадал, понимает ли Кларк, что, возможно, уже больше никогда не вернется в отдел. Сегодня утром он слышал от Салли Энн, что, хотя Кларк, благодарение Богу, не парализован, ноги у него настолько повреждены, что остаток жизни ему придется провести в инвалидном кресле или, в лучшем случае, на костылях, если только лекарства и физиопроцедуры не сотворят чудо. — А Кэролин, ты про Спир все рассказал? — Через минуту поинтересовался Кларк. — Нет, все не выберу подходящего случая. — Да и слушать она не станет, раз этот козел Кеннеди все время крутится с ней рядом, нашептывает ей в уши всякую сладкую ерунду. Могу себе представить, что он наговаривает ей на тебя и меня. — Очень сомнительно, что лесная. — Считаешь, нужно рассказать? — Я хотел вызвать Энджела в участок, посмотреть, может, его опознает Никола Слейт или Адам Залески. Кларк опять на минуту погрузился в молчание, медленно поглаживая густые усы, будто ему приятно было убедиться, что они по-прежнему на своем месте. — С этим, по-моему, спешить не стоит. Даже если стил и согласится, а вполне возможно, что и нет, учитывая, как все разворачивается. Ну, предположим, на него укажут на опознании. — И что это тебе даст? — Ну, хорошо, ты убедишься, он тот самый, и да, он виновен. Как ты поступишь дальше? — Ты ведь не можешь засадить его без надлежащих крепких улик, верно? А он вряд ли расхнычится и кинется строчить признательные показания. Нет, требуется предпринять что-то другое. Но будь я проклят, если сам знаю что. Но если его опознают, у нас появится основание запросить ордер на обыск. Кларк покачал головой и прикрыл глаза. — Нет, правда, Тревор, я, пожалуй, на самом деле забегу в другой раз, встревожился Тарталья. Кларк дернул головой, глядя на Тарталью уголком глаза. — Пошел ты нахрен с такими разговорами, понял? Если смотаешься сейчас, я никогда больше не стану с тобой разговаривать, клянусь. И тон, и выражение лица у него были такие свирепые, что Тарталья решил оставить свои попытки. Он понял, сейчас для Кларка это обсуждение важнее всего. — Ну так что ты там говорил? — спросил Кларк. — Насчет ордера на обыск. — И что это даст? — хмыкнул Кларк. — Даже если ты убедишь стил и какого-нибудь долбанного судью, и они дадут тебе разрешение. Ты знаешь меня, я всегда рассчитываю на худшее и подстраховываюсь. Не бросаюсь от чертя голову. Что, если ты обыщешь его квартиру и магазин, и ничего не найдешь? — Где ты тогда окажешься? — Из того, что ты тут рассказал, ясно. Том этот — чертовски смекалистый ублюдок. Не станет он разбрасывать улики, где попало, чтобы лежали до тебя дожидались. — Нет, он так их запрячет. Хрен найдешь. В надежное место и уж точно не дома. — Нет. Думаю, умнее тебя выждать. — Потерпеть еще немного. Посмотри сначала, чем обернется происшествие на канале. Тарталья подавил вздох. Кларк, конечно же, прав. Чтоб двинуть расследование вперед, им необходим прорыв. Но он слабо представлял, откуда может свалиться такая удача. — А как твое мнение насчет Келли Гудхарт? — Жертвы с Хаммерсмитского моста, — спросил Тарталья. — Он совпадает с твоим, я думаю. Ничуть не сомневаюсь, что наш Том контактировал с ней. Если тебе повезет, а парень ты всегда был дьявольски везучий, не то что я, Томом может оказаться тот тип, который сбежал. Труп еще не обнаружили, наверное? Пока что нет. Кто бы сомневался, наша матушка Темза забавляется, как обычно. И вот еще что. Ты в этом деле закопался с головой, а о тех трех девушках забываешь? — Да нет же! — Именно что да, — Кларк качнул головой. — Вернись назад на исходную позицию. Пробегись по всей дорожке с самого начала. Вглядись, вдруг ты что-то ненароком пропустил. Но мы проверяли все не один раз. Школы, клубы, членами которых они состояли, их друзей, все. — Марк, кончай ты. — Этого недостаточно, ты сам знаешь. Вам нужно копать вглубь и вширь, пока не найдете связующего звена, таксисты, которые, возможно, возили девушек куда-то, дантисты, врачи, опрашивать всех и вся. — Да что я тебя учу? — Все, вплоть до чертова парфюма и шампуни, какими они пользовались. — Ты все-таки считаешь, что связь есть? — Разумеется, обязательно. Кларк прикрыл глаза и поморщился. Он обильно потел, и у Тартальи мелькнула мысль, что надо бы, наверное, позвать медсестру. Но он предугадывал его реакцию. — Ладно, Кларк хотя бы еще жив, его мозги при нем. Тарталья откинулся на стуле как можно дальше, чтобы Кларк не мог видеть его лица. — Не выбирал же он их наугад из телефонного справочника, верно? — Почти шепотом продолжил он. — Спроси себя еще раз, что между ними было общего? — Забудь о возрасте. Я с тобой согласен. Главное тут — личностные характеристики, определенный тип, почему их дороги пересеклись с Томом. Для начала все они страдали депрессией, верно? Трое, по крайней мере, желали покончить с собой вместе с ним. Если не через интернет, то где еще такие люди находят друг друга? — Мы толкнулись к самаритянам, но согласно регистрации телефонных разговоров, единственная, кто им звонила, Келли Гудхарт. — А телефоны-автоматы, поблизости от их места жительства. Возможно, из дома звонить они не пожелали. Тарталья застонал, им не хватало только заняться проверкой звонков из таксофонов за последние два года. Они все еще пыхтели, проверяя сведения, поступившие после криминального обзора. — Правильно, конечно, но если так рассуждать, то звонить они могли откуда угодно. Из школы, например, со станции метро, из дома подружки и так далее, и так далее. — Хватит, Марк. — Сам знаю, шанс весьма призрачный, но что еще у тебя есть? — Хотя бы поговори с Кэролин. Выясни, может, она сумеет убедить Корниша дать вам еще людей? — Я и так знаю, что все мои просьбы она оставит без внимания. Кларк шумно выдохнул воздух, в горле у него хрипело. — Послушай, старичок, что с тобой стряслось? — Это говорит не прежний Марк. — Как уговорить женщину? Уж тебе ли не знать? — Пытаюсь для начала не терять спокойствие, — улыбнулся Тарталья. — Во всяком случае с этой. — Ну что ж, для начала сойдет. — Но попробуй добиться влияния на нее. — Очаровать. У всех женщин есть свои маленькие причуды. — Понятно, она твой босс, и ты бесишься, как сумасшедший, из-за того, что она свалилась тебе на башку, стянула у тебя из-под носа расследование, хотя, конечно, это дело рук засранца Корниша. Проблема в том, что тебе она не нравится, а потому ты никак не желаешь прогнуться и наладить с ней мир. А ты проглоти свою гордость и постарайся. Сам знаешь, что я прав. — Легко сказать. — Ты сам попробуй. Она у нас приветливая и дружелюбная, как гремущая змея. Медленно, морщись от боли, Кларк отмахнулся. — Вся эта крутизна — напускное. Игра. Поверь мне, все женщины одинаковы. Конечно, за исключением любительниц орального секса. С ними даже твое обаяние не подействует. Уверен, Кэролин к ним не относится. — Тревор, ты просто не хочешь услышать меня. Стил по какой-то причине настроена против меня. — Она сама тебе так сказала? — Вряд ли. Вам требуется только объясниться на чистоту. Может, она считает, как и все мы остальные, что ты самоуверенно задавала высокомерный болван, который мнит, будто он подарок божий. Она еще не знает, что у тебя иногда проявляются и некоторые положительные качества, когда тебя как следует пнуть. Вот за них-то все мы тебя и любим. — Как ты все-таки хорошо ко мне относишься, Тревор? — Постараюсь вспомнить твои слова, когда Стил вышвырнет меня пинком под зад. — Могу только повторить. Попытайся очаровать леди. Как поступает этот козел Кеннеди? Он-то распрекрасно соображает, кто ему мажет масло на хлеб. В душе Кэролин очень даже неплохой человек. Так что постарайся залатать между вами прорехи. Перетяни ее на свою сторону. — Ты считаешь, стоит рассказать, что я видел, как Кеннеди подглядывал за ней? Подумав, Кларк осторожно покачал головой. — Не трать попусту времени. — Но с ним не зевай. Смотри в оба. Выясни, что у него за цель. Этот слюнтяй, на мой взгляд, заслуживает хорошей взбучки. А если застукаешь его за подглядыванием еще раз, продай его корнишу. — Только очень постарайся, чтобы в этот раз засек его не ты. И пробегись давай в расследовании сначала тропинки. Нутром чую, вы много чего проглядели. Уж поверь мне, ты либо слеп, а ключик так и таращится тебе в физиономию, либо облаиваешь не то дерево. — Спасибо, Тревор. Ты доставил мне истинное наслаждение. Тарталья уже готовился сказать Кларку, что ему пора уходить, как зазвонил его сотовый. Как обычно, он забыл больничные правила и не выключил телефон. На экране высветился номер стил. Откинув крышку, Марк стал слушать. Закончив разговор, повернулся к Тревору. — Ура! — Вот оно! Тарталья победным жестом вскинул руки. Кларк, вывернув шею, смотрел на него. Ты прям как тот кот, который слопал сливки. Что еще стряслось? — Наконец-то нам повезло! Вот он, прорыв! Нашли, кому принадлежат отпечатки пальцев с Хаммерсмитского моста. Типу по имени Шон Эшер. Его внешность совпадает с описанием мужчины, которого видели с Келли Гудхарт. Эшера уже везут на допрос в местный участок. Мне нужно срочно туда ехать. Кларк вздохнул. Вот так номер. — Забудь все, что я тебе говорил. Пусть тебя не любит Кэролин Стилл, старичок, зато обожает Леди Удача. Везучий дьявол! Ты выкрутишься. И держи меня в курсе. Буду ждать. Тарталья с присвистом вдохнул воздух, покачал головой. Прости, Тревор. Похоже, в ближайшие дни буду загружен по горло. Не представляю, когда выпадет минутка заскочить к тебе. — Сукин ты, сын! Прищурив глаза, Кларк криво усмехнулся. — Я в таком состоянии? А ты сидишь тут и дергаешь меня. Я-то думал, тебя интересую я, а не только это дерьмовое расследование. Ладно, проваливай. И не являйся, пока не двинешь это дело вперед. А не двинешь... Тогда я велю с Алиэн прикатить меня в этой самой кровати прямиком в Барнс. Разнесу всю вашу шайку бездельников. Прольется кровь. Предупреждаю. Глава двадцать седьмая. Тарталья сидел в комнате для допросов в полицейском участке Паддингтон-Грин. Стол перед ним был заставлен чашками с остатками остывшего кофе. Диктофон и камера крутились уже почти два часа. — Опять выстрел в холостую, — подумал Тарталья. Вечер оказался долгим и обескураживающе бессмысленным. Еще подспудно давило знание, что в соседней комнате за ним наблюдают по видео Стилл с Кеннеди, а с ними и Дэйв Уайтмен. Шона Эшера арестовали по подозрению в убийстве, но никакие их обычные приемы на парня не действовали. Непробиваемый какой-то. Похоже, Эшер вполне смирился с тем, что застрянет тут на всю ночь. Какие бы доводы Тарталья и Миндередес не приводили, он наотрез отказывался признаваться, что убил Келли Гудхарт. Говорил, что он тихо, но твердо и четко, и голоса ни разу не повысил. Даже вежливо попросил своего адвоката замолчать, когда та попробовала было в какой-то момент вмешаться. Держался Эшер странно невозмутимо и вполне контролировал себя. Точно все происходящее было ему безразлично. Он повторял, что невиновен, и потому никакие защитники ему не требуются. Вел он себя со смирением мученика. В комнате было жарко, душно, у Тарталья рубашка под курткой липла к коже, а воротничок неприятно сдавил шею. Интересно, долго ли еще продержится Эшер? Тот никаких признаков нетерпения не выказывал. Сидел на стуле, выпрямившись, спокойно, не ерзая. А одет он был как студент, драные выцветшие джинсы, кроссовки и черная майка с короткими рукавами, обнажавшими мускулистые руки. Судя по запаху, доносившемуся из угла, где сидел Эшер, мытьем тот себя не утруждал уже дней десять. Было ему чуть за тридцать. Высокий, хорошо сложенный молодой мужчина с торчащим ежиком каштановых волос, постриженных очень коротко. Кроме длинных волос, внешность его вполне отвечала описанию мужчины, которого видели с Джемой Крамер. Однако в круглом лице проглядывало нечто мягкое, почти девичье, совсем не соответствующее его спортивному сложению. А ногти на пальцах, пожелтевших от никотина, были обгрызены до мяса, верный признак нервного, саморазрушительного характера. Совсем не таким рисовался Тарталья Том. Отпечатки пальцев Эшера выскочили при проверке по национальной базе данных, потому что его арестовывали несколько лет назад за мелкое нарушение общественного порядка во время демонстрации против войны в Ираке. Больше в компьютере на него данных не было, что тоже едва ли типично для досье серийного убийцы. Тут какая-то ошибка. Не похож Том на человека, который станет растрачивать время на борьбу за идеалы. Ну не мог Тарталья представить себе его размахивающим флагом ради кого-то, кроме себя самого. А если вдруг и стал, то не такой он дурак, чтобы позволить арестовать себя за такой пустяк. Перед началом допроса Стил показала Тарталье последний мейл от Тома. Держала она себя вполне деловито и невозмутимо, но за внешним спокойствием он разглядел. Письмо больно ее задело. Когда Тарталья внимательно прочел текст электронного сообщения, его опять одолели сомнения. Ему никак не удавалось соотнести энергичные, грамотные фразы со слабовольным лицом сидящего перед ним парня. Адвокат Эшера, женщина лет пятидесяти, с усталым лицом и копной ржеватых волос, уже щедро тронутых сединой, Хэрри Туилсон, обмахиваясь блокнотом, молча сидел рядом с Эшером, устремив взгляд в дальний угол комнаты, пока Шон в десятый раз отвечал на одни и те же вопросы. Да, он встретился на Хаммерсмитском мосту с Келли Гудхард. Да, они договаривались о самоубийстве и решили вместе спрыгнуть с моста. Нет, он не делал никаких попыток убить ее, наоборот. Это Гудхард пыталась утащить его за собой. Свидетельница или лжет, или слепая. Единственное, на что Эшер не пожелал ответить, какова была причина его несостоявшегося самоубийства. Ты что, на самом деле рассчитываешь, будто я поверю, что она пыталась утащить тебя за собой? Бредятина! Высказался Мендередос, возводя глаза к потолку и мотая головой, словно не в силах переварить наглое вранье. Да почему? Пожал плечами Эшер. Она была в самом подходящем состоянии, уверяю вас. Никак не желала топиться в одиночку. Голос у него был на удивление писклявым для такого высокого мужчины, гнусавым и пронзительным. И говорил Эшер с легким северным акцентом. Согласно вашим же словам, вы допустили, чтобы она прыгнула с моста. А как я мог помешать? Я же говорил, когда я пришел на мост, то струсил. Понял, что на такое ни за что не решусь. Ну да, вы сказали, что передумали, вмешался Тарталья, но толком так и не объяснили, почему. Шон Эшер вздернул редкие брови. Че тут объяснять? Говорю же, кишка оказалась тонка. И потом я ведь контракта с ней не подписывал. Поздний вечер на мосту в сорок футов вышиной насквозь продувает, обжигая студеный ветер. Рядом совершенно посторонняя женщина. Тарталья даже посочувствовал Шону. Тут Марк вспомнил, что Том хитрый и расчетливый убийца. Только такая история и покажется логичной и правдивой, если врешь. Единственный иной вариант — подлинная невиновность. Мендередос тоже обильно потел, темные волосы прилипли к голове. Вид у него из-за странных желто-зеленых глаз и жгуча черных бровей был самый устрашающий. Перегнувшись через стол, он приблизил к допрашиваемому лицу. — Ну-ка, Том, давай смени музыку. Это звучит уж больно фальшиво. — А почему вы все время называете меня Том? Моим Мишон. — Эх, какой же я болван, опять перепутал. — А ей ты наврал, что тебя Крис зовут, верно? — Ну да, я же объяснил, почему. — Ага, не хотел, чтобы она знала, кто ты на самом деле. — На случай, если она какая ненормальная. — Правильно. — А псих-то на самом деле ты? Лицо Эшера затвердело. — Если я хотел покончить с собой, это мое личное дело. И больше ничьё. И это вовсе не делает меня психом. — Делает, если ты пытаешься вовлечь в самоубийство другого человека. — Не старался я её вовлечь, как вы выражаетесь. — Она по собственной доброй воле. Ничего тут нет противозаконного. — Или большой брат влез уже и в эту маленькую лазейку, оставленную законом? — На хрен всякую добрую волю делает только то, что тебе приказывает. Так что ли? — А по-твоему, это лазейка — подстрекать людей, покончить жизнь самоубийством у тебя на глазах. Самому сталкивать их с верхотуры, когда они уже не желают умирать. По нашим меркам это убийство. Эшер медленно покачал головой, словно изумляясь абсурдности обвинения. — Не сталкивал я её. И мне ни к чему было её уговаривать. Она сама захотела. — Сколько ещё раз повторять? — Столько, — грохнув по столу кулаком, вскочил Мендередос. — Сколько потребуется, чтобы ты выложил нам правду, приятель? — Сдаюсь. — Вы, оказывается, ещё хуже, чем вас по ящику показывают. Эшер скрестил на груди руки, плотно сжал губы, показывая всем своим видом, что больше говорить не собирается. Он здорово ошибался, если и правда думал, что ему позволят отмалчиваться. — Меня уже тошнит от твоих грёбанных росказней. Отвернувшись от Эшера, Мендередос размашисто прошагал к зарешеченному оконцу в углу и сделал вид, что обозревает улицу. Эффектный получился ход, если только не знать, что обозревать за окном, кроме стоянки, решительно нечего. До сих пор Тарталья держался в тени, предоставляя вести допрос Мендередосу. Тот был великолепным детективом и обычно превосходно справлялся на допросах. У него получалось раздразнить допрашиваемых до состояния, когда те вываливают правду просто из чистой досады. Но Эшер никак не поддавался. — Наступила пора пустить вход приёма потоньше. — Ладно, Шон. — Давай скажем так. Мы пока что тебе верим. Мы читали вашу переписку. Почему Келли так тебя опасалась? Чего боялась? — Я же говорил вам, считала бы ты я кто-то другой, — сдал Эшер. — Кто же? — Откуда мне-то знать? Но ведь ты, когда разговаривал с ней по телефону, как-то убедил её, что ты не другой. Иначе она бы ни за что не согласилась с тобой встретиться? — Не помню уж. — Раз не помнишь, то ситуация складывается не в твою пользу. Пока не убедишь и нас, что ты не другой, остаёшься главным обвиняемым в убийстве. — Минуточку, — взвелась адвокатеса. Мы ходим по кругу. У вас даже трупа нет. — Остыньте, — попросил Тарталья. — Вы цепляетесь к мелочам. Не считаете же вы, что Келли Гудхард выжила? Уилсон смотрела на него пустыми глазами. — Это всего лишь вопрос времени. Труп обязательно обнаружат, — заверил её Марк. — Хорошо, инспектор, — вздохнула Уилсон. — Предположим, что труп есть. — Но даже в самых буйных мечтах вы не сумеете предъявить в этом деле обвинение в убийстве. — Почему вы так думаете? Свидетельница видела, как Эшер боролся с миссис Гудхард. Ей показалось, что мужчина пытается столкнуть женщину в воду. — Инспектор, поверьте, я не из тех, кто учит свою бабушку, с какого конца разбивать яйца. Но вы же сами понимаете, между тем, что кому-то показалось, и тем, что происходило на самом деле, огромная разница. — Всё это подозрения и только. Но подозрения при данных обстоятельствах вполне обоснованные. — Как мне представляется, — покачала головой Уилсон, — обстоятельства эти такого рода, что их толкование допускает по меньшей мере два варианта. Подавив вздох, Тарталья задумался. — Уилсон права, конечно. А если вы будете продолжать упорствовать и проталкивать вашу нелепицу с убийством, не имея на руках ни одной улики, я дам ему совет хранить молчание. Тарталья смотрел, не отрывая глаз на Шона, а тот уставился в стол перед собой с отрешенным лицом, словно разговор никак его не касался. — Шон, помоги мне, а я помогу тебе. Тарталья выждал с минуту, изучая лицо Эшера, не лицо, а пустынная луна, и гадая, что происходит у того в голове. — Мы разыскиваем человека, который до тебя общался с Келли Гудхарт и намеревался с удовольствием понаблюдать, как женщина умирает. Такие вот у него больные фантазии, но их исполнение он обычно не пускает на самотек. — Если бы случилось, что Келли в последний момент испугалась, как произошло по твоему утверждению с тобой, он бы уж подсуетился, чтобы она все равно погибла. Хотелось ей того или уж нет? Лицо Эшера не дрогнуло, и Марк вновь заговорил. — Как бы ты себя чувствовал, если бы кто-то силой вынуждал тебя покончить жизнь самоубийством? — Не потому, что человеку потребовалась компания в последнюю минуту его жизни, как Келли, а потому, что он извращенец, полоумный. У него снесло крышу, и он получает удовольствие от вида смерти. Этот подонок — псих. Он балдеет от наслаждения, наблюдая, как умирают ни в чем неповинные люди. Эшер поднял глаза, выражение их чуть заметно смягчилось. — Если ты другой, как утверждаешь, нам необходимо разыскать его. Все так же пристально следя за Эшером, Тарталья выдержал паузу, пусть сказанное как следует проникнуть в его сознание. Нам известно, что он повинен ни в одной смерти. — Если миссис Гудхарт, зрелая женщина, вполне отдавала себе отчет, на что идет, то оправдать смерть беззащитных девочек, у которых подростковая депрессия, прекратилась бы через месяц-другой, ничем невозможно. — Не пытайтесь запутать моего клиента, инспектор, — вмешалась Уилсон. — Мы здесь для разговора только об одном — о происшествии на Хаммерсмитском мосту. — Это тот самый убийца, про которого в газетах писали? — озадаченно спросил Эшер, не обращая внимания на своего адвоката. — Мы думаем, да, — кивнул Тарталья. — Пожалуйста, постарайся, вспомни, что говорила тебе Келли. — Это крайне важно. Эшер потер подбородок. На секунду Тарталье показалось, вот сейчас он выдаст что-то очень важное, но Эшер только покачал головой. — Простите, ничего не помню. Тарталья вздохнул. Он не поверил. — Ладно, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Опрос приостанавливается до десяти часов пятидесяти минут, — сообщил он для записи. Марк хотел дать Эшеру время серьезно поразмышлять, потому что заметил в глазах допрашиваемого легкое колебание, ослабление упорства, словно смог, наконец, достучаться до Шона, вызвать в нем сочувствие к жертвам. А еще, если честно, ему давно хотелось в туалет глотнуть свежего воздуха и выпить кофе, чтобы продержаться до конца рабочего дня. А если повезет, то удастся еще выскочить через черный ход и быстренько выкурить сигаретку, пока Стил не застукала. — Итак, пока у нас на Эшера ничего нет, — заключил и чуть ли не обвинил Стил, переводя взгляд с Тарталья на Мендередеса и обратно. — Ну, чтобы задержать, точно ничего, — пожал плечами Мендередес. — Если только не нароем какого лакомого компромата при обыске его квартиры. Они сидели в другой допросной, дальше по коридору. Стил, Тарталья, Уайтман и Мендередес расселись за небольшим столом, на котором стояли чашки с кофе и полупустая тарелка с зачерствевшими сэндвичами из столовой. Кеннеди с непроницаемым лицом привалился к стене, сунул руки в карманы, как бы желая обособиться от процесса обсуждения. В этой комнате тоже было душно и жарко, к тому же висел густой, застоявшийся запах пота и страха. А от Ника Мендередеса, когда он наклонялся за чашкой или сэндвичем, веяло еще и ароматом лосьона для бритья. От такого амбре у кого хочешь голова разболится. Тарталья все так же умирал от желания курить и гадал, сколько еще Стил их тут продержит, бессмысленно гоняя разговор по кругу. Да и Кэшеру пора бы уже вернуться. Тарталья не сомневался, тому есть что сказать. Марка удивляла молчание Кеннеди. Обычно тот незамедлительно встревал со своим мнением, а сейчас его будто и в комнате нет. То ли он специально старается не вмешиваться, что на него мало похоже, то ли запутался и не желает в этом признаться. Стил повернулась к Тарталье. Марк? Тарталья уже пришел к выводу, что Эшер не том, но сообщать сейчас об этом нет смысла. Интуицию в этой комнате никто не оценит, и Марк отчетливо представил, как Стил говорит, «Дайте мне факты, а не чувства». Для этой дамы существовало только черное и белое. Я согласен с Ником. Тарталья попытался сосредоточиться на конкретных вещах, какие можно объяснить немудрящими простыми словами. Все мы читали их почту. Келли Гудхард действительно хотела умереть. Эшер случайно подвернулся ей. Для компании, по его словам. Мы вряд ли докажем их вину. Свидетельница, наблюдавшая их борьбу, находилась от них довольно далеко. Ей показалось, что она видит, как он сталкивает Келли Гудхард с моста, но стопроцентной уверенности у нее нет. Ее показания рассыпятся на перекрестном допросе, даже если дойдет до суда, что очень маловероятно. Является ли Эшер на самом деле Томом или нет, неизвестно. Но если он твердо будет держаться своей версией, то он благополучно улизнет. Дэйв, а у тебя есть что добавить? Уайтман покачал головой. Все уже было сказано. А у тебя, Патрик? Оглянулась Стил через плечо на Кеннеди. Что думаешь ты? Кеннеди нахмурился, закусил губу, пригладил густые волосы, словно сосредоточенно обдумывал вопрос. Да, весьма замысловатый случай, медленно начал он. Я внимательно наблюдал за Эшером. Мне показалось, он не тот человек, на которого подействует давление. Тактика выворачивания рук лишь заставит его тверже держаться версии о невиновности. А истолковать это можно двумя способами. Либо он крепкий орешек и сообразил, что если не отступать от своих показаний, то у полиции на него ничего нет, либо, что вполне возможно, он все-таки говорит правду. Кеннеди сообщал очевидное, но преподносил это как гениальное открытие. И все-таки твое мнение, он тот, кого мы ищем? Настаивала Стил, глядя на Кеннеди, словно надеясь, что он развеет все сомнения. И опять Кеннеди погрузился на минуту в раздумье, потом задумчиво покачал головой. Невозможно пока сказать с уверенностью. — Да и вопрос этот чисто теоретический. Вы ведь не можете его арестовать. Вздохнув, Стил сцепила пальцы и вытянула перед собой руки, словно пыталась снять напряжение. — Но и отпустить пока не можем. Он все, что у нас есть. Если не желает говорить, придется сделать обыск в квартире. Может, там повезет. Ник, сумеешь организовать? Мендередос уже приготовился отвечать, но тут раздался стук в дверь, и в комнату заглянула Хэрри Туилсон, поймала взгляд Тартальи, — Инспектор, мистер Эшер желает с вами поговорить. Конфиденциально, не для протокола. — Ничего себе, вскинуло Стил. Он что, воображает, что у нас тут бесплатная юридическая консультация? Уилсон пожал плечами, — Не стреляйте в курьера. Я даже не знаю, о чем он собирается сказать, но он предупредил, что говорить будет только с инспектором, наедине. — Со мной? — переспросил Тарталья. — Да, — подтвердила адвокат. — Не желает даже, чтобы я присутствовала. — Думаю, он на самом деле хочет помочь вам, — добавила она, видя, что Стил неодобрительно качает головой. — Примите для разнообразия его невиновность как данность. Почему бы не попытаться найти к нему подход? — С какой стати? — бесцветно поинтересовалась Стил. — Эшер задержан по подозрению в убийстве, а он нами пытается манипулировать. — Я знаю, это не мое дело, — сказала Уилсон. — Но время уходит, и вам прекрасно известно, держать его дольше у вас нет никаких оснований. — Мы еще не произвели обыск в его квартире. — Но если он не виновен, — как утверждает, — а вы ничего там не найдете, — вряд ли после обыску он пожелает с вами разговаривать. Уилсон оглядела внимательные лица. — Послушайте, что вы теряете? — Разговор отнимет у инспектора всего несколько минут. — Если ничего не узнаете, то всегда сможете вернуться к плану А, разумеется, если он у вас есть. После небольшого торга пришли к компромиссу, никаких диктофона и видео. Тарталье, сидевшему в одиночестве напротив Эшера, разрешается делать записи. Если в конце концов окажется, что чутье все-таки подвело его, и Эшер на самом деле том, то игра страннее не придумаешь. Тарталье прихватил для Эшера сэндвич и чашку кофе, но и то, и другое осталось на столе нетронутым. Мы говорили с ней по телефону пару раз. Тихо начал Эшер. Сначала она держалась с опаской и все старалась подловить меня на вранье. Я стал уже думать, а стоит ли с ней связываться, но потихоньку Келли чуток успокоилась. Почему, как думаешь? Эшер с минуту помедлил, стараясь вспомнить. Ага, вот, сказала, что говорю я по-другому. В каком смысле? Не знаю, может, интонации другие. Как я понял, тот другой парень говорил гладко и красиво, вроде дикторов, что читают новости по телеку. Сначала-то ей показалось, будто я специально говорю с акцентом. А ты убедил ее, что нет? Не сразу. Она все расспрашивала меня, откуда я, всякое такое про семью, про школу, точно на работу нанимала и проводила собеседование. Пришлось даже признаться, что на самом деле меня зовут не Крис, это ее опять отпугнуло. А потом она позвонила и давай снова вопросы задавать. А про себя что рассказывала? Сказала, что юрист. И я совсем не удивился, он с вопросами-то как приставала. Я, по правде, даже разозлился. Но когда она сказала, что муж у нее погиб в цунами, мне ее жалко стало. А потом она рассказала про того другого парня. И я понял, почему она так проверяла меня. И все это по телефону? Эшер кивнул. Для человека, который так осмотрительно вел себя вначале, она что-то очень легко дала себя убедить. Как по-твоему? Откуда ей было знать, что ты все же не тот, другой? Но тропот сказала, думаю, слишком поспешно ответил Эшер. Человек просто решает, что верит другому, и все дела. Пристальный взгляд Тартальи заставил Эшера отвести глаза. Есть ведь еще что-то, так, мистер Эшер? Эшер помолчал с минуту. Ладно, есть. Не хотел я говорить. Он поднял глаза на Тарталью. У вас есть закурить? Наплевав на табличку не курить, Тарталья протянул ему сигарету и затянулся сам. Первую затяжку Эшер сделал, будто последнюю в жизни, и так порывисто откинулся на стуле, что тот крякнул. Наверное, вам лучше узнать. Он тяжело вздохнул. Она ни за что не желала встречаться со мной. Пока я не открыл, почему, хочу порешить себя. И опять Эшер умолк, словно на душе у него лежал тяжкий груз. Лицо у него расслабилось, рот приоткрылся, глаза стали пустыми. Мыслями он был где-то далеко. Ну и вывел его из транса Тарталья. Эшер вскинул глаза. До недавних пор я работал учителем физкультуры. Последнее место работы — шикарная школа для девочек в Суре. Он приостановился, жадно заглатывая дым. Я совершил идиотскую ошибку. Влюбился в девочку, свою ученицу. Нет, нет, никакой грязи, поспешно добавил он, уловив изменения в лице Тарталья. Ничего такого, инспектор, я не педофил. Честно, нет. Так, поцелуйчики, да пообнимались немножко и все. Все так говорят. Понимаю, о чем вы думаете, но правда, вы ошибаетесь. Они все ошибались. Ее зовут Сара, и я любил ее, понимаете, по-настоящему. Хотел жениться, когда она станет совершеннолетней. Ей было пятнадцать, но можно было принять за двадцатипятилетнюю. Красивая девочка и умница. Она была куда мудрее меня, уверяю вас. Эшер снова глубоко затянулся сигаретой и выпустил несколько колец дыма, которые одно за другим медленно поднимались к потолку. Короче, прознали ее родители. Ринулись к чертовой директрисе, и меня выкинули из школы. Ведь несправедливо, верно? Что, что тебя выкинули? Нет, это-то пускай, подумаешь, велика печаль. Несправедливо, что человек не может выбирать, кого ему любить. Тарталья увидел боль в глазах Эшера и согласно кивнул. Эшер, конечно же, прав. Погоня за любовью начисто лишь и на логике. Любовь — чувство, управлять которым невозможно, как ты не старайся. Это сумасшествие, взлеты до небес, падение в бездну. Тарталья припомнил свои идиотские ошибки и промахи, пущенные в распыл силы и время, ярко вспыхивавшие надежды, а следом глубокое разочарование, когда понимал, что гонялся он за миражами. Но безысходного отчаяния Тарталья никогда не испытывал. Его не покидала надежда, что жизнь — отличная штука, и, несмотря ни на что, все будет хорошо. Может, он никогда не бросался в чувства, очертя голову, не позволял себе дойти до края. Скорее всего, он просто не относится к страстным натурам. Но посочувствовать Шону, проникнуться его болью он мог. — Ты из-за нее хотел покончить жизнь самоубийством? — уточнил Тарталья. Эшер кивнул, яростно обкусывая кожу вокруг ногтя. Палец уже кровоточил, но Шон, похоже, не замечал. Родители забрали ее из школы и отослали на лето за границу. Девочка быстро оправилась от разлуки, а я — нет. И мучаюсь до сих пор, помолчав, добавил Эшер. — Нам требуется проверить твои слова, ты же понимаешь. — Да, пожалуйста, — пожал плечами Эшер, — больше мне нечего скрывать. Я думал, она по-прежнему любит меня и ждет не дождется, когда мы сможем быть вместе, а потом... Потом... Эшер вздохнул, она написала мне. Написала ужасное письмо. Точно писал другой человек, не она. Кто-то, кого я не знаю. Может, это мать заставила Сару написать, но подписалась-то она сама и почерк ее. Письмо меня доконало, честно. Когда Келли попросила привести доказательство, почему именно я хочу покончить с собой, проверяла, правду ли я ей говорю, я отослал ей это письмо. И она поняла и поверила. Никакого письма при обыске в ее квартире мы не нашли. Она переслала его мне обратно. Оно до сих пор у меня лежит. Могу вам показать, если желаете. Да, пожалуйста. Почему ты не рассказал обо всем прежде? Никто из вас не слушал меня. Слишком вы были заняты, стараясь вынудить меня признаться в том, чего я не совершал. Я и подумал, вы не поймете про Сару. Станете осуждать меня, обзывать чертовым педофилом, еще и в тюрягу упрячете. И вообще это личное, касается только меня и никого больше. Возможно, Эшер был прав насчет их реакции. Тарталья почувствовал уважение к этому человеку. И облегчение, что интуиция его не подвела. Шон точно не Том. Итак, вновь возвращаясь к Элли Гудхарт. Тебе, наконец, удалось убедить ее, что ты искренен? Эшер кивнул. А не припоминаешь, может, она еще что-то говорила о мужчине, который раньше контактировал с ней? Знаю только, что лично Кэлли с ним не встречалась. Говорила, что она считала, ему можно доверять, а оказалось, ошиблась. Он подвел ее. Она сказала в точности такими словами? Может, и не в точности, но смысл такой. Мы договорились о личной встрече. Кэлли сказала, что хочет увидеть меня. Последнее испытание, какое она мне устроила. Мы встретились в кафе неподалеку от Нортен Роуд. Я даже паспорт ей показал, чтобы убедить ее я тот, за кого себя выдаю. Она сказала, что тот другой парень бесил ее. Он будто играл с ней, подстрекал, сбивал с толку. А я веду себя совсем по-другому. Она видит. Похоже, что этот Том пытался подобраться к Кэлли Гудхарт, думал Тартарья. А она не описывала тебе, как именно он подстрекал ее? Нет. Можешь еще что-нибудь вспомнить про него? Нет, простите. Что еще она тебе говорила? Говорила, что родилась в католической семье и получила соответствующее воспитание. Спрашивала, религиозен ли я, когда я ответил, что нет, и что в церковь с детства не ходил. Ей даже будто легче стало. Сказала, что религия — это прикрытие для разных злых дел. Что люди используют ее, чтобы добиться того, чего им хочется. Это она сказала сразу после нашего разговора о том парне. Но связано это как-то с ним или нет, не знаю. Это все? Эшер затянулся напоследок сигаретой, сгоревшей почти дотла, и бросил окурок в чашку кофе. Тот зашипел. Я вам все рассказал, клянусь. Келли была такой умной и рассудительной инспектор. Такая милая и симпатичная леди. Мне ужасно жалко, что она умерла. Ей и богу жалко. Почему же ты не постарался отговорить ее? Потому что я ее понимал. Я знал, что она чувствует, что переживает. Она хотела покончить с жизнью, которая причиняла ей боль. И я уважал это желание. Я видел, что свет для нее погас. Я себя так же тогда чувствовал. У нее просто оказалось куда больше храбрости, чем у меня. Им еще предстояло сделать обыск в квартире Эшера, так, для страховки. Но Тарталья был убежден, это бесполезные хлопоты. И теперь он знал, что бы там ни думали, Стилл с Кеннеди. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Дэйв Уайтман притормозил на дороге чуть дальше от дома в Уэст-Хемпстеде, адрес которого ему дал Тарталья, и заглушил мотор. Шона Эшера они отпустили перед полуночью. И Уайтман быстро домчался сюда из участка, чтобы ждать на готове возвращения Стилл. Тарталья велел, если с ней будет Кеннеди, следить и делать заметки. Если же нет, то Дэйв может ехать домой. Когда Марк объяснил ему ситуацию и пересказал мнение Кларка, Уайтман даже обрадовался, что ему доверили такое задание, и охотно согласился поучаствовать. Если так желает шеф, он выполнит, без вопросов. И Кларка, и Тарталью он уважал. А Кеннеди не питал никаких симпатий. Слишком он что-то обожал себя, не переставал собой любоваться. К тому же проскальзывало в нем нечто странное, неприятное. Хотя что именно, внятно объяснить Дэйв не мог. Поэтому, когда он узнал, что Кеннеди, оказывается, подглядывает за Стилл, он не сильно удивился. По мнению Дэйва, все извращенцы заслуживают публичного разоблачения. Пусть Стилл побесится, когда узнает правду, а то она просто слепнет, чуть дело коснется Кеннеди. Короче, раз творится что-то странное, надо это вытащить на свет божий. Уайтман взглянул на часы уже далеко за полночь. К счастью, дома его никто не ждет, только мамочка, а она уже давно привыкла к его внезапным уходам и приходам, и наверняка давно уже спит. Минут десять Дэйв слушал радио, но тут на дороге показалась машина Стилл, и он его выключил. Пригнулся, когда Стилл проезжала мимо. Стилл была одна. Он проследил, как она остановилась, вышла из машины, подошла к двери и вошла в дом. Тарталья из Паддингтон-Грин уехал раньше всех, и уже через десять минут был дома. Его чуть ли не трясло от возбуждения, голова пухла от мыслей, хотя завтра предстояло рано встать, нечего было и пытаться, скоро заснуть. Марк включил проигрыватель, даже не потрудившись взглянуть, что там за диск, откупорил бутылочку итальянского белого гави, мерзнувшего в холодильнике, и налил себе большой бокал. На вкус вино оказалось чуть рисковатым, но ему было все равно. Марк расхаживал по комнате в расстегнутой рубашке с бокалом в руке, вспоминая подробности разговора с Шоном Эшером. Что-то в его словах насторожило инспектора, но сейчас он как ни старался, не мог вспомнить, что именно. Он прокручивал разговор в уме, представлял себе Эшера, сидящего напротив, сменяющий друг друга выражение лица, его реакции, но нет, не вытанцовывалось. По опыту Тарталья знал, специально точно не получится, он вспомнит потом, случайно, если вообще когда-нибудь вспомнит. На автоответчике его ожидало всего одно сообщение от Николетты, она опять настойчиво напоминала ему о воскресном обеде. Теперь Марк уже не сомневался, сестренка точно плетет новый заговор. Раздраженный ее настырности, он стер сообщение. Зашел в ванную, включил душ и разделся. Тарталья выкрутил кран до упора, доведя напор воды до максимума, прибавил температуру, вода стала горячей, едва можно терпеть. Кабинка моментально наполнилась паром, и он, несколько раз глубоко вздохнув, прикрыл глаза, стараясь привести мысли в порядок. Думая о втором мэйле, полученном стил сегодня, он гадал, какие же чувства она испытывает, возвращаясь в одиночестве ночью домой. Он, конечно, не верил, что ей безразлична ситуация, что она не нервничает, но какой толк предлагать помощь, если ее не просит? Тарталья протянул руку к полочке за шампунем, выдавил чуть ли не полфлакона себе на макушку, да чего ж, приятные ощущения. Намыливая голову, Марк с удовольствием отметил, что с возрастом его густые волосы ничуть не поредели, в отличие от его зятя Джона, мужа Николетте, который за последние пять лет потерял почти всю шевелюру. Когда Тарталья вышел из кабинки и стал растираться большим полотенцем, то услышал, в гостиной звонит мобильный телефон. Он взял трубку, лишь на секунду опередив автоответчик, и услышал голос Уайтмена, «Я сделал все, как вы просили, сэр». Стил вернулась одна и вошла в дом. Я выждал еще немного, и минут через десять показался Кеннеди. Он поболтался немного на улице, а потом обошел дом, точно как вы и описывали. Свет у нее был еще включен, и Кеннеди отсутствовал добрых четверть часа. Потом, наконец, показался и уехал на своей машине. — Ты все записал? — Да, и точное время указал. Я уехал не сразу, чтобы удостовериться, что Кеннеди больше не вернется. Он не появился, а я подумал, что, пожалуй, стоит взглянуть, что и как позади дома. На полпути у боковой тропинки есть калитка. Замок на ней сломан, так что войти может кто угодно. Ванная, комната и кухня в глубине дома, сзади. Свет стил оставил оголеть во всех комнатах. В ванной шторы опущены, а вот кухня отлично просматривается. А спальня? Шторы задернуты, но между ними щель. И я видел стил очень даже хорошо. Она лежала в постели. Думаю, у нее был включен телек, я слышал шум в глубине комнаты. Кеннеди, скорее всего, там и стоял, подсматривал за ней. Молодец, хорошо поработал. У меня предчувствие, что он опять явится туда. Не сможет устоять. Что вы намерены предпринять, сэр? Я хочу, чтобы ты проследил за домом стил и завтра. Думаю, тебе нужно захватить с собой еще кого-нибудь. Если Кеннеди снова появится, то позвонишь мне, и мы арестуем его на месте, прихватим тепленьким. Мешкать дольше нет никакого смысла. Это точно! Чертов извращенец! Глава двадцать восьмая Том отодвинул остатки копченого цыпленка и салата из авокадо и отклебнул вина, наблюдая хвост обеденной очереди со своего места в дальнем углу бара. Большинство мужчин в дешевых костюмах, с кричащими галстуками, на волосах почти у всех галлоны геля, женщины, примастившиеся на высоких табуретах, выглядели еще нелепее. Короткие юбчонки туго облегают толстые бедра, вызывающие торчат груди, каблуки туфель до того высоченные, что бедняги едва могут ходить. Лица размалеваны. На всех оршинными буквами красуется «Трахни меня». Все было так омерзительно, очевидно, так фальшиво и непристойно. Но мужчины, как всегда, попадались на эти дешевые уловки, будто глупые игривые щенки. Алчно заглатывали каждый смешок, каждый ненароком брошенный взгляд, рассчитанный взмах крашенных волос. При нормальных обстоятельствах Том давно бы ушел. Но сегодня, скользнув взглядом по очереди, он погрузился в свои мысли. Лихорадочное возбуждение отпустило его, и он чувствовал себя спокойным и удовлетворенным. Да, он наглупил с Иоландой. Но все могло обернуться гораздо паршивее, позволил он маленькой сучке остаться в живых и плести сказки. Допустить, чтобы скользнула хоть одна, никак нельзя. Так что нечего теперь заниматься самобичеванием, а впредь следует поостеречься. Не идти на такой риск, не действовать на обум. Том почти всю ночь он маялся бессонницей. Посмотрел кусок военного фильма по телевизору, а когда фильм закончился, врубил музыку и слушал, пока хренов риэлтор и его сосед не принеса клашматить в стенку и орать. Тому пришлось приглушить музыку. Сегодня Том чувствовал себя уставшим, но теперь он, наконец, принял решение. Наступила пора временно покинуть Лондон. Взять длительный отпуск, пока все не уляжется. Есть в мире места, где жизнь дешевая, никто не замечает, когда ты приехал, и никому неинтересно, почему вдруг исчез. Разнообразие придает пряность жизни, как изрекла какая-то знаменитость. Назрела пора перемен. Многие в это время берут отпуска, почему бы и ему не поступить так же. У него в банке лежит кругленькая сумма, так что он может себе позволить. Лондон припрячет в безопасное местечко свои маленькие сокровища и сорвется в жарко-экзотичное местечко. Недурно будет поваляться на пляже, выпить бокальчик другой Маргариты, позагорать где-нибудь, где полно туристов и путешествующих автостопом. Они постоянно приезжают и уезжают, где много доступных женщин, жаждущих дешевых романчиков и перепиха на скорую руку. А полицейские всего лишь тупые любители. При одной мысли о подобном рае в крови у Тома вспыхнул прежний азарт. Это станет началом новой жизни. И сам он испытает обновление. Он исчезнет, будто волшебник в облаке дыма. И пусть лондонская полиция гоняется себе за собственной задницей. Больше им нечего будет ловить. У него потеплело на сердце от таких мечтаний. Теперь, когда он принял решение, нечего тянуть. Ни к чему торчать в Лондоне. А когда он уедет, пусть его бабка гремит костями в старом доме, сколько влезет. Плевать ему с высокой горки на все, что она думает, по делам ей. В последнее время бабка почему-то стала появляться все чаще. Вчера вечером, когда Том зашел спрятать волосы и уоланды в одной из миниатюрных чайниц, бабка материализовалась на площадке первого этажа, бросая на него злобные взгляды через перила. Как будто подвергала сомнению его право находиться здесь. А у него есть все права, и пошла-ка она нахрен. Дом теперь мой! Заорал он ей. И больше не принадлежит тебе. Но бабка, как обычно, пропустила его вопли мимо ушей. Была она в своем любимом платье шелковом, темно-синим, с кремовым узором. Она его всегда надевала, когда ее подруги заявлялись к ней играть в бридж. На ее щеках Том разглядел ярко рдеющие пятна румян, на сморщенных губах халую помаду, и даже внизу в холле уловил приторный запах ее духов. Бабка казалась такой материальной. Не как раньше. Его так и подмывало броситься наверх и дотронуться до нее. Вот напугалась бы старая кошелка. Нагнал бы он на нее страху. Не успел Том двинуться с места, как фигура бабки растаяла, словно дым на ветру, будто ее там и не было. Хорошую встряску получит эта сука, когда поймет, что он смылся. Том решил сегодня же заглянуть в интернет насчет билета, упаковаться в минутное дело, но сначала требуется разобраться кое с какими практическими проблемами. Он достал из кармана ручку и набросал короткий список на бумажной салфетке. Среди прочих скучных будничных дел значилось одно самое важное, которое требовало завершения. Если бы все было нормально, он бы и утруждаться не стал. Да и риск велик. А какого черта? Записав этот пункт, Том подчеркнул его и украсил большим знаком вопроса, хотя знал, сделать это надо обязательно. Он обдумывал план последние несколько дней. Выполнить все будет так просто, совсем просто, все равно, что отнять конфетку у ребенка. Это будет как поклон под занавес. Его лебединая песня очень эффектно получится, уходя, оглушительно бабахнуть дверью. Глава двадцать девятая Все сильнее раздражаясь, Тарталья расхаживал по пешеходной тропе вдоль Ридженс-канала неподалеку от места, где, как они теперь знали, было совершено нападение на Иоланду Гарсья. Уже пятый час Стил с Кеннеди опаздывают почти на двадцать минут. Стил позвонила и сказала, что они хотят осмотреть место преступления. И ему ничего не оставалось, только дожидаться. Правда, каков смысл их приезда сюда, выше его понимания. Пока что Кеннеди после осмотра мест преступлений мало что толкового сообщил. А Стил лишь зачарованно вторило тому, что вещал он. Вот-вот, стемнеет. И если они в скорости не появятся, разглядеть хоть что-нибудь будет невозможно. Образцы ДНК, обнаруженные на трупе Иоланды, срочно проанализировали. И компьютер выдал два совпадения. Девушку изнасиловали Лио Коннор и Уэн Бернс. Одному было восемнадцать, а другому девятнадцать лет. У обоих досье с простыню, где числились самые разнообразные преступления, в том числе взлом, кражи и насилие. Обоих арестовали и допросили. И после предъявления неопровержимых свидетельств экспертизы оба сдались и запели. Причем каждый сваливал главную вину на другого. В остальном все существенные детали их версии более или менее совпадали. Они рассказали, как одурманенные смесью спиртного и наркотиков наткнулись на Иоланду на пешеходке и дали ей то, чего она, по их мнению, сама искала. Однако оба бурно отрицали, будто причастны к ее смерти. Ладно, хотя бы одна деталь головоломки встала на место. Тарталья с самого начала представлялась психологически неверным, что перед убийством Том изнасиловал Иоланду. Труп был обнаружен всего в полумиле от места, где сейчас стоял Тарталья, но проку от этого столько же, как если бы его нашли в другом городе. В отличие от квартала рядом с маленькой Венецией, с его дорогими особняками, высокими деревьями и роскошными, нарядными, плавучими домиками, этот отрезок канала был сумрачным и заброшенным. Сюда выходили задние стены высоких офисных зданий и обветшавших муниципальных домов. Здешние плавучие домики казались латанами и перелатанами, в иных уже никто не жил. По узким мостикам, пересекавшим канал и пешеходной тропе, срезали себе дорогу, чтобы не крутить в обход велосипедисты, бегуны трусцой и владельцы собак. Хотя еще не стемнело, на пешеходной дорожке уже становилось страшновато. Не всякий набрал с собой храбрости пуститься по ней в путь после наступления темноты. Тарталья вздохнул при мысли о молодой девушке, незнакомой с городом, отправившейся в одиночку по этой дороге домой. Марк собирался уходить, когда заметил стил, а она спешила к нему по дорожке в сгущающихся сумерках. Тарталья пригляделся, вроде бы одна. Извините, опоздала, отрывисто проговорила она. Пробки просто кошмарные, и место для парковки едва нашла. А я думал, доктор Кеннеди почтит на своем присутствии. Тарталье не удалось скрыть сарказма, и решила приехать одна. Коротко сказала Стил, не пускаясь в дальнейшее объяснение о причинах перемены планов. Вы уверены, что на девушку напали именно тут? Уточнила она, оглядывая пешеходную тропу. Так утверждают О'Коннор и Бернс, да. Живут парни поблизости, и, конечно же, отлично знают эту пешеходную дорогу. Стил тяжело вздохнула, видимо, вообразив, что произошло здесь той ночью. Зловещее местечко, верно? Уж точно не то, где я предпочел бы умереть. Вы уверены, что мы не можем посадить эту парочку за убийство? Тарталья покачал головой, срезано прядь волос, в крови Иоланда обнаружен ГГБ, это указывает на Тома. Библиотечные компьютеры, с которых Иоланда посылала мейлы, уже в Ньюлинс парке. Задание срочное, будем надеяться, после проверки выяснится, что девушка общалась с Томом, как и другие жертвы. Стил кивнула, соглашаясь, но мы по-прежнему понятия не имеем, как Том выходил на девушек. Увы, и не знаем, как нашел Иоланду. Не знаем, эхом откликнулся Тарталья. Насильники никого не видели. Правда, учитывая их состояние, они могли не заметить, что за ними кто-то наблюдает издалека. Как думаете, Том здесь ее убил? Вряд ли далеко отсюда, где-то поблизости от Мэйда Вейл. О'Коннор с Бернсом удирали в другую сторону и утверждают, что никого не встретили. Стил проследила за его взглядом, потом, отвернувшись, посмотрела в противоположном направлении. А есть вероятность, что она была убита там, я знаю этот отрезок канала с плавучими домиками, он вряд ли перебил Тарталья ее дальнейшее рассуждение. Эта часть пешеходки заканчивается у туннеля Мэйда. Вон там подальше кивнул он. Чтобы попасть туда, на другой конец, нужно подняться по довольно крутой лестнице и пересечь несколько дорог. Не верится, что Том рискнул бы отправиться с ней так далеко, а вы как считаете? Стил нахмурилась. Она, похоже, была раздражена и ничего не ответила. Пора двигаться, иначе ничего не увидим, нетерпеливо посоветовал Тарталья, отметив, как быстро сгущается темнота. В молчании они зашагали к ленте полицейского ограждения. Стил глубоко задумалась, наверное, и сожалела, что пришла сюда. Тарталья понятия не имела, зачем ей это понадобилось. Искала предлог ненадолго выбраться из кабинета. А как тут очутился Том? Тихо точно про себя спросила она. Абсолютно непонятно. Предыдущие преступления он совершал в местах, где мог контролировать ситуацию. Стил остановилась, сложила руки на груди, внимательно оглядела окрестности. Значит, на Иоланду напали здесь. О'Коннор и Бернс сбежали, бросив ее. Тут возникает Том и убивает девушку. Слишком много совпадений, вам не кажется? Со скептическим видом она повернулась к Тарталье. Я тоже не верю в совпадение. Излишне резко откликнулся тот. Не сомневаюсь, Том не просто случайно прогуливался мимо. Он наверняка знал, где искать девушку. Стил медленно кивнула, чуть прищурилась, разглядывая что-то дальше по каналу. В какой стороне метро? Вон там, Тарталья указал назад. Парни заявили, что девушка шла в том направлении, когда они на нее налетели. Стил задумчиво провела пальцем по губам. Стало быть, шла и Оланда не на свидание с Томом. Она шла домой. Ну да, и мы так думаем. Мы знаем, что из дома хозяев она вышла между семью и восемью часами вечера. Если верить следовательно, времени для свидания с Томом у нее было вполне достаточно. И какова ваша версия? Вопросительно взглянула на него Стил. Тарталья удивился. Она, кажется, действительно желала узнать его мнение. Нам известно, осторожно начал он, что Том всегда очень тщательно выстраивает план убийства. И в выборе жертв нет случайности. Логично предположить, что именно и Оланда была намечена в жертвы. И выбрал ее Том заранее обычным своим способом. И общение с ней шло по тому же сценарию, что и с другими девушками. Стил коротко согласно кивнула. Это представляется вполне логичным. А дальше? Давайте предположим, девушка согласилась встретиться с ним где-то поблизости отсюда. Место встречи скорее всего выбрал он. Квартал этот довольно глухой и риск с его точки зрения невелик. Да, местных жителей тут мало, во всяком случае именно на это он рассчитывал. Свидание было назначено где-то неподалеку от канала, раз девушка решила возвращаться домой этой дорогой. В крови у нее было обнаружено большое количество алкоголя, а потому мы проверяем все близлежащие пабы и бары. Стил помолчала, обдумывая его доводы, и спросила, но почему она отправилась сюда без Тома? Если они встретились, то странно, как это он выпустил ее из виду. Эта деталь озадачивала и тарталью. И тут, пока он смотрел на темно-коричневую грязную воду, его осенило. Он повернулся к Стил, а вдруг Том опоздал на свидание. Или Иоланда по какой-то причине струсила до того, как они встретились, или после. Думаете, вздернула брови Стил, она удрала от него? Это единственно возможное объяснение. Стил смотрела задумчиво, и наш Том наверняка здорово разозлился, продолжила она, и запаниковал, испугался, что его найдут, ведь он оставил след. А значит, ему непременно потребовалось отыскать ее и прикончить. Если девушка сообразила, что он замышляет, и пыталась удрать, то рванула она оттуда в слепой панике, не в состоянии ясно соображать. Вот и вероятное объяснение, почему она бросилась к метро по темной пешеходной тропе. Стил кивнула, будто он озвучил ее мысли, а Тому непременно требовалось найти ее. Он не мог допустить, чтобы девушка сбежала. Каковы бы ни были его мотивы, он сообразил, какой дорогой она побежала и нашел ее, возможно, уже после того, как на нее напали, а может, даже наблюдал, караулил удобный момент. Если Том и видел, как на нее набросились, вряд ли он испытал какие-нибудь чувства, красноречиво вздохнул и стил, для таких людей жалость пустой звук, страдание других всего лишь игра. Тарталья оглянулся на нее с удивлением. По горечи ее тона он догадался, думает она не только об Эоланде, но и о письмах Тома к ней самой, поэтому воспринимает случившееся на канале очень лично, а если так, то с ее стороны приехать сюда и постараться на месте вникнуть в обстоятельства ситуациях необходимо держать дистанцию, иначе подвергнется опасности твоя собственная жизнь. Если стил не проявит осторожности, кончится тем, что ее станут преследовать кошмары. Но вовремя вспомнив об их сложных взаимоотношениях, Тарталья прикусил язык и не стал лезть с советами. Стил повернулась к нему. Так, как вы считаете, где он убил ее? Взгляд Тарталья опять скользнул по ленте воды от темнеющего отверстия входа в туннель Мейда, вряд ли он сумел бы долго тащить ее. Согласно результатам вскрытия, в крови у нее была большая доза ГГБ, а количество воды в легких незначительное. Стало быть, и у Ланда была без сознания или почти без сознания, когда ее сбросили в канал. Я считаю, убита она поблизости от места, где мы стоим. Стил проследила за его взглядом с отрешенным выражением лица, как будто мысленно представляла события той ночи. Да, согласна с вами, тихо проговорила она. Возможно, спланировал Том для нее нечто другое, но у него не оставалось выбора, и ему пришлось импровизировать на ходу. Тарталья согласился. Думаю, все-таки есть шансы и неплохие, что кто-нибудь что-нибудь дозаметил. Если это так, мы обязательно разыщем свидетелей. Так вы говорите, Гарри Энджело в среду не было весь день? Переспросила Донован, стараясь унять возбуждение. Абсолютно точно. Дженни Эванс энергично покивала круглой головкой. Я валялась с гриппом, не то уж давно бы вам позвонила. Донован сидела в маленьком баре в глубине магазинчика органических продуктов, который соседствовал с книжной лавкой Гарри Энджело в Иллинге. Тут восхитительно пахло только что сваренным кофе и свежевыпеченным хлебом. Дженни только что угостила ее большим капучино за счет заведения. Дженни выглядела лет на пятьдесят пять. Пушистые седые волосы, рукава розовой клетчатой рубашки подвернуты, а поверх коричневой твидовой мидии юбки надет ослепительный белый фартук. Туфли на ногах удобные, без каблука. Наблюдать за Дженни было одно удовольствие. Двигалась она спорой и легко. Было в ней что-то от викторианских времен экономки из богатого дома. Донован отхлебнула глоток крепкого с пышной пеной сливок кофе и спросила «А вы уверены? Ну, что его не было именно в ту среду? Когда я заходила сюда раньше, никто ничего вспомнить не мог». Дженни пристроила пухлые белые руки на синевато-серую стойку и искоса глянула на тощую, едва прикрытую одежкой девчонку. Та стояла за прилавком и отпускала покупателю сыр. А откуда же им? Магазин чужой. И мысли у них совсем о другом. В голове только парни да поп-музыка. Одно могу сказать. Очень удобно, что касса сама складывает и вычитает, да считает за них сдачу. Иначе уж и не знаю, где бы мы очутились. Ладно, хотя бы у одной хватило ума не выбросить вашу визитку, положить на стол, дожидаться моего возвращения. А вы помните, миссис Эванс, в какое время мистер Энджелл ушел? Не миссис, мисс, коротко улыбнулась Дженни. Пожалуйста, зовите меня, Дженни. Меня все так зовут. Гарри в тот день зашел в обед около часа купить сэндвич и кофе и предупредил, что ненадолго выскочит из лавки. Попросил присмотреть за его магазином. Как это? Ему, бывает, приносят бандероли. Вот и был мастак на всякие трюки, старый хохмач, а потому не отказываюсь помочь Гарри. Расписываюсь за получение почты, если нет наплыва покупателей, держу у себя бандероли. Но надо и меру знать. Нечего рассчитывать, что я стану присматривать за магазином, когда, кстати, меня о том и не просили, целый день, как случилось в ту среду. Значит, он надолго отлучался, уточнила Донован, удивляясь, как это у Энджела хватило наглости наврать тартальги, будто он никуда не уходил. Надеялся, что они не дадут себе труда проверить. Ну да, я хорошо помню, вернулся к Гарри только после пяти. К этому времени я уже бесилась. Он же не предупредил меня, что уходит так надолго. А ко мне то и дело совались его покупатели, интересовались, где Энджел. Уверенная, что он вот-вот вернется, я, естественно, просил их подождать или зайти попозднее. Некоторые, похоже, решили, будто я специально вожу их за нос, обманом стараясь соблазнить их купить что-то у меня. А не знаете, куда он уходил? Дженни покачала головой. Гарри даже не зашел ко мне, чтобы извиниться, когда вернулся. Прошмыгнул в свою лавку и снял объявление. Как только я заметила, что он уже у себя, тут же явилась к нему и выложила все, что о нем думаю. Он был абсолютно спокоен. Ему даже достало нахальство прикинуться, будто он уже давным-давно в магазине. Когда же понял, что меня не обмануть, то поблагодарил и бесстеремонно выставил вон. А вы не поинтересовались, где он так долго пропадал? И суетиться не стало. Гарри все равно бы не сказал, но я догадываюсь, где. Донован вопросительно взглянула на нее. Обещаю хранить секрет, Дженни. Так вот, Дженни заговорщически округлила небольшие карие глаза и перегнулась к Донован через стойку, перейдя на полушепот. Тут без женщины не обошлось. Это точно. Уверенно, он подцепил какую-то леди и выскочил к ней на свидание в обеденный перерыв. Да только удовольствие затянулось до пятичасового чая. Вы на самом деле так думаете? Донован подавила с мешок и черкнула пометку в блокноте. А то, Гарри у нас за каждой юбкой волочится, стоит какой появиться у него в магазине. И дед его такой же был, даже когда ему уже хорошо за семьдесят стукнуло. Все дело в генах. Или эти заплесневелые книжки так влияют. А вы можете назвать хоть одно имя? Дженни вздохнула, словно теряясь с кого начать взять хоть Сефрон. Она кивнула в сторону молоденькой девушки за прилавком. Гарри долго за ней ухлестывал и очень даже настойчиво, хотя девчонка никак его не поощряла. Очень для него печально, но наша девушка считает, что все, кому за двадцать пять, древние старцы. А книги ее никогда не увлекали. В конце концов, до него дошло. Сильно он к ней приставал? Еще бы! Проходу не давал! Потом у него появилась новая помощница, и он скрылся с нашего горизонта. Вы про Ани Клейн говорите? Высокая такая, с гривой рыжих волос. Внесла Донован ясность, видя, что имя Дженни ни о чем не говорит. Да, она самая. Дженни помахала коротким пальцем. Как ее зовут, не помню, хотя она часто забегает выпить кофе и перекусить. Да, теперь Гарри зациклился на ней, и Сэфран сорвалась с крючка. И вы думаете, у мистера Энджела есть еще кто-то? У таких, как он всегда есть. Они без этого не могут. Часто мистер Энджел уходит из магазина. Раза два в неделю обязательно. Если уезжает покупать книги, то бывает отсутствует и целый день. Но тогда он хотя бы правильное объявление вешает на витрине. А вот если отлучается ненадолго, пишет «Скоро вернусь». Ну что-то в этом роде. По-моему, просто наглость заставлять людей болтаться поблизости, если ты вовсе не собираешься скоро возвращаться. Иногда мне даже кажется, а не пытается ли он таким образом замаскировать какие-то делишки? Спасибо. Вы сообщили мне много полезной информации. Поблагодарила Донован, отмечая огонек острого любопытства в глазах Дженни. Без сомнения, теперь, как всякий, кто мнит себя детективом-любителем, она примется следить за каждым шагом Энджела. А это очень даже неплохо. Вы готовы подписать показания, что мистер Энджел в среду отсутствовал весь день? Конечно, улыбнулась Дженни. С радостью, если вам нужно. Мой принцип всегда говорить правду. А что, Гарри натворил что-то дурное? На лице у нее ясно читалось, что она нисколько не удивится, если действительно натворил, и была бы очень рада узнать, что именно. К счастью, Дженни понятия не имела, насколько все серьезно. Я всего лишь провожу формальный опрос, улыбнулась Донован. Беспокоиться совершенно не о чем. Тем не менее, большое спасибо, что вы были так откровенны. Я пришлю к вам человека снять письменные показания. Глава тридцатая. Полнейшая нелепость. Энджел, скрестив руки, уставился на Тарталью через небольшой стол. Вы хватаетесь за соломинку. Может быть, пожал плечами Тарталья. Но когда я заходил к вам, вы утверждали, что в ту среду весь день находились в магазине. А теперь выясняется, что оказывается все совсем не так. Как вы знаете, у нас имеются показания свидетеля, который утверждает, вас не было в книжной лавке в интересующее нас время. Они сидели в комнате для допросов в полицейском участке Иллинга, куда Энджела доставили для беседы. Хватаетесь за соломинку? Вообще-то точно подмечено. У них и сейчас не имелось никаких улик, привязывающих Энджела хотя бы к одному преступлению. Пришлось долго убеждать Стил в необходимости еще одного допроса. Сегодня утром из Темзы выловили труп Келли Гудхарт, позвонил капитан Баржи. Тело по реке переправили в небольшой морг в Оппинге, и беглый осмотр показал, что хотя на пальце у нее и надето обручальное кольцо, волосы с затылка не срезаны. Кольцо предстояло опознать членам ее семьи. Криминалисты должны были провести токсикологическое обследование на наличие в крови ГГБ или другого наркотика, однако уже сейчас было понятно, что Шон Эшер это не Том. Потому что теперь их единственный подозреваемый Энджел, единственный, имеющий хоть какое-то отношение к пусть самой хилой и слабенькой и к Мэрион Спир и из-за места расположения его магазина к убийству Джеммы Краммер. Когда Донован пересказал из стил все, что ей рассказали Никола Слейт и Дженни Эванс, старший инспектор наконец уступил просьбе Тарталье привезти Энджела. Гарри был ошарашен, сопротивлялся, когда двое патрульных полицейских появились в лавке, чтобы отвезти его в местный полицейский участок, но смирился, узнав о показаниях свидетеля и согласился отвечать на вопросы. Уайтмена послали привезти Адама Залесски, пусть тот взглянет, может, опознает в Энджеле мужчину, которого видел убегавшим из церкви Святого Себастьяна, а Донован отправилась в Северный Лондон разыскивать Николу Слейт в надежде, что та признает в Энджеле таинственного ухажера Мэрион Спир. Говорите, у вас есть свидетель? И кто же? Враждебным тоном осведомился Гарри и, не дождавшись ответа Тарталья, предположил, это Анни. На лице у него ясно читалось чувство вины. Пока что я не могу вам этого сказать, мистер Энджел, покачал головой Тарталья. На мой взгляд, ваша ложь выглядит подозрительно. Почему вы солгали? По словам свидетеля, вернулись вы только после пяти. Мы расследуем убийство. Энджел перебил его, вскипая возмущением от подспудного намека, таившегося в словах Тарталья. Да я даже и знаком-то с той девушкой не был. С чего вы решили, будто я причастен? От вас требуется одно — объяснить, где вы находились в интересующее нас время. Был с одним человеком. Ну, понимаете, о чем я? Энджел приподнял брови и чуть подался к Тарталье, принимая доверительно-мужской тон, как будто его слова в подобном деле вполне достаточно. Что, весь день, простите, верится с трудом? Ну, вы же знаете, пожал плечами Энджел, как оно бывает. Начинается с ланча, а потом пошло-поехало. Мне необходимо исключить вас из списка подозреваемых. Однако я не могу этого сделать, пока не подтвердится ваше алиби. Послушайте, затравленно взглянул на него Энджел, леди замужа. Я назову вам ее имя, но не хочу, чтобы ваши ребята бесцеремонно вламывались к ней, трепали ей нервы. А уж что сотворит с нами обоими ее муж, если обо всем пронюхает, представить страшно. На редкость отвратительный тип. Я, мистер Энджел, все очень хорошо понимаю, поверьте. Но вы не оставляете мне выбора, отказываясь помогать нам. Энджел обмяк на стуле и махнул рукой, точно прихлопывая муху. Хорошо, хорошо. Можете поговорить с ней, только пожалуйста, пожалуйста, прикажите своим ребятам вести себя потактичнее. Разумеется, мы постараемся. Если леди подтвердит ваши слова, не возникнет никакой необходимости ставить в известность мужа, заверил Тарталья. Хотя, по его мнению, алиби от любовников не стоили, как правило, даже бумаги, на которой печатали их показания. Энджел возвел глаза к потолку, словно воображая, какие бедствия на него обрушатся. Потом наклонился через стол и шепотом, видимо, опасаясь, что у стен имеются уши, выговорил имя и адрес. И не ходите туда до девяти утра и после шести вечера, присовокупил он. В это время Ротвейлер дома. Спасибо. Тарталья записал данные, игнорируя предупреждения насчет времени. Отправятся, когда им будет удобно. Если Энджел вляпается в беду из-за своих похождений, так ему и надо. Вы очень нам помогли, мистер Энджел, а теперь встаньте в ряд с другими для опознания. Энджел тяжко вздохнул. Думаю, с этим у меня проблем не возникнет. Может, хоть тогда вы поверите, что я и близко не подходил к той растреглятой церкви. В тот же вечер, чуть позже девяти, Донован привезла в полицейский участок Иллинга Николу Слейт. Никола выпивала с друзьями в пабе неподалеку от дома. Донован поймала ее по сотовому. Они условились, что Донован заедет за девушкой, и они вместе отправятся в Иллинг. На выходе из участка около стойки дежурного они наткнулись на Тарталью, который о чем-то увлеченно разговаривал с Адамом Залески. Внезапно смутившись, Донован отвернулась к Николе и стала объяснять ей, кто такой Тарталья. Залески, не прерывая разговора, лишь коротко улыбнулся ей в знак приветствия и вышел с Тартальей на улицу. Спасибо еще, что Залески умеет, когда требуется, проявить такт. Она рассказала о нем только своей сестре и Ивет Диккенсен. Ивет можно довериться, она умеет держать рот на замке. И вообще, с какой стати ей докладываются Тарталья? Между ней и Залески нет ничего серьезного, а Тарталья и сам не очень-то пускается в откровенности насчет своего романа с Фионой Блейк. Донован провела Никола в комнату для допросов и объяснила, здесь придется подождать, пока не подготовят людей для процедуры опознания. Вид у Николы был уставший, бросив сумку на пол, а она тяжело опустилась на стул и даже не стала расстегивать пальто. Так странно снова очутиться в этом районе, со вздохом заметила Никола, откидывая с лица пушистую прядь. Все так живо вспоминается то, что случилось с Мэрион. Как сейчас вижу, какое у Мэрион было лицо, когда я увидел ее с тем мужчиной, по-настоящему счастливая, просто светилась от счастья. Мне до сих пор не верится, что Мэрион умерла. Будем надеяться, мы поймали нужного нам человека, заметила Донован. — Да, кивнула Никола, только об этом и думаю с того дня, как вы ко мне заходили. Донован похлопала ее по плечу. Не терзайте себя. Вы ничего не могли поделать. Хотите кофе? В коридоре я заметил автомат. Да, пожалуйста, черный и два кусочка сахара. Мне и правда требуется глотнуть чего-нибудь бодрящего. Автомат в коридоре был новый, Донован таких еще не видела. Ассортимент у него был необычайно богатый. Пока она соображала взять для Никола двойную эспрессо или остановиться на обычном, но экстра-крепком, рядом с ней возник Тарталья. — Как идут дела? — поинтересовался он. — Никола ждет допросный, сообщила Донован, решив остановиться на двойном эспрессо. — Люди вот-вот будут готовы, а у тебя произносить вслух имя Залезки она не рискнула. Есть подвижки? Тарталья безнадежно покачал головой. Залезки не опознал Энджела. И у него нет ни тени сомнений. Человека, которого он видел в убегавшем из церкви, в ряду опознаваемых не оказалось. — Обидно. А миссис Брук? Как считаешь, может, стоит попросить взглянуть и ее? Дэйв ее сейчас привезет, но я не питаю особых надежд. Залезки гораздо лучше рассмотрел человека, а он твердо убежден, что среди опознаваемых его нет. Энджел все еще под подозрением в связи с гибелью Мэрион Спирна к убийству Джеммы Крамер он точно не имеет никакого отношения. — Что ж, вздохнула Сэм, придется нам, наверное, все-таки принять тот факт, что эти две смерти не связаны. Тарталий кивнул. — Сначала, давай все-таки посмотрим, что скажет Никола Слейд. Прихлебывая кофе, Никола разглядывала десять человек, выстроенных в ряд по другую сторону одностороннего стекла. она прохаживалась взад-вперед и, наконец, остановилась напротив Гарри Энджела. — У этого знакомое лицо, проговорила она, поправляя очки на маленьком вздернутом носике и пристально в него вглядываясь. — Этого я определенно где-то видела. — Не помните, где? — спросила Донован осторожно, стараясь не выказывать излишнего интереса. Та покачала головой и обернулась к стоявшей позади Донован. — Не помню. — Лицо знакомое, однако это совсем не тот мужчина. — Мэрион я видела не с ним. — Уверены? — Пожалуйста, не спешите. Никола вздохнула, опять пристально всмотрела через стекло, даже губы покусала, точно заставляя себя вспомнить. — Нет. — Простите, мне действительно жаль. И опустив голову, Никола расплакалась, высморкалась, вынула платок из сумочки, промокнула глаза. — Я так хотела сделать это для Мэрион, и ничего у меня не получилось. — Не надо так огорчаться, вы не виноваты, Донован приобняла девушку, успокаивая. Какая жалость, что Никола не смогла сказать ничего определенного про Энджела. Вот если бы ей удалось вспомнить, где именно она его видела, да чтобы это оказалось как-то связано с Мэрион Спир, но память человека работает причудливо, и нажимать на девушку бесполезно. Ничего страшного, утешала Донован, провожая Николу к дверям. Попытаться стоило. — Я отвезу вас домой, когда вы успокоитесь. Может, тогда вы что-то вспомните. Стил захлопнула за собой дверь, заперла ее на два оборота ключа и кинула в угол кейс и зонтик. Затем сбросила промокшие туфли и набросила пальто на спинку дивана. У радиатора оно быстрее высохнет. На улице бушевал ветер, потоком лил дождь, и она насквозь промокла, пока бежала от машины. Зато в квартире тепло и уютно. Кэролин чувствовала себя измученной. Оранжевое сияние от уличного фонаря разливалось по комнате, и Стил поспешно задернул шторы, прежде чем зажечь свет. Заодно она включила телевизор, пощелкала по каналам, наврела новости. Их она и оставила для фона. С телевизором не так одиноко. Автоответчик проинформировал, что поступило четыре сообщения, и она нажала кнопку воспроизведения. Дважды трубку вешали, не сказав ни слова. Потом она услышала голос Патрика. Кэролин, ты дома? Я звонил тебе на сотовый, но он отключен. Прости, что не поговорил с тобой сегодня. Наварилось уйма дел. Сейчас около восьми. Если вернешься домой скоро, перезвони. Может быть, выпьем. Могу заскочить к тебе, если желаешь. Четвертое сообщение тоже от Кеннеди, записано около получаса назад. Кеннеди то ли устал, то ли уже немного выпил. Язык у него слегка заплетался. Это Патрик. Перезвони, когда вернешься домой. Я дома, и не лягу допоздна. Нужно проверить целую стопку письменных работ. Чудесно будет поболтать с тобой. Поболтать? У мужчин вечно не хватает на это времени. Во всяком случае, когда тебе это позарез требуется, когда охота узнать, что творится в их так причудливо устроенных мозгах, Патрик лучше, чем большинство других, понимает женскую натуру, но о чем им, собственно, болтать. Если о расследовании, то с этим можно подождать до утра. На темы более личные нет уж, увольте. Чем меньше раскрываешь свои чувства, тем с ее точки зрения лучше. Кеннеди старается приблизиться к ней, влезть в душу, а ей хочется одного — отгородиться от него, заставить уйти. Есть в нем нечто, что ее пугает, то ли его проницательность, то ли самоуверенность, никак он не желает смириться с ее отказом. Служебные романы — явление повседневное, если работаешь с утра до ночи, а на личную жизнь не остается ни минутки. Где найти мужчину, который поймет, что у тебя работа не кончается сутками, ни на что не хватает времени, пока не возник Патрик и не сразил ее своими манерами, умом и самоуверенностью, Кэролин не позволяла себе даже случайного поцелуя с сослуживцами, не говоря уж о романе. Она не желала ставить себя в уязвимое положение, давать кому-то власть над собой. Страх перед болтливыми языками и многозначительными взглядами воздвигал барьер при малейшем намеке на чувства. Патрик оказался ее единственным промахом, а теперь, возможно, за внешней бравадой Кеннеди скрывается озлобление и ищет он только способы ей отомстить. Неужто она с самого начала не понимала, что он не позволит ей так легко уйти? Кэролин отчаянно злилась на себя за то, что позвала его участвовать в этом расследовании. Стерев сообщение, Кэролин отправилась на кухню. Порывшись в холодильнике и шкафчиках, она выудила из морозильника пачку вегетарианской Мусаки и сунула ее в микроволновку. Мусаки ей совсем не хотелось, но никакой другой еды дома не было, а тащиться за продуктами не было сил. Кэролин кинула взгляд на початую бутылку красного вина на столике. В прежние времена до Барнса она редко пила вечером, а теперь это уже входит в привычку. Да черт с ним совсем, ей необходимо как-то снять напряжение. Вынув пробку, Кэролин налила большой бокал и прихватила с собой ванную, где включила душ и начала раздеваться. Если бы только удалось поспать по-настоящему хотя бы несколько часов, но Кэролин знала, что это ей вряд ли удастся и заранее страшилась битва с бессонницей, маячившей перед ней и этой ночью. Некоторые люди, то ли они не подвержены тревогам, а может у них нет совести, засыпают мгновенно, точно свет вырубают. Только что они разговаривали, а через мгновение уже спят, будто пригоршню снотворных таблеток проглотили. Где справедливость? Кэролин всегда засыпала с трудом, а с тех пор, как она включилась в это расследование, стало еще хуже. Едва заснув, Кэролин просыпалась, мучаясь сомнениями и неуверенностью, в голове бешено крутились мысли, и она металась в постели часов до пяти утра, когда и засыпать-то уже не имело смысла. Не мудрено, что она едва контролирует себя. Настроение меняется ежеминутно, она того, гляди, сорвется. Кажется, только дотронься до нее, и у нее потечет кровь. А причина эти поганые мейлы. Совсем рядом с собой она слышала незнакомый голос, он нашептывал ей, «Я заполняю твои мечты. Я любовник, которого ты всегда жаждала. Тот, кто никогда не оставит тебя». Как ни старалась она выкинуть из головы эти фразы. Мерзкие слова снова и снова вспыхивали в мозгу. Кэролин быстро приняла душ, накинула халатик и пошла на кухню. Мусако уже булькала и пускала пар. Запах Кэролин почувствовала еще через дверь и вдруг поняла, да чего же есть хочется. Обжигая пальцы, она вывалила Мусаку на тарелку, дарила в бокал вина и, поставив все на поднос, понесла в гостиную. По телевизору как раз начиналось «Море любви» с Аль Пачино. Фильм этот она видела раньше, неважно, сойдет. Кэролин уселась в кресло, закинула ноги на журнальный столик и, уставившись на помаргивающий экран, с жадностью принялась поглощать Мусаку, вдруг пожалев, что не купила упаковку побольше. Только-только она доела, как зазвонил телефон. Если опять этот Патрик, она не выдержит, с ней случится истерика. Телефон звонил, пока не включился автоответчик. Кэролин слышала, как крутится лента, а потом раздался щелчок, звонивший и положил трубку. Она встала и набрала 14-17, но ей ответили, что номер не определился. Конечно же, Патрик, кретин, наверняка он. Кто еще станет названивать ей в такой час, не оставляя сообщения и блокируя свой номер. Она понимала, что ему надо. Проверяет, старается определить, вернулась ли она домой. Как он смеет! Кэролин закрыла лицо руками, загоняя внутри слезы. Тарталья готовился ко сну, когда позвонил Уайетмен. Часы показывали почти 12. Сэр, никаких признаков Кеннеди. Не знаю, как там у вас, но тут льет проливной дождина. Вероятно, поэтому ему и пришлось повременить с визитом. Или на сегодня у него другие планы, отозвался Тарталья, прислушиваясь к шуму дождя, бьющего по стеклу, и, недоумевая, отчего все-таки Кеннеди не появился. Да, обидно. А я-то предвхушал, как ты сцапаешь его за шиворот. Давно там сидите? — Почти два часа, сэр. Стил вернулась домой сразу после десяти. Одна. И с тех пор в дом никто не заходил. — Хотите, чтобы мы покараулили еще? Стил еще не легла. — Только что выключила свет в гостиной. — Наверное, собирается лечь. — Хотите, чтобы я обошел дом и проверил? — Нет, отправляйтесь с Ником домой, поспите, завтра попробуем опять. Кэролин лежала в кровати в темноте. Она решила плюнуть на инструкцию мелкими буквами, набранную на пакетике, и выпила полчаса назад сразу две таблетки нитола, запив последним глотком вина. Но сон пока не шел. Нервы у нее были на взводе, тело никак не могло расслабиться, в голову лезли неприятные мысли, когда же начнет действовать снотворное. На улице вовсю разгулялся ветер, постукивали оконные стекла, будто чья-то невидимая рука потряхивала рамы. При таком шуме Кэролин встала, отыскала в ванной салфетке и натолкала в рамы бумагу. Постукивание стихло. Кэролин снова улеглась, и тут хлопнула входная дверь, раздалась тяжелая поступь соседа, живущего этажом выше, а наслушала его шаги. Вот они двинулись в обход, вот половицы заскрипели прямо у нее над головой, сосед вошел к себе в спальню. Шторы у нее на окнах не сходились посередине, сквозь щель она увидела, как вспыхнул наверху свет, осветив сад как прожектором. Она ждала, что сосед вот-вот задернет занавеси и уляжется спать, но не тут-то было. Через минуту он снова вышел из спальни, и из его гостиной донеслись приглушенные звуки музыки. Нет, так ей никогда не заснуть. Кэролин вылезла из кровати и попыталась сдвинуть шторы плотнее. Щель закрылась, зато образовались просветы по бокам. Света через них проникало еще больше. Шторы были светло-кремовые и назначения имели скорее декоративное, чем практическое. Года два назад их сшила для нее мать в подарок на Рождество, но не точно сняла мерку. И ткань очень тонкая. Раньше Кэролин это не беспокоило, однако теперь надо что-то делать. Заменить у нее недоставало духу. Придется повесить за этими. Еще одни, глухие. Да, это выход из положения. Нужно измерить окно и заказать шторы по телефону. Самой идти за ними в магазин у нее, конечно, свободной минутки не найдется. Кэролин снова забралась в кровать и уставилась на прибивающийся свет. Господи, вот бы он потух и умолкла эта проклятая музыка, похожа на рэп, ритм монотонный, бесконечно повторяющийся. Кэролин гадала, сколько еще выдержат, прежде чем отправиться наверх просить соседа выключить проигрыватель. Она уже собиралась снова вылезти из кровати, как вдруг краем глаза засекла тень, скользнувшая мимо окна. Точно мелькнула тень, в саду кто-то ходит. Кэролин на мгновение оцепенела, потом вскочила, схватила халат, лежащий в ногах к кровати, набросив его, подкралась к окну и приникла к щели. Черт, ничего не видно. Кэролин била крупная дрожь. Напряженно прислушиваясь, она ждала в потемках. Мне прийти увидеться с тобой. Тебе хочется? Он что, действительно явился? А если маньяк попробует вломиться в дом? Из сада доносились какие-то шумы, непонятные звуки, и невозможно было определить, это чьи-то шаги или бушует ветер. Пальцы стил нащупали задвижку. Она подергала ее, проверила окно, заперто, выждала еще несколько минут, гадая, действительно ли кто-то стоит по другую сторону стекла. Если снова увижу тень, тут же наберу три девятки. Может, все-таки почудилась? Или она из-за своего душевного состояния стала такой трусихой? А тень отбросила дерево, качаясь на ветру? Да, не исключено. Кэролин подошла к кровати, стянула покрывалов и плотно в него закуталась, проверила, крепко ли заперты все остальные окна в квартире, и побрела в гостиную, где свернулась клубком на диване и долго еще прислушивалась. Глава 31. Утро началось паршиво. Дождь так и не прекратился, дороги скользкие, словно жиром смазанные. Когда Тарталья лавировал в потоке машин у Хаммерсмитского Бродвея, его подрезал огромный черный внедорожник, да еще и битый. Внедорожник, резко набрав скорость, перестроился, не подавая никаких сигналов. Тарталья пришлось круто вильнуть, и его чуть не снесло с мотоцикла. Он погнался за автомобилем, громко и бессмысленно ругаясь последними словами, нагнал громадина у следующего светофора и тормознул рядом. Тарталья уже изготовился стукнуть изо всех сил кулаком по стеклу и высказать водителю, что о нем думает, как вдруг увидел за рулем молодая женщина, а на заднем сиденье целые выводы к детей. Пока Марк глазел на нее через залитое дождем стекло, она, оглянувшись, послала ему ласковую мимолетную улыбку, даже и не ведая о том, что натворила. Вскоре светофор поменялся на зеленый и женщина на бешеной скорости умчалась дальше, оставив Тарталью с ссаднищим ощущением беспомощности. Тарталья напоминал себе того незадачливого грека, которого заставляли каждое утро вкатывать на гору камень, а вечером валун вновь оказывался у подножья. Ничего ему не удавалось, ничто в этом расследовании не шло, как хотелось бы, ни Залезки, ни Никола не опознали Энджела, так что полиции пришлось его отпустить. У Тартальи и сейчас сжималось сердце при одном воспоминании о самодовольном выражении торжества на физиономии Энджела, заигравшем, когда тот поднялся уходить. Любовница Энджела вполне предсказуемо алиби его подтвердила. Они, конечно, еще на нее поднажмут, но особых надежд, что дама изменит первоначальные показания, Тарталья не питал. Удивительно, но женщина по какой-то непостижимой причине по уши встрескалась в Энджела. Да еще этот Кеннеди по закону подлости именно в этот вечер он решил оставить Стил в покое. Тарталья подъехал к мосту и вскоре приблизился к месту, откуда бросилась в реку Келли Гудхарт. Он снизил скорость и молча помолился за нее, упомянув в молитве Ишона Эшера. Для Эшера еще оставалась надежда. Марк припарковал мотоцикл на стоянке позади полицейского участка и поднялся на второй этаж. Стряхнул капли дождя со шлема, распахнул дверь и увидел Корниша. Тот неуклюже топтался в коридоре, засунув руки в карманы. Вот и ты, Марк. Я увидел в окно, как ты подъезжаешь. Давай на минуту зайдем в кабинет Кэролин. Вид у суперинтенданта был растерянный. Конечно, а что случилось? Тарталья гадал, уж не подавали Стил на него жалобу. Пришло еще одно письмо. Шепотом рассказывал Корниш, пока они шли к кабинету. Между нами, сдается мне, Кэролин здорово расстроилась. Я подумал, вдруг ты сумеешь как-то ее успокоить. Ты ведь знаешь ее лучше, чем я. Тарталью так и подмывало сказать, что он вообще не знает Стил. Да какой смысл? Тонкости взаимоотношений находились за гранью понимания Корниша. Стил сидела за столом, читала бумаги. Когда они вошли, она коротко на них взглянула. Лицо у нее было бледнее обычного, глаза в красных прожилках, а веки отекшие. Точно она уже несколько ночей не спит. Полюбуйся. И выскажи свое мнение, предложил Корниш, беря листок с угла стола и передавая Тарталье. Кому? Кэролин.стил. Собака. Мэт. Полис. Ук. От кого? СЛВЕВХНСЕХТОМ 98342 собака hotmail.com Моя дружайшая Кэролин. Навестил тебя вчера ночью, пока ты спала. Ты была такая красивая, темноволосая головка лежала на подушке. Ты глубоко дышала и была похожа на дитя, такая же невинная и хрупкая. Мне хотелось лечь на тебя, зарыться лицом в твою грудь, шею. Я тебе снился? Уверен, что да. Я понаблюдал за тобой, не смог устоять и поцеловал тебя в щеку. Мне было просто необходимо попробовать на вкус твою кожу, прикоснуться к ней. Но очень-очень ласково, поверь, ты такая мяконькая и пахнешь чем-то сладким и опьяняющим розами. Наверное, ты почувствовала мое прикосновение, потому что пошевелилась и тихонько застонала. Я не хотел будить тебя и на цыпочках ушел. Наше время еще придет и очень скоро, моя милая, ждать теперь осталось совсем недолго. Тысяча поцелуев, твой том. Любой человек, любая женщина, получившая такую гнусность, такую отвратительную пакость, придет в ярость, ощутит нависшую угрозу. Тарталья вглядывался в напряженное лицо стил, стараясь разгадать, что скрыто за ее внешним спокойствием. И тут понял, наконец, насколько глубоко задевают ее эти послания, как она напугана. На самом ли деле Том заходил к ней в дом? Вряд ли. Если бы он действительно побывал там, как пишет, вероятно, она бы знала. Нет, чересчур уж неправдоподобна. Очередная фантазия этого ублюдка. И вдруг у Тартальи мелькнула мысль, а вдруг все это дело рук Кеннеди. Конечно, его визит, возможно, лишь выдумка, деловито проговорил Корниш, стараясь разрядить обстановку. Но мы все-таки послали команду экспертов на квартиру Кэролин, пусть на всякий случай осмотрят дом внутри и снаружи. Кэролин, не лучше ли тебе пожить у друзей, пока не закончится расследование? И когда же интересно оно закончится? Осведомилась она хрепловатым голосом. Нет, я не намерена допускать, чтобы меня угрозами выжили из моей собственной квартиры. Лицо Кэролин окаменело, губы сжались в твердую тонкую линию, а она изо всех сил старалась не разрыдаться. Тарталья хотелось уверить ее, что никто не станет ее осуждать, и посочувствует. Но стил, разумеется, неправильно истолкует его мотивы, особенно если он выскажется в присутствии Корниша непробиваемого и, как всегда, безупречного в своем темном костюме, словно бы грязь жизни никогда его не касалась. Тарталья взглянул в окно, посмотрел, как струятся по стеклу потоки дождя, и ему припомнился совет Кларка «Обо я ее, перетяни на свою сторону». Нет, слишком поздно. «Вы оба должны кое-что узнать», проговорил Марк. «Лучшего момента не придумаешь». Медленно, со всеми подробностями, он рассказал им про Кеннеди, про то, что они с Уайтманом наблюдали у дома стил. Она слушала, и выражение ее лица становилось все жестче. Щеки порозовели, затем на них запылали ярко-красные пятна, словно ее отхлестали по лицу. «Так вы шпионили за мной?» Голос у нее прерывался, глаза метнулись на Корниша. «А вы знали?» «Он ничего не знал», ответил вместо Корниша Тарталья. «Я собирался рассказать суперинтенданту, если подобное повторится». «Повторится?» «Вчера вечером доктор Кеннеди не появился у вашего дома. Дэйв с Ником прождали его несколько часов». «Так вы еще и Дэйва с Ником привлекли», пришла в ужас Стил. «Как и я, они просто хотели удостовериться, что вы в безопасности». «Так вот кто крутился позади моего дома вчера ночью». «Кто-то был в вашем саду прошлой ночью?» «Вы ничего об этом не говорили, Каролин?» Немного укоризненно заметил Корниш. Стил, крепко сжав губы, промолчала. «В сад никто из них не но там кто-то ходил, я твердо уверена. Они никого не видели». Тарталья покачал головой. «Доктор Кеннеди, наверное. Видимо, они его все-таки проглядели». Хотя Стил явно была потрясена услышанно, она, как ни странно, не пыталась защитить Кеннеди или с возмущением отрицать, что он на такое способен. «И когда вы начали проявлять обо мне такую заботу?» Ее тон выдавал кипевшее в ее душе чувство «После первых двух мейлов. Я очень тревожился за вашу безопасность». «Ну да, так я вам поверила. Черт бы вас побрал». «Спокойнее, Каролин, спокойнее», остановил ее Корниш, смущенно покашливая. «Согласен, не по правилам, что Марк не посоветовался сначала со мной, как должен бы». Стил не слушала Корниша. Она не сводила пристального взгляда с Тарталья. Цель у вас была одна — шпионить за Патриком, за доктором Кеннеди и за мной, верно? И ни при чем тут эти проклятые письма? Тарталья покачал головой. Я действительно тревожился за вас. И, как оказалось, не напрасно. Иначе мы бы и не подозревали, что доктор Кеннеди вечерами слоняется около вашего дома. А вам не приходило в голову, что эти мейлы его ругдела. Патрика? Кэролин ошарашенно уставилась на него и коротко сдавленно хохотнула. О, то есть он Том? Так вот, какие у вас мысли? Доктор Кеннеди, известный уважаемый психолог-эксперт, в свободное время превращается в маньяка? Смехотворное предположение. Пусть он не преступник, но сообщение мог и послать. Спросите себя, почему мишенью выбрали вас? Какую цель преследуют эти мейлы? Автор желает напугать вас, заставить почувствовать себя беззащитной. Их мог написать Том, а мог и кто-то другой, кто-то, кто воспользовался ситуацией, чтобы приблизиться к вам. Разве не этого добивается доктор Кеннеди? Кэролин, это правда? вмешался Корниш. Ошеломленная стил медленно покачала головой. Нет, не могу поверить, что Кеннеди способен на такую гнусность. Письма посланы человеком, которому в подробностях известны все детали нашего расследования. Тарталья, не дрогнув, выдержал ее пристальный взгляд. Человеком, который хорошо вас знает и понимает, чем можно побольнее вас задеть. А кто же лучше всех понимает вас, как не доктор Кеннеди, со всей своей психологической проницательностью? И все-таки я не могу поверить, стил тяжело дышала, ей не хватало воздуха. Согласен, Корниш задумчиво поскреб подбородок. Версия довольно-таки фантастичная. Но доктор Кеннеди действительно читал мейлы, которые Том посылал девушкам. Вот именно, кивнул Тарталья, а уж подделать стиль Тома ума у него безусловно хватит. А злобные розыгрыши, подхватил Корниш, случались и прежде. Вспомнить хотя бы йоркширского потрошителя. Стил молчала, будто опасаясь, что ее подведет голос. Вернемся к сегодняшнему мейлу, продолжил Тарталья. Он пишет, что наблюдал за вами, когда вы спали. Позавчера Дэйв видел, как доктор Кеннеди заглядывал в щель между шторами вашей спальни. Свет, по словам Дэйва, был включен. Не знаю, что мог увидеть доктор Кеннеди, но, однако, вы легко можете себе это представить. Если это правда. Я придушу его собственными руками, тихо проговорила стил, она на миг прикрыла глаза, глубоко вздохнула. Последнее событие это чересчур даже для нее. Кэролин нашарила в сумочке бумажный платок и громко высморкалась, глаза у нее покраснели, и Тарталья видел, что она вот-вот расплачется. Что мы предпримем, сэр? Повернулся Тарталья к Корнишу. Ситуация весьма щекотливая. Доктор Кеннеди, уважаемый ученый, станет посылать подобные письма. Согласен. Но то, что он подглядывал, точно. Давайте побеседуем с ним. Стил вскинула глаза на Тарталью, он, конечно же, станет все отрицать. Заявит, что заботился о моем благополучии. Так же, как, по вашим словам, и вы, инспектор, голос Кэролин переполняла горечь. Марк понимал, что Стил права. Если обвинить Кеннеди в подглядывании, тот поднимет их на смех. Пока что у них нет достаточных оснований запрашивать ордер на обыск его дома и изъятие компьютера на предмет проверки, действительно ли он посылал эти мейлы. Должны же мы что-то предпринять, сэр. Повернулся Тарталья к Корнишу и прибавил, почувствовав его колебания, я не верю, что Кеннеди и есть Том, и все же очевидно, что ничего хорошего от него ждать не приходится. По-моему, мейлы эти посылал именно он. Если мы ничего не предпримем, события могут начать развиваться непредсказуемым образом. Корниш скрестил на груди руки, задумался как быть и, вероятно, представил себе, в какую глубокую грязную лужу он может плюхнуться. Ты прав, Марк, согласился он, хорошенько подумав, необходимо что-то предпринять. Пожалуй, проверим для начала досье доктора Кеннеди. Не числилось ли за ним чего-то подобного в прошлом, потребуется настоящая команда с камерами и надежной системой срочного вызова, с тревожной кнопкой для внешнего наблюдения за квартирой Кэролин на следующие несколько ночей. Последний мейл дает нам право на такие меры, если Кэролин намерена оставаться у себя. Сейчас же пойду и распоряжусь. Не успел Корниш выйти из кабинета, как стил медленно поднялась и подошла к Тарталье. Она дрожала всем телом, кулаки были сжаты так, что костяшки пальцев повелели. Ему показалось, что сейчас она ударит его. Почему вы не рассказали мне? Вы что, мне не доверяете? Приди я к вам и расскажи, что видел в первый вечер, вы бы мне ни за что не поверили. Зачем вы вообще приехали к моему дому? Тарталья замялся. Как прикажете объяснить порыв, который привел его туда? Он тогда разозлился и желал выставить в неприглядном свете ее и Кеннеди. Сейчас это представлялось ему подлым и низким, так что Стил угадала правильно. Он не доверяет ей. Во всяком случае, не настолько, чтобы раскрыть всю правду. У меня возникли подозрения. Ваша знаменитая интуиция, полагаю, подняла она брови. Как оказалось хорошо, что я прислушался к ней. Он сделал вид, что не замечает прозвучавшую в ее голосе насмешку. Не спорю, но сначала вы должны были доложить мне. Мне требовались веские доказательства. Поэтому я привлек к делу Дэйва и Ника. Марк пристально посмотрел в ее бледное рассерженное лицо. Обращаться к вам не имело смысла. Вы слепа во всем, что касается доктора Кеннеди. И увидел, слова его угодили в цель. Возможно, я и была слепа. После паузы откликнулась она. Однако как ваш начальник нахожу ваше поведение непростительным. Тарталья понял, что вдобавок ко всему, что свалилось на эту женщину, он еще и унизил ее и почувствовал укол совести. Ему стало жаль Кэролин до глубины души. Я совсем не хотел поставить вас в неловкое положение. Неприятно, что все произошло в присутствии суперинтенданта Корниша. Поймите меня, прочитав такое письмо, промолчать я не мог. Подойдя к двери, Стил распахнул ее. Уходите, мне нужно побыть одной. Около двух часов дня Гэри Джонс вошел в небольшой кабинет, который он делил с Тартальей. Все утро он провел в Уолт-Бейле, куда его вызывали свидетелем по одному старому делу. Джонс шлепнул пачку бумаг перед своим компьютером, бачком подкатился к Тарталье, сдвинул в сторону папки и стопку новых дисков, прибывших из интернет-магазина Амазон с утренней почтой, и водрузил свой широкий зад на угол стола. Ну как вообще поинтересовался Тарталья, дожевывая последний ломтик авокадо и белый хлеб с ветчиной, купленные по дороге, и вытер пальцы бумажной салфеткой? Джонс воздел кверху коротенькие ручки, зевнул невины. Вот всегда бы так. Слыхал, ты подтолкнул Корниша на тропу войны с доктором Кеннеди? Как думаешь, Стилл будет выдвигать обвинение? Думаю, все зависит от того, что обнаружат эксперты и что даст внешнее наблюдение. В данный момент есть только наше слово против его. Хорошо было бы записать его действия на видео. Ага, но только представь, как вцепится в такой лакомый вкус пресса, если дойдет на тормозах. Тартария кивнул. Он не станет винить Стилл, если она замнет это дело. Он теперь знал, насколько она ранима. Выставлять свою личную жизнь на показ, пожалуй, для нее это слишком, даже если Кеннеди и заслуживает наказания. Ты знаешь, Стилл пришла в бешенство, когда узнала, что мы проследили за Кеннеди. Поразительно, другая порадовалась бы. Да, она ведь женщина, а логика не самое окажись на ее месте тоже вряд ли смог рассуждать логически, заметил Тартария. Джонс пожал плечами, словно желая сказать, что ему и своих лапот хватает. Некогда о чужих задумываться. Он поднял обертку от сэндвича Тартарии и внимательно прочитал состав. Сэндвичи, приятель, надо делать самому, заметил он. Никогда не знаешь, какой дряни они туда напихают. Спасибо. Непременно вспомню о твоих рекомендациях, когда у меня выдастся пяток свободных секунд, чтобы нарезать сэндвич. А ты заведи подружку, посоветовал Джонс, комкая обертку и швыряя ее в корзинку. Женщины обожают готовить. Зато сколько от них мороки, возразил Тартария. Оно того не стоит. Он вспомнил о жене Джонса, которая вечно одолевала беднягу на службе бесконечными звонками. Ни у одной женщины из тех, что ему нравились, не хватало времени на домашние хлопоты. Ну и что, подумаешь, лучше иметь рядом человека с независимым умом и чувством юмора, чем дуру, которая только и занимается глажкой и готовит ужин. С этим он и сам отлично справится. Взгляд Джонса упал на стопку дисков на столе. Купил новую музыку? Планируешь вечерок посидеть дома, а? Ты, надеюсь, не возражаешь? У тебя, наверное, уж большая коллекция собралась. Взяв два верхних диска, Джонс просмотрел надписи «Чарли Паркер и Хамфри Литтелтон. Саксофон и труба». Только не говори, что теперь ты подсел на джаз. Мне через два года стукнет сорок. Подумал, пора попробовать что-нибудь новенькое. Захотелось проявить широту взглядов. Хм, насколько я слыхал, с широтой взглядов у тебя все в порядке. Джонс вздернул значительным, хотя что он подразумевал, Тарталья понятия не имел. А-а-а, и Реквием Верди. Это красивая музыка. Джонс прищурился и ткнул пальцем обрубком в обложку. Слушай-ка, а вот этот парень точь-в-точь ты. Тарталья взглянул. Ильдебрандо Д'Арканджело, баритон из Пискары. Твой двойник, точно тебе говорю? Невероятно. Ты уверен, что у тебя нет брата-близнеца. Приятно слышать, конечно. Жалко, только голоса у меня нет. Джонс сочувственно покивал. Я и сам иногда люблю послушать оперу. Мальчишкой пел в хоре. А что ты думаешь об этом нашем парне, Брине? Чертовски хорош, правда? Я его только один раз слушал вживую. Певец обалденный. Жалко, не могу позволить себе почаще ходить на его концерты. Джонс перебирал диски, осматривая каждый, точно какую-то редкую диковинку. А кто такая Арнелла Ванони? Итальянская певица шестидесятых. А Мэтчбокс Твенти и Эдиторс? Я отстал от жизни. Ты давай слушай новых исполнителей со старыми песнями Иглс. И не забивай ерундой свою маленькую красивую башку. Тарталью все сильнее раздражала болтовня Джонса. Он выдрал диски у того из рук и переложил на дальний конец стола. А теперь уматывай Джонси. Оставь меня в покое. У меня работа выше крыши. Джонс пожал плечами, тяжело протопал к своему рюкзаку, вынул термос и пакет с толстыми домашними сэндвичами. У тебя, Марк, аскетически католические вкусы. Он тяжело плюхнулся на стул у своего стола и развернул фольгу. Не успел он откусить первый огромный кусок, как по комнате растекся привычный запах тунца и лука. Так ведь я католик. Чего что-то удивительного? Тарталья откатился на стуле подальше от этого запаха. Джонс, понимающий, покивал головой. Я и забыл. Католик по названию, католик по натуре. Кстати, а сказывается это при выборе женщин? Он снова откусил от сэндвича, и в маленьких назвался Тарталья, внезапно догадавшись, на что Гэри намекает. Поразительно, как быстро даже самые личные события твоей жизни становятся известны окружающим. Если это Сэм разболтало, подумал Марк, убью девчонку. Он уже собирался вступить с Джонсом в перепалку, когда слово колючкой царапнуло ему мозг. Католик. Темнота озарилась потоком света. Католичка, сказал про Келли Гудхард, Шонэшер. Она была католичкой. Так как там у нас с дамами-патологами, с набитым ртом, продолжил Джонс, такими с рыжими волосами. Заткнись-ка Гарри на минутку. Тарталья отмахнулся от него, не разбирая, что тут мелет. Мысли у него неслись вскачь, разрозненные осколки пазла стали складываться в некий упорядоченный узор. Я кое-что сообразил. «Католик!» «Ты сказал католик!» «И что?» Рот Джонса опять был набит. Тарталья крепко зажмурил глаза, чтобы ему не мешал вид жующего Джонса, и меня как стукнуло. Келли Гудхард была католичкой. И Мэрион Спир тоже. Спорю, что и Оланда Гарсия, и Лаура Бенедетти тоже были католичками. Интересно, что там с Джеммой и Элли? Никак не могли выудить. Тупицы, идиоты! Не успел Джонс слово вымолвить, как Тарталья сорвался с места и вылетел из кабинета, помчавшись по коридору к общей комнате. Там за столом обнаружилась только Ивет Диккенсон, жевавшая сэндвич. «Где все?» Ивет пожал плечами. «В основном у канала обходят близлежащие дома. А что? Немедленно! Вызови всех суда, всех, до кого сумеешь дозвониться. Срочно!» «Погоди!» остановил ее Тарталья, когда та потянулась к телефону. «Не помнишь? Джема Крамер и Элли Бест. Они были католичками?» Диккенсон, непонимающе взглянула на него. Очевидно, решил, он спятил. «Насчет Джема не знаю. А Элли, мне кажется, да, смутно припоминается. Ее мать что-то такое говорила. А что, это важно?» «Париди, ржу, что и Джема тоже была католичкой. Меня, наконец, осенило, какая между ними имелась связь. Все жертвы Тома католички. Обзвони семьи девушек, выясни, в каких религиозных общинах они состояли, в каком хоре пели». Диккенсон смотрел с сомнением. «Мы ведь уже прошерстили клубы и всякие прочие заведения, сэр. И никакого связующего звена». Тарталья вздохнул. «Что ж, может, и не все так просто, но чутье подсказывало, он взял верный след. Если единственное, что было общего между девушками, религия, то в ней и кроется связь». «Думаете, Том священник, сэр?» «Нет, не то», покачал головой Тарталья. «Жили-то они в разных районах Лондона. У них не мог быть один священник». Он сунул руки в карманы и уставился в пространство, пытаясь осмыслить, что к чему, и снова повернулся к Диккенсен. «Послушай, вот ты, юная девушка, ты одинока, у тебя депрессия, куда бы ты кинулась?» «Ну, мне потребуется поговорить с кем-то по душам». «Именно! Если ты не можешь откровенничать с родителями и не желаешь открываться священнику, куда еще ты обратишься?» «Мы проверили, самаритян, там никакой зацепки». «Знаю», нетерпеливо мотнул головой Тарталья, «нужно искать какую-то сугубо католическую организацию, которую мы почему-то пропустили». Он тяжело вздохнул, не первая их оплошность. «Раздобудь-ка мне название и адреса церквей, куда ходили девушки. Хочу поговорить со священниками». Глава 32 Знакомый сладковатый запах ладана и свечного воска встретил Тарталью, когда он вошел в массивные двери итальянской церкви Святого Петра на Клеркенуэл Роуд. Ее прихожанкой была, как они выяснили, Лауре Бенендетти. В прошлом многочисленная паства Клеркенуэла давно поредела, и все же церковь по-прежнему оставалась главным местом притяжения для живущих в Лондоне итальянцев, и Тарталья прекрасно это знал. В этой церкви выходила замуж его кузина Элайза, тут Николета и ее муж Джон, живущие неподалеку в Ислентоне, крестили несколько лет назад обоих своих детей. Тарталья мимолетным взглядом окинул нарядный интерьер, построенного в XIX столетии храма, ряды устремившихся ввысь колонн и римские арки. Всюду буйство красок, на панелях яркие картины из житья святых, слепит глаз сверкающий позолота, цветной мрамор, сотни свечей горят в маленьких боковых пределах. Его опять поразил контраст этой церкви с англиканскими, где погибли Джемма, Лаура и Элли. Неужели Том намеренно выбирал церкви с совсем иной атмосферой, чем та, к которой привыкли девушки, церкви, ничем не напоминающей им о семье, близких, друзьях? Следующая месса должна была начаться только через час с лишним. В храме почти никого не было, только несколько пожилых леди сидели на скамьях вблизи алтаря, склонив головы в молитве. Перед тем, как прийти сюда, Тарталья позвонил Николетте. Та, перекрикивая визги его племянников, сцепившихся по своему обыкновению в драке, назвала имя священника отец Игнацио в обмен выманивая обещание, что он непременно придет в следующее воскресенье обедать, что бы там ни происходило с его проклятым расследованием. Учитывая, что проклятое расследование, похоже, закрутилось не на шутку, Тарталья, закусив губу, отмолчался. Нет смысла опять затевать ссору. О том, под каким предлогом увильнуть, он поломает голову поближе к назначенной дате. Выйдя из церкви, Тарталья завернул за угол, направляясь к дому священника, находившемуся на боковой улочке. Пожилая леди проводила его в маленькую и душную приемную и сказала, что отец Игнацио скоро к нему выйдет. Марк огляделся. Высокий потолок, ничем не засланный пол темного дерева, стены выкрашены в белый цвет. Одну занимал массивный книжный шкаф, забитый религиозными томами в кожаных переплетах на латыни и итальянском, другую стену украшал портрет святого Винсента Паллотти, основателя церкви святого Петра, и портреты двух других отцов церкви. В углу посверкивало большое распятие, а остальная обстановка самая скудная. Тапезный стол и несколько стульев красного дерева. Через несколько минут в комнату вошел отец Игнацио. Мне сказали, вы хотите увидеться со мной. Он указал Тарталье на стул по другую сторону стола. Лицо у священника было загорелое и гладкое, почти без морщин. По виду он был не намного старше Тарталье, хотя в черных волосах у висков уже пробивалась седина. Высокий и худой он слегка сутулился, тяжелые очки с толстыми линзами увеличивали его темные глаза. Тарталье назвался и увидел, как лицо отца Игнацио расплывается в широкой теплой улыбке при упоминании о родных Марко, которых священник похоже прекрасно знал. Говоря о Николетте и ее семье, отец Игнацио переключился на родной итальянский с сильным неаполитанским акцентом и Тарталье вначале даже с трудом улавливал суть. К сожалению, я здесь по полицейским делам, сказал Тарталье по-английски, как только отец Игнацио сделал паузу. Тарталье объяснил, зачем он пришел. Отец Игнацио нахмурился и, тяжело вздыхая, осенил себя крестом. Конечно, я читал про убийство нашей прихожанки Лауры Бенедетти в газетах. Вы действительно думаете, что преступление как-то связано с нашей церковью? Разве что косвенно. Религия это единственное, что объединяло все жертвы. Тарталье вкратце пересказал факты из жизни трех молодых девушек, не упоминая ни Мэрион Спир, ни Келли Гудхарт, осложнять сюжет не имело смысла. Вы полагаете, убийца католик, уточнил отец Игнацио? Возможно. Или, во всяком случае, работает в какой-то католической организации, так как жили девушки в разных районах Лондона, я думаю, организация это не местного уровня. Отец Игнацио покивал, очевидно, несколько воспрянув духом. У всех девушек была депрессия и суицидальное настроение, причем в этом направлении их усиленно подталкивали, продолжил Тарталья. Мне кажется, они должны были обратиться к кому-то за советом, предположим, по каким-то причинам, а они не пожелали довериться своему священнику, и мне подумалось... Да, я понимаю, опять кивнул отец Игнацио, такие молоденькие девушки. Вы подумали, они могли обратиться к кому-то другому? Именно. По телефону или лично они обратились туда, где никто не знал их самих и потому не мог рассказать о проблемах семьи. Возможно, к самаритянам. Их мы уже проверили. Мне пришло в голову, что есть еще какая-то чисто католическая организация, про которую девушки узнали в своей церкви или в своей общине. Что ж, отец Игнацио задумчиво потер подбородок. Существует несколько известных мне мелких организаций, но все они, разумеется, действуют на добровольных началах. Пойдемте. Мне кажется, в церкви у самого входа лежат брошюры, которые вас заинтересуют. Он поднялся, и тарталья последовал за ним в зал, откуда небольшая дверь вела непосредственно в церковь. Они прошли по проходу между скамьями, и около главных дверей у деревянной полки, заполненной самыми разнообразными буклетами, отец Игнацио остановился. Их довольно много, сказал он, сгребая пачку брошюр. Внимательно просмотрев их, он протянул одну тартальи, а остальные положил на полку. Вероятно, это как раз то, что вы ищете. Эта организация вполне отвечает вашим характеристикам. Похоже на самаритяны, при этом католики. Тарталья взглянул на брошюру. Называла себя организация «Оливковая ветвь», католическая ассоциация помощи, сокращенно КАП. О ваших звонках никто никогда не узнает, гласил рекламный слоган на обложке. Адрес не указан, только номер телефона. Тарталья никогда не слыхала такой ассоциации, однако, прочитав слоган, решил, очень даже подходит. Выстраивается следующая цепочка. юная девушка, которой требуется помощь, звонит в католическую ассоциацию, на звонок отвечает Том. Да, все логично, они тщательно проверили записи домашних звонков девушек на предмет контакта со всеми известными организациями типа самаритян, а на какую-то КАП никто говорили. Не знаете случайно, где они располагаются? Тот отрицательно покачал головой, мне известно только, что базируются они в Лондоне. Буклеты их я встречал и в других церквах, не уверен даже, что у них есть постоянный офис. Отец Игнацио вышел с тартальей из главного входа и спустился на улицу. Страшно узнавать, что кто-то злоупотребляет доверием, пользуясь своим положением. Голос отца Игнацио сорвался, он уставился на тротуар, медленно покачал головой и с тяжелым вздохом снова взглянул на тарталью. Конечно, дурные люди встречаются везде, и вы навидались без сомнения побольше моего. Пожалуй, да, согласился тарталья. Спасибо вам огромное за помощь, если мы что-нибудь обнаружим, я обязательно дам вам знать. Отец Игнацио улыбнулся, взял в ее, глядя в глаза. Будет приятно когда-нибудь увидеть вас здесь снова, инспектор, со всей вашей семьей. Тарталья улыбнулся в ответ. Вообще-то давно пора. Обещаю вам, отец, что приду и очень скоро. Выйдя из церкви, Марк позвонил в отдел и наткнулся на Ивет Диккенсен. Из-за надвигающегося отпуска по беременности Диккенсен была благодарна за любую сверхурочную работу, хотя, по его мнению, она давно должна бы отдыхать дома. Он продиктовал ей данные из буклета и дал задание позвони по этому номеру, узнай, где они располагаются и пошли туда кого-нибудь безотлагательно. Если откажутся сотрудничать, пригрози, что мы возьмем ордер. Мне требуется список всех, кто работал у них последние два года в любой должности. Особенно меня интересуют люди, сидевшие на телефоне. Нам нужен доступ к их записям телефонных звонков. Необходимо проверить и другие церкви, существует ли при них такая организация или что-то подобное. Потом перезвони мне. Сэр, звонила Никола Слейт. Уже несколько раз она хотела поговорить с Сэм, очень настаивала на разговоре с ней. Ты в чем же дело, пусть поговорит. На другом конце повисла пауза. Сэм уже ушла домой, чуть раньше. Тарталья почувствовала, что Диккенсен чего-то не договаривает. О чем Никола хотела сообщить, не знаешь? Мне она не пожелала сказать, только твердила, что ей обязательно нужна Донован. Куда, черт возьми, подевалась Сэм? Новая пауза. Наконец Диккенсен выдавила у нее свидание. Опять секундное замешательство, и она добавила в оправдание, ведь не запрещено иметь личную жизнь, верно? Свидание? Вот это новость. Последнее время Донован только и стонало, что привлекательному мужчину днем с огнем не сыщешь, но, само собой, не запрещено, только как-то очень не вовремя. На самый разгар расследования Тарталья и самому себе не решился бы ответить, на что так злиться, на то, что Роман Сэм нанесет ущерб расследованию, или на то, что она бегает на свиданиях к какому-то парню, а он Тарталья даже об этом не знает. Обычно Сэм выбалтывала ему все подробности и порой случалось просила у него совета. Почему же на этот раз она ни словом не обмолвилась? Возможностей пооткровенничать было хоть отбавляй. Сейчас у нас личное время, разве не так? Огрызнулась Диккенсен, стараясь оправдать Донован. Да ради бога! Раздраженно бросил Тарталья. Ничего он не выиграет, настраивая против себя Диккенсен, добьется только, что вся женская часть отдела пойдет против него войной. За то, что он попытался помешать одной из их племени малость оттянуться. Хорошо, он все выскажет сэм утром. Дай-ка мне телефон Николы Слейт, перезвоню ей сам. Записав номер, Марк положил трубку. Хотел было набрать номер Николы, как вдруг зажужжал его сотовой, вызывал Уайтман. Сэр, мы кое-что тут накопали. Я на канале. Мы разыскали паб, куда заходила в тот вечер Иоланда. Один местный узнал ее фото. Говорит, она сидела в пабе, выпивала с каким-то мужчиной. Судя по описанию, тот очень похож на Тома. Уайтман глубоко вздохнул, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Ага, теперь события начнут стремительно развиваться. Тарталья это нутром чувствовал. Так часто бывает, ждешь-ждешь автобуса, а когда отчаявшись соберешься уйти в освояси, автобусы начинают приходить один за другим. Вот на такой прорыв он и надеялся. «Говори адрес», бросил Тарталья, с трудом сдерживая возбуждение, «Сейчас подъеду». Пап, пес и кость примастился в конце моста окнами на Ридженс канал, неподалеку от того места, где Тарталья дожидался стил. В помещении было людно, в воздухе густо висели дым и запах пота, из динамиков на потолке оглушительно гремела музыка. Большинство посетителей похоже туристы, у стойки сбилась компания не то австралийцев, не то новозеландцев, по акценту Тарталья так и не вычислил. Судя по накалу веселья и общему виду, в пабе они находились давненько и опрокинули не одну кружку пива. Уайтмана Тарталья обнаружил в дальнем углу, тот, примастившись на табурете, разговаривал с бугаем лет под сорок с бритой головой, каждый дюйм его рук покрывали татуировки. С пинтой пива в руке, далеко выбросив перед собой ноги, бугай удобно развалился на подушках посередине просторного бархатного дивана с видом человека, который в пабе как дома. Тарталья прихватил табурет от другого стола и сел рядом с Уайтменом напротив здоровяка. Мистер Стенсфилд был тут в тот вечер, объяснил Уайтмен. Он хорошо запомнил и Оланду и того пил щедрый глоток пива и вытер рот тыльной стороной кисти. Вот тут они сидели, где теперь я сижу. А я вон там стоял, где сейчас пол с миком. Стенсфилд кивнул головой на двоих мужчин, похожих на него как клоны, что стояли в автоматах с сигаретами. Вы не помните, они вместе пришли? спросил Уайтмен. В зале девчонка какое-то время сидела одна, а уж потом подвалил он пижон этот. Пижон в каком смысле? Переспросил Тарталья. Строил из себя больно много. В таком прикиде, ну куда там? Лет тридцать, тридцать пять, короткие темные волосы, среднего роста и сложения, прочитал Уайтмен из блокнота «Похоже, наш парень». И говорил как по-писанному. Вы с ним даже разговаривали? удивился Уайтмен. Как раз хотел рассказать, когда пришел инспектор. Стенсфилд снова отхлебнул пиво. Они тут поболтали немножко. Вон и та молодая девчонка. Много в пабе было народа, перебил его Тарталья. Ну да, считай полный зал. Почему же вы обратили на них внимание? Да еще заметили, что они делают. Вы же стояли довольно далеко. Это вот ткнул Стенсфилд большим пальцем в стол. Мое место, сэр. Мы с дружками завсегда тут сидим. Работаем мы через дорогу и заходим сюда почти каждый вечер. А тогда я зашел и увидел, что на моем месте молодая леди сидит. Подумал про себя окей, без проблем, она же не знает, но на место на свое поглядывал, понимаете. Девчонка не показалась мне такой уж выпивохой, я и решил, она скоро слиняет. И тут нарисовался этот крендель, и они за моим столом устроились, гляжу прочно, языками чесать принялись, правда, по большей части трепался он, и не раз подскакивал тяпчем я. А когда я опять глянул, смотрю, а она удирает вон через ту дверь. Стэнсфилд мотнул головой в направлении одного из выходов и вздернул брови, почти не существующие. И кто б стал винить ее за это, бедную девчонку? Значит, из пабы она ушла одна, без него? Ну да. Подхватила свою куртку и сумку, да и дала деру, пока он застрял у стойки. Со смеху помрешь. За ней следом никто не вышел. Стэнсфилд помотал головой, а потом вернулся от стойки этот перец. И сидит себе, дожидается девчонку, дергается, как на раскаленной сковородке. Я прям со смеху чуть не помер. Она ж возвращаться-то не собиралась, ага. Так что подгреб я сюда и уселся на ее место. А этот говорит, тут кое-кто сидит, гонор-то из него так и прет. Стэнсфилд насупился и вздернул подбородок, видимо, стараясь изобразить пижона и его высокомерный тон. А я ему в ответ, тебе, приятель, очки требуются, да посильнее. Нету тут никого, никто не сидит. Ему целая минута потребовалась, пока он просек, что к чему. И нельзя сказать, чтобы он стал довольный такой, придовольный, когда до него доехало, что она слиняла. Он что-нибудь еще говорил? С минуту Стэнсфилд усиленно думал, заодно прикончил пиво и с громким стуком опустил на стол пустую кружку, как точку поставил. Откашлялся, словно в горло ему что-то попало. Еще пинту, улыбнулся Уайтмен. Не против, кивнул Стэнсфилд, особенно если угощаешь ты, приятель. Куда как приятно содрать чего разок и со старины Билла. Примечание. Старина Билл, полиция, сленг, конец примечания. И что же он сказал, мистер Стэнсфилд? Повторил вопрос Тартальи, когда Уайтмен ушел к стойке. Стэнсфилд вольготно закинул мускулистые руки на спинку дивана, устраиваясь поудобнее. Выдал какую-то брехливую историку насчет того, будто девушке стало плохо, ну что-то такое. Но ясно же, как день, что на самом-то деле случилось. Не по душе ей пришелся этот гонористый козел и все дела. А что произошло потом? Он тоже отвалил, вылетел из бара, молнией сиганул, да еще сальцем мазанутой. В какую сторону он направился? Без понятия, покачал головой Стэнсфилд, тут Таня подрулила, это моя птичка, и после того я уж ничего не помню, что было. И он широко улыбнулся Тарталье, продемонстрировав несколько зияющих прорех в зубах. Нам нужно будет взять у вас, мистер Стэнсфилд, официальные показания, а также потребуется ваша помощь для составления фоторобота того человека. Надо думать, вы его неплохо разглядели. Без проблем. Улыбка вдруг слиняла с его лица. Стэнсфилд нахмурился. Эта девушка та самая птичка, которую убили несколько дней назад на канале? Та самая, что сидела тут? Тарталье кивнул. Вот ни хрена себе! И вы считаете, убил тот козел, которого я видал? Пока что, мистер Стэнсфилд, мы на ранней стадии расследования. Стэнсфилд кинул на него понимающий взгляд и покрутил головой. Ну да, дурить кого другого. Он испустил тяжкий вздох, осматривая пятно от соуса у себя на майке, точно только что заметил его. Я как только глянул на него, тут же просек дурной он парень. Бедная девочка, вот что я скажу. Он встретился взглядом с Тартальей. Надеюсь, вы вздернете его, как только разыщите. Тюрьма для таких ублюдков слишком хороша. Вполне согласен, кивнул Тарталья и поднялся. А ведь Стэнсфилд не знает и половины томовых подвигов. Глава 33 Ты всю жизнь прожил в Англии, полюбопытствовала Донован. Залезки кивнул, родился и вырос в Лондоне, хотя никогда не чувствовал себя настоящим англичанином. Не чувствовал, что я здешний. Если уж на то пошло, я нигде не чувствую себя дома. Они сидели в нише за столиком в небольшом французском ресторанчике в Илинге, неподалеку от дома Адама. Устрицы и палтус под голландским соусом уже были съедены. Залезки выбирал те же кушаньи, что и Донован, и ей это нравилось. Приятно узнать, что вкусы у них, по крайней мере, в еде совпадают. Никогда не ела ничего вкуснее, подумал Сэм. Или так кажется от того, что она ужинает в его компании. С ним так легко разговаривать. Ни разу она не ощутила даже намека на досаду или раздражение и очень увлекательно. И ему вроде она интересна. Обычно мужчины предпочитают болтать о самих себе. Курс гипноза закончился, и Залезки купил бутылочку шампанского отпраздновать событие. Вино на вкус оказалось изумительным. Самое невероятное. Сэм совершенно не тянуло закурить, а когда откуда-то пахнуло сигаретным дымом, ее чуть не стошнило. У столика возник официант, и они заказали десерт, шербет из фруктов для Донован, а Залезки предпочел сыр. — У тебя оба родители поляки? — спросила Донован, отпевая глоток шампанского. — Мать Полька. Она давно умерла, когда я был совсем маленьким. Воспитывали меня ее родители, Залезки — это их фамилия. А отца я и не знал никогда. Он бросил мать, как только узнал, что она беременна. — У-у-у! — только и притянула Сэм. Слов у нее не нашлось. Вот дура. Матери было всего семнадцать, и они не были женаты. Легко, без сожаления, в голосе добавил Адам. — Рассказывает так буднично. — Интересно, что он на самом деле чувствует? — мелькнула у Сэм. — Тебе никогда не хотелось разыскать его? Лицо у Адама сразу затвердело. Чуть помедлив с ответом, он покачал головой — Нет. Я не желал его видеть. Никогда. Как мне рассказывали, он законченный подонок. Я выскреп из себя его гены, будь такой возможно. Говорят, я очень на него похож. Такая вот насмешка природы, при моих-то к нему чувствах. Донован пытливо всматривалась в него, прикидывая, не пора ли сменить тему, но любопытство победило. — Отчего умерла твоя мама? — не выдержала она. Адам медленно покручивал бокал, по стенкам сердита вскипали крохотные пузырьки шампанского. покончила с собой. Бросила меня одного окончательно и бесповоротно. Мне было тогда всего три года. К счастью, я был слишком маленький, чтобы запомнить ее. Фотографии, правда, сохранились. Мне очень жаль. — Ладно, забудь, — вздохнул Адам. Теперь я уже достаточно взрослый, боль притупилась, я научился смотреть на вещи остраненно и стараюсь не думать обо всем этом. Какой смысл? Что случилось, то случилось. К счастью, нашлось, кому позаботиться обо мне. Сняв очки, Адам уронил их на стол и потер лицо руками. Потом взглянул на Сэм, и она вдруг заметила, какие у него красивые глаза. Светло-карий с зеленоватым отливом. Потянувшись через стол, Адам взял за руку и улыбнулся. — Давай выберем тему повеселей. — Расскажи о себе. А ты откуда родом? Ладонь Сэм тонула в его руках, и хотя прикосновение его было приятным, Донован почувствовала себя неловко и засмущалась. Я, как и ты, здешняя. Родилась и выросла в Лондоне, в предместе Туикнем. Родители у меня учителя, оба сейчас на пенсии. А есть братья или сестры. Сестра есть, ее зовут Клэр. Она на два года старше меня. Адвокат в крупной фирме в Сити. Вы с ней близки? Донован кивнула, мягко вытянула руку, якобы за тем, чтобы взять бокал. Мы с ней очень разные. Но почти всегда умудряемся ладить. Живем в одном доме. В Хаммерсмите, ты говорила. Правильно, дом принадлежит Клэр, но я тоже вношу за него свою долю по ипотеке. Она похожа на тебя? Хоть немножко? Ни капельки, расхохоталась Донован. И не догадаешься, что мы сестры? Клэр высокая, почти пять футов девять дюймов, с темными кудрявыми волосами. Она на отца похожа. А я, ну, она пожала плечами. По-моему, ты прелестна. Глядя Сэм в глаза, Адам снова взял ее за руку, ласково поглаживая ладонь. У тебя такая гладкая и мягкая кожа. К щекам Сэм прилила кровь. К счастью, прежде чем она успела ляпнуть какую-нибудь глупость, появился официант с шербетом для нее и сыром для залезки. Когда Тарталья покидал пап, пес и кость, зазвонил его мобильник. Он разобрал женский голос, что-то бубнящее в трубку. Кто говорит? Это детектив-инспектор Марк Тарталья? На этот раз погромче произнес голос. Минутку, попросил он. Тут ничего не слышно. Марк вышел за дверь, укрылся под козырьком от дождя и плотно прижал трубку к уху. Быстро задыхаясь, женщина называлась Никола Слейт. Только тут он спохватился, что собирался перезвонить ей. Я разговаривала с женщиной-полицейским из вашего отдела, и она сказала, что вы мне перезвоните. Вы так и не позвонили, и она дала мне ваш номер. Ничего, что я вам сама звоню. Рад, что вы позвонили. Извините, я был занят, разговаривал со свидетелем. Простите, что беспокою вас, но это важно. А дозвониться до сержанта Донован я никак не могу. Помните, я рассказывала вам про мужчину, которого видел из Мэрион? Того, в которого она была так влюблена. Знаете, а ведь я видела его тогда в полицейском участке. Да не сразу сообразила, что это он. Никола будто с подружкой болтала о всяких пустяках, а на самом деле сообщала важнейшую информацию. Вчера ночью мне приснился сон про Мэрион, и днем меня вроде как по голове стукнуло. Понимаете, он так сильно изменился, другой имидж и все такое. Вы узнали кого-то в ряду опознаваемых? Да нет. Я же сказал вам, там его не было. Это тот мужчина, с которым вы разговаривали, когда я стоял около стойки дежурного с сержантом Донован. Вы и тот мужчина вместе вышли из участка. Вспомнили? Тарталью при этих словах, точно ледяной водой, облили, он вздрогнул. Разгадка все время лежала у них перед носом, на самом виду. Узор окончательно сложился, все сошлось. Какими они были тупыми болванами, конченными идиотами. Лаура Бенедетти, Элли Бест, Джема Крамер и Оланда Гарсиев, все сходится. Мисс Лейт, вы абсолютно уверены, что это тот самый мужчина? Ведь вы его раньше близко не видели. Выглядит он действительно совсем по-другому. Никола словно бы оправдывалась, что не узнала его сразу. Но сейчас я абсолютно уверена, это он. Иначе я не стала бы вам звонить. Когда они вышли из ресторана, Адам, глядя на Сэм, с улыбкой взял ее под руку. Если ты устала, могу отвезти тебя домой. Он выдержал крохотную паузу. Если нет, у меня дома в морозильнике есть отличная польская водка. Не хочешь выпить рюмочку на сон грядущий? Было бы недурно, хихикнула Сэм. Я ни капельки не устала. Вот и замечательно. Мой дом отсюда в пяти минутах ходьбы. Адам легко поцеловал ее в щеку, и они рука об руку зашагали по дороге. Даже ночной мороз не испортил приподнятого настроения Сэм. Она пребывала в состоянии счастливого возбуждения. Ей было легко и радостно. Она словно прогуливала уроки. Мобильник отключен, пейджер лежит дома. Все служебные заботы и тревоги на время отодвинулись. Черт побери, неужели она не заслужила несколько часов отдыха? Адам такой милый. Тарталья, конечно же, взбесится, если узнает, что она сбежала. Но ей уже все равно. И вообще он ей не сторож. Дорога привела их к магазинам, в ряду которых находилась и лавка Энджела. Мимоходом Донован заглянула в витрину. Магазинчик Энджела тонул во тьме, однако, подняв глаза, она увидела, на втором этаже горит свет. Шторы были широко раздвинуты, и она увидела мужчину, вроде бы Гарри, и блондинку, а не расхаживали по комнате. Сэм замедлила шаги, прислушалась к приглушенной оперной музыке, доносящейся сквозь окна, гадая, кто это блондинка, и что задумал Энджел. — С тобой все в порядке? — спросил Залески. Все чудесно рассеянно отозвалась Сэм, прикидывая, не позвонить ли еще разок Николе Слейт. Вдруг она что-нибудь вспомнила. Надо сказать Адаму, что сегодня она обойдется без водки. Он, конечно же, поймет, и если она на самом деле ему нравится, позвонит в другой раз. — Пойдем, Сэм. Адам мягко потянул ее за руку. — Нельзя так долго стоять на морозе. Простудимся до смерти. Донован колебалась, не зная, как поступить. Что-то будто подталкивало ее позвонить Николе. В чем дело? Нетерпеливо осведомился Адам и проследил за ее взглядом. Кто там? Ты его знаешь? Донован оглянулась на него, улыбнулась. Нет, не то чтобы просто сейчас столько работы навалилось. Наверное, я все-таки пойду домой. Адам забрал обе ее руки в свои, заглянул в глаза серьезно и почти оскорбленно. Ты передумала? Нет, но... Ну и дурища же она. Еще не хватало портить вечер с Адамом из-за какого-то расследования. Все равно уже поздно. Никола, конечно, давно спит. Тогда пойдем. Адам крепко взял ее под руку. Бросив напоследок взгляд на окно Энджела, Донован позволила себя увести. Какой смысл сейчас тревожиться? Работа подождет до утра. Она надеялась, что завтра не опоздает и не будет мучиться похмельем. Тогда и позвонит Николе. Они пересекли шоссе и зашагали вдоль лужайки. Это здание называется Пицхеннерменор, пояснил Адам, когда они проходили мимо большого дома, стоящего поудаля от дороги за оградой кованого железа. Когда-то, еще в XIX веке, он принадлежал архитектору сэру Джону Соуну. Теперь, как ни печально, он перешел в собственность муниципалитета. Здесь публичная библиотека Иллинга и смотреть стало не на что. Донован кивнула, имя ничего ей не говорила, только почему-то напомнила о книжной лавке Энджела. Энджел никак не удается выкинуть его из головы. На нее вдруг наварилась ужасная усталость. Пожалуй, ей вправду лучше отправиться домой. Пусть сейчас поздно звонит Николе, зато можно успеть хорошенько выспаться. В теперешнем настроении ей лучше всего побыть одной. Внезапно остановившись, Сэм повернулась к залезке. Послушай, Адам, ты не очень огорчишься, если я пойду домой. Тебя что-то беспокоит? Да, работа. Прости, никак не могу от нее отключиться. Уверена, что дело только в этом. Донован разглядела разочарование в его глазах и вдруг почувствовала себя виноватой из-за того, что заговорила о работе. Эта чертова работа вечно встает у нее на пути. Конечно, я чудесно провела вечер. Спасибо тебе. Хочешь пойти домой? Пожалуйста. Я действительно ничем тебя не обидел. Да что ты? Вовсе нет. Сэм улыбнулась, стараясь ободрить его. Правда, причина одна. Наше расследование. Я очень сейчас занята, вот и все. Понимаю. Адам медленно покивал. Твоя работа, видимо, очень для тебя важна. Даже на один вечер не получается отключиться. Важна? Разумеется, важна. И все-таки Донован ругал из себя, что вылезло с этой темой. А как насчет одной единственной рюмочки? И спросил он. Мой дом на самом деле совсем рядом. Потом я вызову для тебя такси. Донован колебалась, видя у него на лице нетерпеливое желание, и наконец кивнула. Окей, всего по одной. Это будет чудесно. Он опять взял ее за руку, и они отправились мимо стены, окружающей большой сад особняка Пицхенер, и дальше по боковым прилегающим улочкам вдоль низких, краснокирпичных, эдвардианских домов. Квартал оказался странно безлюдным. Навстречу им попалась лишь полная пожилая женщина, закутанная в мешковатый анорак. Она выгуливала маленького коричнево-белого Рассел-терьера. Когда они проходили мимо, собачонка подскочила к залезке, начала бегать вокруг его ног, подпрыгивала, лаяла, словно желая поиграть. Им пришлось остановиться. — Вы что, не можете унять собаку? — закричал залезке вслед женщине, пытаясь отогнать терьера. — Ее положено водить на поводке. — Простите. Хозяйка собаки бегом кинулась к ним и подхватила выдирающуюся собачонку на руки. — Обычно Фред так себя не ведет. Она оправдывалась. Однако по тону было ясно, что в поведении собаки женщина винит залезке. Она ушла своей дорогой, крепко удерживая подмышкой терьера все еще яростно сражающегося за свободу. — Ненавижу собак! — злобно буркнул Адам. Как только женщина отошла, он обмахнул брюки, как бы стирая собачьи следы, взял Сэм под руку, и они двинулись дальше. — Это было определенно чересчур резвое, — заметила Донован, желая развеять возникшее напряжение. — Любопытно, как собаки и кошки чувствуют людей, которым они не нравятся? Донован любила собак, да и вообще всякую живность, и ей реакция Адама показалась неадекватно бурной и неприятной. Впрочем, обсуждать эту тему она не собиралась, может, он рос в доме, где было не принято держать животных. Залезки в ответ натянутый улыбнулся, и дальше они шагали в молчании. Через две-три минуты Залезки остановился перед невысоким домом на две семьи, похожим на все другие на этой улице, и толкнул невысокую деревянную калитку, придержав ее для Донован. Калитку не мешало бы покрасить, но небольшой садик выглядел ухоженным и аккуратным, даже мусорные баки спрятаны под навес. От дороги сад отделяла высокая, красиво подстриженная живая изгородь. Вот мы и пришли, объявил Залезки, ведя Сэм по короткой дорожке к входной двери, это мой дом. Закончив разговор с Николой, Тарталья тут же позвонил на сотовый Диккенсен. Она ответила фоном в трубке, Тарталья услышал шум машин. Проверь для меня одно имя, попросил Тарталья. А я уже по пути домой, на Хаммерсмитском мосту. Конечно, ведь уже поздно, Тарталья никак не мог винить Диккенсен, тем более в ее положении. Однако сейчас совсем не то время, чтобы сбегать домой. Кто-нибудь из наших остался? Дэйв с Ником только что вернулись. Они проверяли информацию, которую вы мне дали. Извините, я думала, мне уже можно уйти. — Послушай, это срочно. Думаю, что Адам Залески и есть Том. Позвони им, пусть проверят, работал ли он когда-нибудь в КАП, а если да, то кем. В трубке повисла напряженная тишина. Затем Диккенсен проговорила, Залески, вы говорите про нашего свидетеля? Про гипнотизера? Ну да, резко ответил Марк, ему было не до длительных разъяснений. Боже мой, Сэм сейчас как раз ужинает с ним. С Адамом Залески сердце Тартальи ухнуло вниз. Как же черт, где? Не знаю, господи. Срочно звонит Дэйву и Нику. Мне требуется адрес Залески. Срочно! Живет он где-то в Вылинге и пошли туда людей с ордером. Мы должны разыскать его, прежде чем голос у него сорвался, при мысли, что может произойти. Слава Богу, у него есть мотоцикл. В Вылинг он домчится минут за двадцать, даже за пятнадцать, если повезет. Глава тридцать четвертая. Донован подождала, пока Залески отоплет дверь и вошла следом за ним. В доме пахло сыростью и чем-то затхлым, но после холодного вечернего воздуха было приятно тепло. Первое, что бросилось Сэм в глаза, когда Адам включил свет в холле, большой портрет маслом человека в берете и военном мундире. Похожие портреты она видела в польском клубе. Это мой дед, пояснил Адам из-за спины Сэм. В свое время был настоящим героем. Она обернулась, совсем не похож на тебя. Какой у него свирепый вид! Он и был свирепым, мрачно ухмыльнулся Залески. Теперь, слава Богу, он мертв, и моя бабка тоже. Это был их дом. Тут я и вырос. Адам помог Сэм снять куртку и пристроил на прибитую высоко на стене вешалку темного лакированного дерева. Крючками служили рога неведомых маленьких зверушек. В середине тускло поблескивала медная табличка с надписью, но прочитать ее Донован не сумела. Адам провел ее в небольшую гостиную. Располагайся, как дома. Сейчас принесу водку. Донован присела на диван. Ей вдруг стало не по себе. Их дом в Туикнеме, где семья жила до того, как Сэм поступила в университет, был похож на дом залезки, но атмосфера в нем царила совсем иная. Шумная, безалаберная и веселая. Полно животных, постоянные гости, которые то приходили, то уходили, а в результате вечный беспорядок и ощущение, что вещи находятся в состоянии непрерывного перемещения. А тут все так чинно и официально. Жесткая спинка дивана, резные подлокотники, накидка из дорогого камчатного полотна, в их доме она не продержалась бы на месте и секунды. Выцветшие шторы с туго натянутым ламбрикеном, висящее над каминной полкой зеркало в резных позолоченных завитушках, слишком громоздкое для такой небольшой комнаты, будто предназначалось оно для просторного зала. Тихонько тикают в углу на карточном столике красного дерева часы. В сумеречном свете Сэм почудилась, будто она шагнула в прошлое и в другой мир, не совсем английский. Дом напоминал ей музей, где все предназначено для показа, а не для жилья. Неужели Адам здесь вырос и живет до сих пор? Залезки вернулся с небольшим деревянным подносом в руках. Из серебряного ведерка со льдом выглядывала бутылка с ярко-желтым ярлыком. Две рюмки, уже наполненные до краев, запотели от ледяной жидкости. Адам поставил поднос на длинный низкий столик, накрытый вышитой салфеткой. В ее расцветке преобладали бледно-красные и синие цвета. Повторяющийся узор изображал что-то вроде герба, очевидно, герба семьи Адама. Он протянул Сэм рюмку, присел с ней рядом, небрежно закинув руку на спинку дивана. Донован вдруг взволновала его близость. Она гадала, когда он поцелует ее и собирается ли это сделать. На здоровье пожелал Адам, поднял рюмку и чокнулся с ней «За тебя, Сэм Донован». Она улыбнулась, сумев одним глотком одолеть полрюмки. На этот раз Сэм была готова к обжигающему эффекту напитка, он даже доставил ей удовольствие. Остаток Сэм допила медленно, предвкушая новую волну тепла. Я понимаю, мне не следует спрашивать, но очень любопытно, как движется ваше расследование? Неожиданно поинтересовался Адам. Мужчина, которого вы просили меня опознать, он оказался тем самым, за которым вы охотитесь? Залезки вопросительно смотрел на нее. «Да», после секундного колебания ответила Донован, «во всяком случае мы так считаем». Она знала, рассказывать ничего не полагается. Она и не рассказывает, верно, просто отвечает на вопрос. Ей так хорошо рядом с Адамом, и он такой красивый. Опасаясь, как бы он не разгадал ее мыслей, Сэм постаралась отвлечься. У нее слегка кружилась голова. «Да, нужно сохранить контроль над ситуацией, выдать минимум информации и поскорее сменить тему». Сэм допила последние капли водки и поставил рыбку на поднос. «К сожалению, у нас пока нет никаких свидетельств, с помощью которых мы сумели бы привязать подозреваемого к месту преступления. Такое вот разочарование». «Не жаль, что я не сумел помочь». Пожал Адам плечами. «Я не узнал этого человека. Ты поступил правильно. Говорить следует только то, в чем уверен. Просто мы надеялись, что сумеем привязать его к двум убийствам». Сэм поймала себя на том, что выбалтывает сведения, упоминать которые и не хотела. «А как с тем, с последним преступлением?» «Я читал про убийства на канале. Они все связаны?» «Да, связаны». Сэм сделала глубокий вдох, удивляясь, что и Адам разглядел связь между убийствами. Насколько ей было известно, даже прессе это пока не удалось. «Остановись-ка, Сэм, замолчи, смени тему». Она никак не могла сообразить, что бы такое сказать. Мысли путались. Адам извлек из ведерка бутылку еще по одной на дорожку. Сэм заколебалась было, но все-таки протянула рюмку. Почему бы и нет? «Тебе, я вижу, нравится водка». «Замечательно». Рассмеявшись, он наполнил обе рюмки сверхом, а теперь до дна. Донован выпила одним махом и почувствовала себя совсем пьяной. Потянувшись поставить пустую рюмку на поднос, она промахнулась и уронила ее. «Извини». «Ничего». Адам поднял рюмку. «Все в порядке». Почему-то водка подействовала на нее гораздо сильнее, чем в прошлый раз. «Наверное, она слишком много выпила». «Вроде нет». «Водка после шампанского». «Смертоносное сочетание». «Вот она причина». «Глупость какая». «Больше никакой водки». «Пора попросить Адама вызвать такси». Он решит, что она, как малолетка школьница, совсем не умеет пить. «А вдруг, если она посидит еще немножко, ей станет лучше?» «Кофе, что ли, попросить? Или воды?» Сэм почувствовала, как его пальцы ласково поглаживают ее плечо. «Значит, Сэм кивнула, употребив все силы на то, чтобы держать глаза открытыми. Адам пристально смотрел на нее?» «Догадался, что она опьянела?» «Донован надеялась, что у него не сложится о ней дурного мнения. «Но, странность, он ведь выпил столько же!» «Хотя он же мужчина, и куда крупнее ее...» «Правильно, тут главная масса тела». «А какие у вас против него улики?» «В том-то слова давались ей с трудом». Адам медленно покачал головой, снял очки, аккуратно сложил их и пристроил рядом на диване. Печальная история. Сэм уставилась на носки своих башмаков и хихикнула. Смех так и просился наружу, хотя ничего забавного не происходило. «Ничего-то у нас нет», заплетающимся языком произнесла она. Залезки внимательно посмотрел на нее. «Да, ребята, не единой у вас ниточки, верно?» Не столько его слова, смысл которых медленно проник в ее сознание, скорее перемена тона заставила Сэм поднять глаза и взглянуть на Адама. Он говорит так враждебно и холодно, Донован нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. Рядом с ней сидел другой человек, незнакомый. Непонятным образом внешность, даже лицо у Адама переменились, преобразились неожиданно Сэм испугалась. Разгадка все время пялилась вам в лицо, а вы умудрились даже и хреновые ниточки не найти, усмехаясь, произнес Адам. Туман у нее в мозгу все сгущался, однако Сэм все-таки поняла, что происходит. Так это ты, слова едва выговаривались, ты и есть Том. Сэм попыталась подняться, руки и ноги ее не слушались. Адам сводил девушку за запястье и швырнул обратно на диван. Не дергайся, ты никуда отсюда не уйдешь. Сэм понимал, и ей с ним не справиться. Она будто под наркозом, совсем не владеет телом, и веки тяжеленные, как свинцом налитые. Нет, она не заснет, засыпать нельзя, он хочет убить ее, нельзя ему позволить. Давай, Сэм, придумай что-нибудь. Как получилось, что ты не опьянел и неодурманен наркотиком, как ты, ухмыльнулся тот. Она тебя уже действует, да? Мы оба выпили по дверюмке, но я гораздо трезвее. У-у-у, вот так загадка. Я очень, очень милый и открою тебе разгадку. Вижу самой тебе разрешить ее не под силу. Скоро ты и совсем соображать перестанешь. Слова Адама доначились откуда-то издалека, отдавались сехом, голова Сэм тяжело свалилась ему на руку, она никак не могла удержать ее прямо, комната кружилась, ее тошнило, наркотик. Адам впился указательным и большим пальцами ей в щеки и заставил смотреть ему в лицо, хотя Сэм осознавала, что он делает, ей казалось, будто происходящее не имеет к ней никакого отношения. Да, ГГБ, волшебное средство. Как только он попадает в кровь, а уж тем более вместе с алкоголем, он действует моментально. ГГБ был в твоей первой рюмке. Для верности я и в бутылку немного добавил. Ты уже так опьянела, что даже не заметила, сам-то я не пил. Вот, смотри, он поднес полную рюмку к ее глазам и медленно покачал ею из стороны в сторону. Ты еще слышишь меня? Почему, выговорила Сэм, не понимая, говорит она вслух или про себя, не засыпай, не смей засыпать. Почему? Адам отпустил ее лицо, и она сползла с дивана на пол, стукнувшись головой о столик. Почему? Почему я убил всех этих жалких девок? Он встал, навис над ней. Лицо его маячило где-то далеко-далеко, смотрело на нее с большой высоты. Нет никаких почему, потому и ответа нет. Как оно идет, так и идет. И это было последнее, что услышала Донован. Тарталья уже почти домчался до Иллинга, когда ощутил вибрацию телефона во внутреннем нагрудном кармане. Съехав на обочину, он взглянул на номер и тут же перезвонил Диккенсон. Его дом в Южном Кенсингтоне, сэр, тревожно, чуть не плача, сообщила Ивет. Я звонила вам раньше, вы, наверное, не слышали. В Южном Кенсингтоне? Да, Гэри и его люди уже там, но никаких признаков залезки не обнаружили. Там вообще никого нет, уже поздно, а дом по виду похож на офисное здание. Просмотри досье еще раз. Залезки определенно живет в Иллинге. Я проверил, сэр. Именно тот адрес он и назвал. Сердце у Тарталья бухало. Он попытался успокоиться, мыслить логично, вспомнить, что сказал Залезки о месте своего жительства, когда он в тот первый раз опрашивал его. Тарталья отчетливо помнил. Залезки сказал, что живет он в Иллинге. Потому ты и находился в том квартале, когда убили Джема Крамер. Думай, думай же, постарайся, черт побери, вспомнить, что Залезки там делал, почему оказался в Иллинге. Что он тогда говорил? А, вот он шел домой. Да, шел домой, хотел оставить машину в гараже, нет, наоборот, шел забирать машину, когда вспомнил, заорал Тарталья. Залезки шел забрать машину из гаража. Мы еще тогда проверяли этот гараж, чтобы уточнить время. Номер машины должен быть в файле. Прокрути номер через компьютер и тут же перезвони мне, скажешь адрес Залезки. Глава 35. Тарталья стояла на Бекфорд-авеню у ворот дома номер 89. Наверху было темно, но сквозь шторы гостиной на первом этаже тускло пробивался свет. С минуту Марк прикидывал, как действовать. Возможно, они пока не вернулись, ужинают, а может, Сэм уже дома в полной безопасности, спит, а если нет, позвонить в дверь и посмотреть, что получится. Если Сэм в доме, Залезки, пожалуй, выкинет что-нибудь отчаянное. Единственное преимущество Тарталья во внезапности, но еще в том, что Залезки пока не знает, что они его вычислили. Дом был на две семьи с высокой калиткой сбоку, ведущей, как предположил Тарталья, в сад, разбитый позади дома. Он толкнул калитку, и перчатки, сунул все под кусты подальше от чужих глаз и, подпрыгнув, ухватился за верхнюю поперечину калитки. Подтянувшись, он перебрался на другую сторону и приземлился почти бесшумно. Свет уличного фонаря не достигал узкой дорожки, она тонула в темноте, и он едва различал, куда ставит ноги. Двигался Тарталья ощупью, держась за кирпичную стену дома, в боковых окнах света не было. В саду видимость была чуть получше. Тарталья различил узкую полоску лужайки, клумбы и мощеный пятачок перед домом, его окаймляли кусты в вазонах, свет нигде не горел, лишь в комнате на первом этаже. В доме ни звука, ни малейшего движения. Понаблюдав с минуту, Марк засек промелькнувшую в окне тень и понадеялся, что это залезки. Правда, он понятия не имел, кто, кроме залезки, живет в этом доме. В сад выходили две двери, из дома высокая стеклянная из небольшой боковой пристройки, застекленная наполовину. Сначала Тарталья толкнул стеклянную, заперто, другая тоже не поддалась. Тарталья прижался лицом к стеклу, различил стол, не то столовый, не то письменный, на нем компьютер, на экране неярко помаргивала заставка, пошарил возле замка, вдруг ненароком забыли ключ, нет, как нет, видимо, ключ вставлен с обратной стороны. Что ж, придется прибегать к решительным мерам. Оглядевшись в поисках чего потяжелее, Тарталья обнаружил крепкий на вид совок, воткнутый в вазон рядом с дверью. Сняв пуловер и обернув его вокруг ручки совка, чтобы заглушить шум, Тарталья нацелился в стекло, пришлось стукнуть несколько раз, прежде чем в самом углу появилась трещина и стекло с приглушенным звоном разбилось. Тарталья расширил дыру совком, ему удалось просунуть внутрь руку, обмотав ее пуловером, он нашаривал ключ, молясь, чтоб тот оказался в замке, слава богу, нащупал. Тарталья повернул ключ, открыл дверь и, осторожно перешагивая через осколки, вошел в темный кабинет. Прислушался, тихонько открыл дверь в коридор. Тишина, слышен лишь отдаленный гул транспорта с дороги. С улицы через витражные панели, обрамлявшие входную дверь, просачивался свет. Рядом с дверью белела пластиковая канистра для бензина и стояла маленькая сумка. Залезки собрался куда-то уезжать, думали он, а Сэм, где она? Как тут тихо! Из коридора вели две двери. Одна, как предположил Марк, в комнату с высокой стеклянной дверью, выходящей в сад, из-под другой двери, вероятно, в гостиную пробивалась узкая полоска света. Очевидно, они там. Хотя шума разговора не слышно, Тарталья подкрался к двери, стараясь ступать по плиточному полу бесшумно. Вдруг позади послушался шорох, и что-то похожее на твердый и холодный палец ткнулось ему в затылок. Не оборачивайся, это пистолет. Тарталья сразу узнал голос Адама Залезки, брызнул свет, ярко осветив коридор. А, так это вы, инспектор. С какой-то стати вы вломились в мой дом. Пистолет он продолжал прижимать к затылку Тарталья. Где Сэм? Она здесь. Девушка наверху, пудрит носик. А что такое? Вы тут у нас в роли ревнивого любовника? Она ваша подружка? Залезки потыкал дулом в шею Тарталья. Я считал, вы западаете на женщин более сексуальных. Сэм мой друг. Рискуете ради друга жизнью. Он рискует жизнью. Тут до Марка дошло, что именно так и есть. Однако он остался до странности спокойным. Да, вот именно. Ну что ж, о вкусах не спорит, но удивлен. Чего ж так ради нее дергаться? Мне она показалась обычной маленькой шлюшкой. Правда, ничего особенного. С ней все в порядке, ровно проговорил Тарталья, не желая доставлять за резкие удовольствия взрывом возмущения судя по тому, что он знает о залезке, не стоит даже пытаться выбить оружие у него из рук. Зависит от того, что вы подразумеваете под порядком. Донован потеряла над собой контроль, пришлось успокоить ее, привести в надлежащее душевное состояние. Только так и следует поступать с женщинами, то есть накачивать их наркотиками, чтобы потом вытворять что душе угодно. Инспектор, прекратите провоцировать меня, вам это не вам нравится оружие? Пари, держу, стреляете вы отлично. Тарталь я отмолчался. У меня в руке люгер с симпатичной такой историкой. Во времена Второй мировой мой дед отобрал его у немца. Само собой, после того, как убил парня. Дед обожал рассказывать мне эту байку, когда я был мальчишкой. Очевидно, ему было чудовищно страшно, когда он убивал. Лично у меня не хватает смелости смотреть на все же оружие дает человеку подлинное ощущение власти, правда? Откуда мне знать? Твердо ответил Тарталь я, раздумывая, как быть дальше. Тут он сообразил, вот и объяснение, почему Том не убивал девушек собственноручно, а сбрасывал с высоты. Не желал пачкать рук. Хотел отстраниться от грязи и реальной мерзости смерти. Пистолет ведь тоже держат на расстоянии вытянутой руки. Поверь мне, именно так. Подлинное ощущение власти, продолжал Залеский, переходя в самоупоение на ты. Поскольку оружие у меня, тебе придется выполнять все, что я прикажу. Прикажу прыгать, будешь прыгать, уяснил? А теперь открой ту дверь, что перед тобой. Распахни настиж. Вот так, правильно, руки за голову, иди медленно, сядь на диван. И без глупости прибавил он, когда Тарталь замешкался в проходе, прикидывал, может успеет захлопнуть дверь перед носом Залески, забрикадироваться, пока не подоспеет помощь. Люгер пистолет, хотя и старинный, но все еще стреляет, а я, поверь, меткий стрелок. Повернув ручку двери, Тарталь я вошел. Глаза его обижали комнату, выискивая средства защиты или путебегства. На глаза ничего не попалось, а местечко весьма своеобразное. Мебель страшенная, старомодная, коричневая, полно всяких безделушек. В воздухе висит непонятный пыльный запах, будто комнаты редко пользуются или совсем не проветривают ее. Тарталь я повернулся, сел и в первый раз оказался лицом к Залеске. Тот стоял у камина с пистолетом в руке, нацеленным точно в сердце Тарталь я. Темный плащ, шарф, кожаные перчатки. Вид такой, будто Залеске собирался уйти, а Тарталь я ему помешал. Сумка у двери, бензиновая канистра. Что Залеске собирался делать с бензином, если в канистре действительно бензин и выглядит Залеске как-то по-другому, ах да, он без очков и кажется без них гораздо жестче, увереннее в себе. Черты лица стали тверже, обозначились четче. Ростом он чуть ниже, Тарталь я, и надо надеяться, не такой проворный и сильный. Марк, не колеблясь, набросился бы на него, но под дулом пистолета главное отыскать Сэм. Где же она? Как она могла увлечься Адамом? Одинокие женщины, у которых слишком богатое воображение, опасны и для себя, и для других. Если бы она рассказала ему, если бы... И как бы тогда он поступил? Отругал, приказал прекратить встречаться с Залеске? Она бы и слушать не стала. У Сэм своя голова на плечах, она попросту огрызнулась бы и попросила не лезть в ее жизнь. Залеске еще здесь, значит, есть надежда, что Сэм пока жива. Она может быть где-нибудь наверху? Хамство какое, что ты вот так свалился мне на голову и пытаешься поломать мои планы. Голос Залески звучал заметно агрессивнее. Как раз, когда мы с Сэм собирались перейти к делу. Она жива. Тебе не стоит о ней тревожиться. Залески подсокол, разглядывает арталью, пистолет по-прежнему смотрел тому в грудь. Что же, черт тебя возьми, с тобой-то делать? Так все не кстати. Откуда ты взялся? Я же опоздаю на очень важное свидание. Мисс Донован ждет меня, и я не хочу ее разочаровывать. Ты ведь работаешь в Капе? Вопрос бессмысленный. Тарталья просто тянул время, стараясь задержать Залески. Там ты и находил их, верно? В оливковой ветви ты один из добровольных помощников. В глазах Залески мелькнуло удивление. Надо же, какие мы трудолюбивые пчелки. Молодцы, вычислили связующее звено. У вас больше мозгов, чем я думал. Девушки звонили туда. Им требовалась помощь и поддержка. А ты убивал их. Почему? И чего это всем так приспичило узнать? Почему? Примитивный закон природы. Если человек голоден, он должен поесть. Полная чепуха. И ты сам это понимаешь. Они сами хотели умереть со мной. Просили меня об этом. Умоляли. Я всего лишь облегчал им дело. Вот за это тебя и засадят за решетку до конца твоих дней. Нельзя засудить человека за то, что он оказывал помощь. И вообще, какие у вас есть улики? Если вы потрудитесь почитать письма девушек ко мне, сами увидите, они все хотели умереть. Но не Сэм. А с такими шлюшками несчастные случаи неизбежны. Винить им надо только себя. Я, так и быть, окажу ей услугу. И Мэрион Спир совсем не хотела умирать. И опять в глазах Адама мелькнула искорка удивления. Да, инспектор, вы произвели на меня впечатление. Признаюсь, с маленькой Мэрион все произошло по-другому. Давайте не будем педантами. Она была из тех грязных липучек, которые никак не желают отстать от мужчины. У меня от нее клаустрофобия развелась. Вот и пришлось кое-что предпринять. Ты убил ее, сукин сын. Как и другие, она сама хотела умереть. Клянусь. Желала или заполучить меня, или покончить жизнь. Сама мне так говорила. Этой плаксивой телке лучше там, где она сейчас. Ты маньяк, псих, больной на всю голову. Ладно, хватит болтовни. У меня нет времени. Сиди, где сидишь, и не двигайся. Залезки быстро подошел к столику. Он не спускал с Тартальи глаз, даже не моргнул ни разу. На столике стоял поднос, на нем ведерко для льда. Тарталья наблюдал, как Залезки вытащил оттуда бутылку с прозрачной жидкостью и наполнил до краев рюмку. Все так же цели пистолетом в Тарталью, он поставил рюмку на столик перед диваном и легонько, ногой подвинул его к Тарталье. Пей, приказал он. И заорал, как бешеный. Давай! Потому что Тарталья не шевельнулся. Что ж, черт побери, делать? В рюмке, без сомнения, наркотик. Если б Залезки подошел чуть ближе, тогда у Марка появился бы шанс, но Залезки, словно прочитав его мысли, отступил подальше и встал спиной к камину. В зеркале отражался его затылок. Тянуть время, ничего другого не остается. Тянуть время. Одна надежда вот-вот подоспеют полицейские. Тарталья медленно наклонился и взял рюмку ледяную и влажную на ощупь. Подняв ее, он заметил след губной помады и подумал, наверное, из нее пила Сэм. Да пей же! заорал опять Залезки. Нет у меня времени любоваться, как ты тут выделываешься. Тарталья поднес рюмку к губам, чуть притронулся к ледяной жидкости кончиком языка. Водка, так ему показалось, слегка припахивала чем-то чужеродным. Едовись у бутират бескусен, гадать, какая доза добавлена, нет смысла. Пей, говорю, одним глотком, как пьем мы, поляки. Может плеснуть водку в лицо Залезки, ослепить его хоть на секунду. Секунды вполне хватит, чтобы броситься на него и отнять люгер. Беда в том, что Залезки не спускает с противника глаз. Если пистолет заряжен и в рабочем состоянии, то у Тартальи не малейшего шанса. Покорно выпить водку? Тогда он отключится. И что станется с Сэм? Залезки точно убьет ее. Убьет их обоих. Нужно продолжать тянуть время. Иного выхода нет. О чем ты писал, Кэролин Стилл? Это, которая в Крим-обзоре выступала? Ну да, ты же посылал ей письма по электронной почте. Только не я Залезки помотал головой с видом искреннего удивления. С какой стати? Она не в моем вкусе. Если Залезки не отправлял сообщений, значит, это точно Кеннеди. Вот паршивец. Другой вопрос. Выживет ли Тарталья, чтобы обеспечить Кеннеди заслуженное наказание? Сэм тоже не твой тип. Отпусти ее. Залезки расхохотался. Не мой тип? Интересная постановка вопроса. Я как-то раньше не задумывался. Вряд ли у меня есть какой-то определенный тип. Конечно же, есть. Тебе нравятся девушки слабые и уязвимые. Одинокие, впавшие в глубокую депрессию, готовые выполнить все, что ты пожелаешь. Немного похоже на власть, которую дает обладание оружием. Ты ощущаешь свою власть над ними, верно? Ощущаешь себя настоящим мужчиной. Лицо у Залезки застыло, он ткнул в воздух люгером. Хватит, продевок, пей! А, так, ты же просто трус. Бесхребетный слюнтя, импотент, который заткнись нахрен, пей, почти завизжал Залезки. Хочешь, чтобы я выпил? Так подойди и заставь. О, какой ты у нас крутой! Киношек Прокопов насмотрелся? Но мы не в кино. У нас тут реальная жизнь, и ты сейчас сдохнешь. Залезки сверлил Марка глазами, словно решая, как с ним поступить. Потом оттолкнул столик, поставь рюмку и встань на колени. Руки за голову! Руки за голову, на колени, настоящая казнь. Тарталья понял, терять ему больше нечего. На колени, на пол, визжал Залезки. Вот теперь момент настал. Тарталья наклонил голову, уставился на ноги Залезки, сделал глубокий вдох, изобразил, будто сейчас опустится на колени, и одним броском нырнул, метнулся через всю маленькую комнату. Залезки откинулся назад, крепко стукнувшись обо что-то. Грохнул выстрел, Тарталья почувствовал резкую боль в виске и провалился в темноту. Глава 36. Да, здорово вы там без меня порезвелись, весело заметил Кларк, улыбаясь с больничной койки. Ага, жизнь без тебя стала скучноватой, вот мы и решили. Дай-ка мы ее малость подперчим, откликнулся Тарталья. Было воскресное утро, Тарталья и Донован заскочили навестить Кларка по пути на обед к Николетте. Кларк сегодня выглядел гораздо лучше, чем в их прошлое свидание с Тартальей. На лицо вернулись краски, он стал заметно бодрее, в нем пробудился интерес к жизни, хотя голову он все еще поворачивал с трудом. Тарталья позаимствовал из холла два архитичных стула, и они с Донован уселись рядом с кроватью выздоравливающего. Марк подробно рассказал Тревору о том, что случилось две недели назад в доме Тома Адама Залезки. Донован молча слушал, опустив голову, и вдруг, когда Тарталья закончила, взорвалась. «Как мило, что вы оба относитесь к этому происшествию легко и с юмором!» воскликнула она. «Особенно ты, Марк! Я тебе просто завидую!» «Прости!» Тарталья ласково похлопал ее по руке. Он был готов пнуть себя как следует за свою бесчувственность. Донован натянуто криво усмехнулась и снова уставилась в пол, крепко вцепившись пальцами в коленки. «Легко и с юмором!» «А как еще к этому относиться? Ему, им обоим повезло, что они остались живы. А Залезки бесследно исчез. Когда полиция подъехала к дому Адама Залезки, дом полыхал, клубами валил дым, а в воздухе висел густой запах бензина. Пламя уже лизало входную дверь. «Задержись, полицейский, еще на четверть часа!» Для Тарталья и Донован все было бы кончено. Обнаружив мотоцикл Тарталья у дома, его куртку и шлем в кустах у изгороди, Гэрри Джонс наотрез отказался дожидаться приезда пожарной команды. Они с Ником Мендередесом вышибли дверь, обмотали лица куртками и бросились в дом. Тарталью и Донован они обнаружили в гостиной, те лежали рядом на полу без признаков жизни. Их срочно доставили в госпиталь. Серьезных физических повреждений у них не было, только у Тартальи на виске ссадина от срихошетившей пули, однако оба отравились угарным газом. Когда шесть часов спустя Донова начнулась, она пожаловалась на самое тяжкое в жизни похмелье. Два дня их продержали в больнице под наблюдением врачей и выписали. История на этом не закончилась. Тарталья никак не мог избавиться от мучительно яркой картинки. Залезки стоит у камина с пистолетом в руках и, ухмыляясь, произносит «Примитивный закон природы». Если человек голоден, он должен поесть. Скорее всего, они никогда не узнают, по какой причине этот урод убивал женщин, не услышат его объяснений. Если бы Залезки не успел выстрелить, Тарталья обязательно задержал бы его, врезал бы как следует и удерживал до приезда подкрепления. Но какой теперь смысл терзать себя предположениями о том, как могли бы разворачиваться события? Что было, то было. В любом случае, нападение на Залезки спасло жизнь и ему, и Донован. Пожалуй, это был лучший захват, какой когда-либо удавался Тарталье при игре в регби. Невелико, конечно, утешение, ведь Залезке все-таки удалось удрать. Ночной кошмар продолжался и для Донован. Ее будто окутало темное облако, не пропуская ни света, ни воздуха из внешнего мира. Она отказывалась от предложения проконсультироваться с психологом, замкнулась в себе и практически впала в депрессию. Стала сама на себя не похожа. Поддавшись уговорам Клэр и своих коллег, Сэм взяла недельный отпуск, но уже через три дня явилась на работу, хотя всем и ей в первую очередь было понятно, что она еще не оправилась. — Сидеть дома еще хуже, — возражала Сэм, тем более, что физически она не пострадала. А Тарталье Донован призналась, что ей жутко находиться в доме одной, страшно ложиться спать. Она боится снов, которые, она это точно знала, непременно ей приснятся. Тарталье мучительно было видеть, как Донован приходит в участок, механически, как робот, выполняет какую-нибудь работу и уходит домой, возвращается в свой кокон. Он понимал, почему Сэм предпочитает находиться среди людей в отделе. Во всем происшедшем она винила себя, даже в том, что за лески сбежал. Никакие слова Тартальи и уговоры коллег не могли ее переубедить. Все, чем мог помочь Тарталья, завалить ее работой, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей. Тарталья надеялся, что со временем Сэм станет прежней. Когда он предложил ей навестить Кларка, лицо ее чуть прояснилось. Не возражала она и против приглашения на обед к Николетте, Марк попросил Сэм помочь ему защититься от макеавелиевских интриг, имеющих целью сосватать Марку, одну из Николетиных подружек. Сэм даже оживилась, ей было любопытно познакомиться с его сестрой. Первый раз после инцидента у Залески Сэм взглянула на себя в зеркало, накрасилась, надела облегающую черную водолазку, короткую юбку и лиловые замшевые туфли. Никогда прежде Тарталья не видел Сэм в юбке и теперь отметил про себя, что ножки у нее красивые и даже очень. Марк все порывался сказать ей, что она сегодня необыкновенно привлекательна, однако опасался, что ей вряд ли придутся по душе легкомысленные банальности. — Залески, значит, бесследно исчез, — проворчал Кларк. Да, в тот вечер его имя значилось в списке пассажиров рейса «Эр-Франс», следующего в Париж. Теперь, разумеется, он может быть где угодно. Марк покосился на Донован, та по-прежнему упорно не поднимала глаз и мыслями была где-то далеко. Как только пожар потушили, мы обыскали его дом, а также маленькую квартирку, которую, как выяснилось, он снимал поблизости, продолжил Тарталья. Прочесали все уголки офиса в Южном Кенсингтоне, но ничего не нашли. Компьютер, с которого он посылал мейлы, исчез, как и все его трофеи, пряди волос, кольца. У нас нет ни одной улики, которая привязывала бы его к убийствам девушек. Конечно, остается факт его добровольной работы в Католической Ассоциации Помощи. По крайней мере, ясно, как он знакомился с будущими жертвами, но мы еще раз изучили записи телефонных звонков убитых девушек. Прямого подтверждения, что какая-то из них звонила туда или говорила с ним, тоже не нашлось. Мы предположили, что они пользовались таксофонами или телефонами других людей. Только Келли Гудхарт звонила по горячей линии в Кап, что выяснилось не сразу, поскольку она звонила из офиса. Получается, уточнил, тяжело вздохнув Кларк, у вас на него и нет ничего? Известные нам жертвы, боюсь, только верхушка айсберга. Вполне вероятно, есть и другие, про которых мы пока не знаем. Я подозреваю, что он убил и своих деда с бабкой. Доказательств нет. Боюсь, покушение на убийство двух офицеров полиции и все, что у нас имеется. Не успел Кларк ему ответить, как в палату вошла пожилая, крепко сбитая медсестра. Давайте-ка прервем на минуточку нашу беседу, мистер Кларк. И она без дальнейших объяснений резко задернула шторы вокруг кровати Кларка. Говорила она с густым ирландским акцентом, и что-то в ее поведении, телосложении, а также беспощадный блеск к ее глаз напомнили Тарталье о монашенке, которая когда-то учила его катехизису. Всякий раз, как он допускал ошибку, она больно ударяла его по костяшкам пальцев. Процедура утреннего омовения, простонал Кларк из-за зеленой ширмы, гвоздь программы. Извинившись, Донован отправилась в дамский туалет, а Тарталья остался терпеливо дожидаться у кровати Кларка, прислушиваясь к разнообразным странным шорохам и шлепкам, сопровождающимися стонами и охами Кларка. — Ты наладил мирные отношения со своим новым начальством? — поинтересовался невидимый Кларк. — Какое-то их подобие. Тарталья вспомнил прошлую пятницу. Корниш мимоходом заглянул в Барнс и объявил собравшейся команде, что Стилл и впредь будет занимать место Кларка, теперь уже на постоянной основе. Сюрпризом эта новость ни для кого не стала. По мертвой тишине, которой сотрудники отдела встретили объявление, было ясно, довольно немногие. — Я воплотил в жизнь твои наставления, поздравил ее и подарил цветы. Думал, это поможет навести между нами мосток другой. — Вот ты молодец! Умнее ж, старичок! Женщины обожают цветы! Стилл достала вежливости поблагодарить меня, однако восторга она не выказала. Не знаю уж, чего я ждал, хорошо в лицо букет не кинула. Я произнес дежурное, надеюсь, мы забудем старое, а Стилл ответила, что тоже надеется на это. При этом было понятно, что она ждет, когда же я уберусь с глаз долой. — И все же дело сделано. Расцвели цветы в твоем садочке? — Ага, цветут и пахнут. Когда я позже зашел к ней в кабинет, надо было кое-что обсудить. Букет рост торчал в мусорной корзине, прямо в упаковке. — А обошлись мне цветочки, между нами говоря, в целое состояние. Кларк за ширмой одышливо рассохотался. — Ох уж эти женщины! — Неблагодарные коровы, почти все. Чем-то с ними обходительней, тем паршивее они себя ведут. — Ладно, ты сделал все, что мог. — По-моему, она по-прежнему писем и катавасии с Кеннеди. Стилл не собирается подавать жалобу на вмешательство в личную жизнь, однако ему все равно грозит тюремный приговор за злобные розыгрыши по электронной почте. Странная дамочка. Да, она поняла, что я увидел, как она поступила с цветами, но промолчала. А когда я на следующее утро зашел в ее кабинет, розы, как ни в чем не бывало, стояли в вазе на столе. — Ну вот, видишь, я же говорил тебе, есть в характере Кэролин сентиментальная слабинка. Может, и так, медленно кивнул Тарталья. Видимо, он не до конца представлял, насколько сильно задели ее угрожающие письма. Как близко к сердцу она приняла все происшедшее. Марк никогда толком не понимал, что творится в душе женщины. Стилл, казалось, ему железобетонной, непробиваемой леди. Но вот уже не в первый раз его посетила мысль, а вдруг он с самого начала судил о ней неверно. Не себя ли нужно ему винить за возникшие в их отношениях проблемы? Но, думаю, это уборщицы пожалели мои бедные розы и выудили их из корзины, а у Стилл не хватило духу выбросить их еще раз. Нет, Марк, я уверен, это сделала по размышлению сама Кэролин. Как у всех женщин, у нее чертовски сложная натура, она хитрая и умеет, когда требуется, натянуть или отпустить поводок. Ух, внезапно вскрикнул он, больно же, нельзя ли поосторожнее, сестра Мэри. На улице стоял ослепительный зимний денек, небо было пронзительно синее, почти без единого облачка, воздух терпко-морозный, легкий ветерок перебирал голые ветви деревьев. Тарталья выбрался из машины Донован, которую та припарковала через дорогу от дома Николетты, и стоял на тротуаре, поджидая Сэм и подставив лицо солнечным лучам. Донован возилась на заднем сиденье машины, собирала содержимое сумочки, та свалилась на пол, когда Сэм слишком резко срезала угол. У Тартальи зазвонил телефон. Николетта, подумал он, беспокоится, где это мы застряли. Он вынул трубку и увидел, на определителе звонит Фиона Блейк. Марк дождался, пока включился автоответчик, Донован занялась инспектированием своего лица в зеркальце, тронула помадой губы, поправила прическу. С опаской, что еще понадобилось Фионе, Тарталья нажал 121 и стал слушать сообщение. Марк, это Фиона. Наверное, мне не следовало звонить, но я просто хотел, чтобы ты знал, я порвалась Мюрреем. Говорила она неуверенно, мягко, после долгой паузы добавила, может, встретимся, выпьем. Перезвони, если ты, конечно, в последний раз он видел Фиону и говорил с ней в палатке экспертов у канала, стоя рядом с трупом Иоланды. Тогда он счел, что между ними все кончено и начал привыкать к мысли оно и к лучшему. Фиона не подходит ему, не та она женщина, какая ему нужна, вот только легче ему не становилось. Ее звонок снова пробудил желание видеть ее, быть с ней. Не в первый раз Марк почувствовал, что бессилен сдержать себя. Он, конечно же, рано или поздно ей позвонит. Но пока Марк отключил телефон и повернулся к Сэм, та наконец-то вышла из машины с сумочкой в руках, хлопнула дверцей, и он повел ее к маленькой калитке кованого железа, ведущей к дому Николетте. Заранее приношу извинения за беспорядок в доме, сказал он, придерживая калитку. Да ладно тебе, сейчас сама увидишь. Карло три годика, а не пять, в доме вечный бардак. Не калите наплевать, а мой зять Джон не обращает на это внимания из принципиальных соображений, ради сохранения мира. Мне не привыкать. А, да, я и забыл. Но такого ты еще не видела. Будь предельно внимательна, когда будешь садиться, не то обязательно приземлишься на что-нибудь острое или липкое. Когда он потянулся к звонку, Донован легонько тронуло его за руку, тарталья обернулся, не знаю, справлюсь ли я со своей ролью. Послушай, если тебе совсем уж неохота, мы можем не пойти. Я скажу Николетте, что ты заболела, что-нибудь в этом роде. После всего, что случилось, она не удивится. Донован покачала головой. Я не это имела в виду. Мне очень приятно сходить с тобой в гости, да и отвлечься от постоянных дум было бы неплохо. Я очень благодарна тебе за приглашение, просто мне никогда раньше не приходилось изображать чью-то подружку. Тарталья смотрел на нее с улыбкой. И я тебя благодарю заранее за старание. И ведь я не кто-то, я спас тебе жизнь. А значит, для тебя я особенный человек. Он опять подшучивал на случившемся. Сэм не рассердилась, она передернула плечами, словно для нее эпизод с залезки уже не имел ровно никакого значения, а Тарталья приобнял девушку, притянул к себе и ласково погладил по плечу. Я тебя очень люблю, Сэм. Да ты и сама, наверное, знаешь. Донован подняла на него глаза и в первый раз за долгое время улыбнулась. Знаю, твое отношение очень много для меня, значит. Я так испугался, что потеряю тебя там. И чуть не потерял. Ну так как? Тарталья наклонился и чмокнул ее в макушку. Готово? Уверена, что справишься. Сэм кивнула, и он взял ее за руку. Прекрасно. Тогда вперед! Глава 37. Адам Залезке с сумкой в руке спустился по трапу маленького самолета на летное поле, и его накрыла волна удушающей жары и влажности. Даже через темные очки небо смотрелось пронзительно синим, нигде ни намека на облачко. Адам помахал на прощание пилоту и пошел следом за двумя другими пассажирами к обшарпанному зданию аэропорта, которое стояло на другом конце короткой взлетно-посадочной полосы. Вдоль полосы паслось стадо странных на вид тощих животин. Они ощипывали пыльный кустарник у обочины. Ничто здесь не напоминало далекий западный мир. Даже воздух пах по-другому. Адаму хотелось припуститься бегом, скакать и прыгать, веселиться от всей души. Он свободен. Ему все сошло с рук. По пути он купил английскую газету и прочитал, что Донован и Тарталью в последний момент спасли. Единственное, от чего у него на душе скребли кошки, и он бесился всякий раз, когда вспоминал про это. Надо же так промахнуться. Нужно было их самих облить бензином, не только дом. Ладно, над пролитым молоком горю-не горю и проку ноль. И вот, а теперь не найдут. Газетная фотография не поможет узнать Адама в загорелом блондине со светлой бородкой. Если уж на то пошло, сейчас он скорее похож на Дэвида Бекхэма. Только глаза другого цвета. Да и находится он вне досягаемости английских газет. Он вновь представил лицо Сэм, покоящееся у него на плече, когда он нес девку вниз, чтобы бросить рядом с тартальей, на губах алая помада, ярко рдеющие пятна румян на щеках и запах, приторный запах духов. Адам одел Сэм в платье своей бабки, то темно-синего шелка с кремовым узором, ее любимая. Сэм была такая тощая, что платье некрасиво скручивалось на ней, и ему пришлось обвязать два раза Наталье пояс, чтобы придать ей пристойный вид. Сэм... Да, единственный прокол в ряду его тщательно продуманных сценариев. Адам вспомнил, как она сидела рядом с ним на диване, мямлила что-то с полузакрытыми глазами, изо всех сил старалась сохранить сознание, нелепо, жалко оговариваясь. Почему? спросила она тогда. Почему? 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 Вопрос до сих пор терзал его, отдавался в ушах, как когда-то вопли бабки. Хотя бабку он давно уже не видел, ее голос по-прежнему преследовал его, хныкал и стенал, словно голос проклятого Баньши. Адам и сам бы хотел ответить на этот вопрос, чтобы заставить старую ведьму умолкнуть раз и навсегда, затолкать морщинистую шлюху обратно в ее могилу, заодно со всеми остальными. Почему человек совершает что-то? Почему? Потому что ему так хочется. Вот почему. Тупая корова, сумасшедшая, старая сука. Потому что он может это совершить. Вот почему. Малышка Сэм единственное, кому удалось от него ускользнуть. На болвана полицейского ему плевать, он ничто. Но вот Сэм удрала. Эта мысль терзала его, и в конце концов Адам потерял покой, просто жаждал прикончить Донован. Да, он заслужил хороший нагоняй и суровые удары по костяшкам пальцев. После Иоланды ему следовало завязать. И тут подвернулась эта маленькая шлюшка. Она сама напрашивалась, преподносила себя на блюдечке несчастная жалкая потаскушка. Было бы невежливо ей отказать, хотя ему это дорого обошлось. Впрочем, у полиции все равно нет никаких улик, привязывающих его к остальным убийствам. Никаких следов. И пошли-ка они все нахрен. Да что же обидно и больно, что девка уцелела. Примется теперь трепать языком, рассказывать басни. Донован его неспетая песня. Залезки никак не мог избавиться от Сэма, от ее лица, голоса, запаха, этого гнуснейшего запаха гордений из старого бабкина флакона. Девчонка провоцирует его, зло насмехается над ним. Та, которой удалось удрать. Но ненадолго, шагая по короткой взлетной полосе, Адам пообещал себе, он разыщет ее. Обязательно и очень скоро. И тогда заставит маленькую сучку горько пожалеть о том дне, когда она впервые отведала польской водке. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов. Продолжение следует... Наталья Веселкина.